Как мы с вами пропели, бесконечная радость будет там, но отчасти мы эту радость переживаем и здесь. И когда видим лица друг друга, когда собираемся во имя Иисуса Христа, и Божий мир, и Божия благодать, и охрана сопровождают нас, и мы видим эту милость Божию, эту руку помощи Божьей, устройство, и, конечно, еще братья и сестры подъезжают, но мы будем начинать нашу конференцию. Всех вас приветствую, мы очень рады видеть вас. И, конечно, места еще не совсем заняты, но мы будем призывать благословение Божие, чтобы Господь благословил, и то, что Он желает вложить в наши сердца, то, что Он желает произвести на протяжении всей этой конференции, всего этого общения, чтобы это могло быть усвоено нами, принято и исполнено в нашей жизни. Да благословит нас всех в этом Господь. И золотой стих этой конференции. «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Послание Колоссянам, 4 глава, 17 стих. Когда я только прочитал этот текст, там еще, скажите Архипу, да? Думаешь, ну, так мало информации, ну, что можно с этого взять? Очень такое емкое такое выражение, «Скажите Архипу», вроде Архипу относится, да? «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Посмотрел по Евангелиям, Архип еще один раз упоминается в послании к Филимону. Вот, значит, когда идет приветствие, то Филимону, там, сестре Апфии, по-моему, и там же упоминается еще Архип, и все, очень так все сложно. Думаю, если бы Моисей бы упомянули, да? Давида упомянули, там бы можно было, ну, сориентироваться как-то, но про Архипа нам, к сожалению, ничего больше не известно. Вот, но, вы знаете, когда начал более внимательно рассматривать этот текст, то обратил внимание, обратил внимание на какие-то вещи, ну, и хотелось бы поделиться и об этом помолиться, призывать благословение. Первое, на что я обратил внимание, это идет обращение лично к человеку. Мы все с вами знаем, что Слово Божие – это обращение Бога к человеку, да? Вы согласны? Это не к кому-то, это обращение к человеку. И Евангелие, оно хотя написано и для всех людей, но оно также написано лично для каждого. В чем уникальность Слова Божия? Бог может обращаться ко всем людям, и это обращение идет лично к каждому человеку. И вот в данном тексте мы читаем, да? Скажите Архипу, идет обращение лично к человеку, и два местоимения здесь мы видим, да? Тебе и ты – это личные местоимения. То есть, и сегодня это обращение можно также, так скажем, адресовать и нам с вами, лично каждому. Бог обращается к нам сегодня, чтобы нам лично, да, смотреть, исполнить служение, которое мы приняли в Господе. И еще один момент, который хотел бы обратить внимание, что это принятие служения. Исполнить служение, которое, ну давайте мы уже будем обращаться к нам, мы приняли в Господе. Каждый из нас сегодня на этом месте находится труженик, который в свое время согласился к призванию Иисуса Христа, да? Согласился исполнить тот труд, то поручение, то служение, которое Бог вручил каждому из нас. И мы с вами понимаем, что Бог, посылая на служение, Он не говорит, например, пойди сделай то и все, и как сделаешь так, сделаешь там, или куда пойдешь там и сделаешь. Но Бог всегда, когда посылает на какой-то труд и служение, Он конкретно что-то определяет, да, конкретно какие-то рамки, границы. И мы можем это на примере Адама видеть, да. Смотрите, когда Бог сотворил Адама, Он не сотворил его просто для, ну так скажем, какого-то пребывания такого абстрактного, вот, но была конкретная цель и задача. Смотрите, и благословил их Бог и сказал им, да, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте, владычествуйте. То есть конкретные какие-то действия, да. Ну и плюс еще вторая глава бытия, и сказал Бог, заповедал Господь Бог, человеку, говоря, 2 глава 16 стих, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него. То есть смотрите, конкретные вещи. И идет заповедь для возделывания демского сада. То есть Бог проговаривает конкретные вещи, и в этом будет заключаться служение Адама. Наполнять землю, обладать, владычествовать, от этого кушать, от этого не кушать. Всех животных назвать именами. Мы видим, Бог конкретный ставит задачи перед Адамом, да. И мы, если с вами вспомним Моисея, Моисея, там тоже были конкретные задачи поставлены для того, чтобы совершить вот это служение, вывести израильский народ из Египта, да, и ввести его в обетованную землю. И поэтому, друзья, и сегодня перед нами, перед нами тружениками, которые однажды приняли это служение, дали обещание Богу доброй совести, были поставлены на служение. Я думаю, и братья-служители, и Слово Божие не один раз из кафедры, и, может быть, при личном чтении, при личной молитве было обращение Бога к нашему сердцу, чтобы мы сделали то или иное, да. И как мы должны это сделать? Бог дал нам образец, Бог дал нам Своё Слово. И поэтому сегодня также Бог лично обращается уже не к Архипу, да, обращается сегодня к нам с вами, чтобы мы то служение, на которое мы поставлены, на которое Бог нас поставил, мы могли его исполнить. Оно могло быть осуществлённым в нашей жизни, и чтобы мы могли получить награду как соучастники в деле Божьем. Слава нашему Господу! Это благая воля Бога по отношению к человеку, да, что Бог поставил человека, определил ему задачи, цели, и не только определил, но и обеспечил осуществление этих целей для того, чтобы и воля Божия была исполнена, и человек мог иметь это удовлетворение, эту радость и эту награду от Господа. И ещё один момент, на который хотел бы обратить внимание, это самое первое слово вот в этом пожелании Архипу, да, смотри. Интересное слово смотри. Ну смотри это значит, что открывай глаза и вот смотри, что ты видишь. Знаете, очень интересное слово, обратилось внимание, смотри. Если сегодня спросить каждого из нас, что вы видите, например, в этом зале, вы все ответите по-разному. Будут какие-то примерно общие картины, да, все ответите по-разному. Почему? Вы же смотрите одними и теми же глазами, что там хрусталик, там, что там глазное дно, да, у всех одинаково. Ну там плюс-минус, конечно, там какие-то физиологические особенности. Друзья, конечно, здесь не просто смотри, что, ну вот, ты вот видишь, что ты видишь, ну вот вижу вот так вот. Смотрите. Я вот так охарактеризовал эту фразу. Смотри так, чтобы тебе исполнить служение. И здесь мы обращаемся опять к Бытие, 3 глава. Бытие, 3 глава. Как вы считаете, Бог сотворил человека зрячим или слепым? Зрячим, да? Бог сотворил человека зрячим. 3 глава Бытие, 7 стих. И открылись глаза у них обоих. Они что, с зажмуренными глазами ходили? Я думаю, они тоже кое-что видели, да? И глаза-то у них были открыты. Но здесь говорится о другом. 6 стих говорит. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Хотя Бог заповедался этого дерева не кушать. То есть, Бог говорит, смотри, это дерево, оно нехорошо для пищи. Потому что, когда ты его вкусишь, ты умрешь смертью. Но после беседы с дьяволом, она посмотрела на дерево, и она уже увидела, что она увидела по-другому. И вот смотрите, я хотел бы обратить внимание на вот этот текст, да? Смотри так, чтобы тебе исполнить волю Божию. Смотри так, чтобы тебе исполнить служение, которое Бог верил тебе и мне. Когда израильтяне проходили вот этот путь, или совершали исход из Египта и были введены в пустыню. Что они видели? Они видели трудности. Они видели проблемы. И что они видели? Там нет жизни. Вот это обстоятельство, за которым жизнь заканчивается. Воды нет, еды нет, жизни нет. Мы здесь все умрем. Это был взгляд на какие-то обстоятельства. Моисей видел тоже эти обстоятельства, но его взгляд был направлен к Господу. И когда его взгляд был направлен к Господу, Бог ему всегда давал выход из любой сложившейся ситуации. И все мы с вами свидетели, читаем Писание, что, оказывается, за этими обстоятельствами был выход, которого многие израильтяне не видели, но видели только те, чьи взоры были направлены к Господу. Слава Господу! Друзья, и сегодня Слово Божие обращается к нам лично для того, чтобы мы могли видеть не так, как мы видим, понимать не так, как мы понимаем, а понимать так, как говорит Слово Божие, чтобы нам исполнить свое служение. Есть проблема, я думаю, она была во все времена, когда люди, зная или читая Слово Божие, читая, давайте так, вот, и кое-что понимая своим умом, начинали применять это в своей духовной практике хождение, и у них ничего не получалось. Ну, как, не совсем ничего. У них не получалось так, как хотелось бы, чтобы получилось. Друзья, а есть такие люди, которые принимали Слово от Господа, следовали Ему, и в их жизни являлась рука Божия, помощь Божия, слава Божия. И они исполняли или совершали служение, которое им определил Господь. Слава нашему Господу! И, конечно, нам бы хотелось всем быть или иметь такие примеры, чтобы и в нашей жизни, в нашем хождении, в нашем служении, чтобы воля Божия могла осуществляться. Но для этого надо смотреть. И смотреть не своими глазами, а смотреть на те обстоятельства, которые нас окружают или которые в нас происходят, смотреть с позиции Слова Божьего. И поэтому, что подразумевается под «смотри»? Я бы хотел просто перечислить и помолиться. Первое. Это необходимо наблюдать за происходящим снаружи и внутри. Второе. Сопоставлять не со своим разумом, не со своим пониманием, а с тем, как говорит Слово Божие. Друзья, и для того, чтобы нам принимать верные решения. Для того, чтобы принимать верные решения, необходимо думать не в одного, а как советуясь. Советуясь. И когда мы принимаем правильное решение, нам остается только дождаться того момента, когда это осуществится силой Божией в твоей и моей жизни, в твоем и моем служении. Дождаться действия силы от Господа. Не только наши усилия, но в служении Господу должна явиться сила Божия и слава Божия. И поэтому, если я рассчитываю только на свои ресурсы, на свои знания, на свой опыт, друзья, этого недостаточно. Необходимо, чтобы действовала благодать Божия. И мы об этом помолимся, чтобы и сегодня, и завтра, на протяжении этой конференции, чтобы мы были внимательными к происходящему. Мы могли быть внимательными к тому, что происходит не только снаружи, но и в нашем сердце. И чтобы мы могли все это анализировать по Слову Божьему, принимать верные решения. И чтобы Бог мог действовать своей благодатью, своей силой, чтобы наше служение действительно могло осуществляться благодатью Божией для славы нашего Господа. Аминь. Помолимся. Перед нами два дня насыщенных, благословенных для нас. Я сейчас немножко хотел бы рассказать организационные моменты кое-какие. Рассказать о том, что нас ждет впереди эти два дня. И по традиции зачитать, откуда уже у нас сегодня приехали делегаты. То есть целая география у нас. Ну, давайте начнем с плана конференции. Кто-то уже ознакомился, кто-то нет. Конференция у нас будет длиться два дня. Оба дня у нас будет как теоретическая часть, так скажем, да, то есть лекционная, так и практическая. Сегодня у нас до обеда будет две темы. Одна тема – любовь к Слову Божьему. Будет говорить брат Олег Шиповал. Затем будет тема обеспечения призвания. Ее поделится Евгений Попов. После этого будет обед. И после обеда у нас будет еще одна тема, скажет ее брат Василий Абрамчук. Тема будет называться «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого». После этого у нас до вечера, до ужина будут круглые столы. В этом году мы специально выделили прям хорошо времени так на круглые столы, чтобы у вас была возможность пообщаться. Круглый стол у нас будет длиться два часа. И сегодня, и завтра. Значит, на круглых столах сегодня будет освещаться аспект семейных выездов. На одном круглом столе будет обмен опытом. Просто можно будет высказаться и так далее. Еще один стол будет мастер-класс «Как планировать выездные, семейные выезды». Выездные, я так понимаю, понимаете, о чем идет речь. То есть, когда мы хотим куда-то поехать, не просто рядышком провести. И третий будет посвящен работе вожатых. Тоже мастер-класс. Теперь по организации. У нас будут запланированы перерывы. После каждой темы у нас будет немножко блокпения. И вы сможете, если что, если вам будет нужно, выйти попить. Либо кому надо в туалет. Туалеты, кто не в курсе, у нас находятся за сценой. Получается, женский туалет находится в помещении. Достаточно обойти сцену, пройти, и там по правой стороне будет открытая дверь. Пройти вот так. То есть, через улицу вы не проходите. Для братьев туалет находится на улице. Нужно будет также пройти за сцену. Но сразу за сценой будет выход на улицу. Идете вдоль двора. И по левой стороне увидите черную дверь с приступочком. То есть, небольшим крыльцом. И, я думаю, с этим понятно. И еще у нас будут перерывы между двумя темами до обеда. Перерыв подлиннее. Для того, чтобы вы могли взбодриться, попить чаю или кофе. Это что касается сегодняшнего дня. Теперь, по регистрации. Я думаю, что все, кто приехал из других городов, они все зарегистрировались, подошли на стойку и себя записали. Значит, кто-то мечи еще не зарегистрировались, вам нужно будет в перерыве подойти и тоже отметиться на столе регистрации. Также, если кто-то еще не получил, ну, может быть, вы зарегистрировались, но еще не было в наличии, не получил вот такой вот бейджик, то вы тоже можете в перерыве подойти, чтобы вам этот бейджик выдали, чтобы вы могли подписать себя. Это нужно для того, чтобы вы могли легко друг с другом общаться, без проблем могли понять, кто перед нами стоит, ну, так скажем, как зовут, да, из какого города, и могли уже легче взаимодействовать. Да, по литературе, по литературе, литературу даст Бог нам привезут завтра, то есть завтра в первой половине дня у нас будет еще один стол, и там будут продаваться Библии и духовная литература. Теперь, как я уже сказал, да, по традиции, хотелось бы озвучить, откуда у нас сегодня делегаты. 28 населенных пунктов я здесь вижу, среди них не перечислен Томск, с Томском 29 получается, а с Северским, наверное, вообще 30, да? Значит, населенные пункты. Анжера-Сужинск, Ачинск, Новокузнецк, Барнаул, Пермь, Парабель, Белый Яр, Осинники, Минусинск, Назарово, Березовск, Красноярск, Кемерово, Шира, Бийск, Гурьевск, Новосибирск, Молчаново, Лениск-Кузнецкий, Стрижевой, Канск, Тегульдет, Иркутск, Ордынка, Бердск, Омск, Калачинск, Криводановка. Все населенные пункты перечислены? Или кто-то еще здесь есть, про кого мы не знаем, откуда вы? Все, да, перечислили? Слава Богу, да, много нас сегодня. Пусть нас Бог благословит. В продолжении служения прозвучит тема «Любовь к Слову Божьему» поделится епископ из города Новосибирска, брат Олег Шиповал. Дорогие братья, дорогие сестры, друженики, друженицы Господни, кто приехал на это прекрасное такое богослужение, конференцию, давайте мы еще вместе скажем славу нашему Господу. Ну, тему уже брат Александр уже озвучил. Я еще раз ее скажу. Как полюбить чтение Библии самому и привить его или ее ребенку. Если так уже в полном объеме эта тема звучит. Дорогие братья и сестры, вообще эта тема, она как бы состоит из двух частей. И включает два важных аспекта. Как самому полюбить Слово Божье. И наша задача, как помочь детям, чтобы они тоже полюбили Слово Божье. Это касается и всем их, это касается в масштабе воскресной школы, а может быть еще где-то. Вообще я скажу, так чуть забегая вперед, братья и сестры, что это очень непростой момент, особенно практически. Если бы я вот любого из вас спросил, брат, сестра, мы должны любить Слово Божье? Абсолютно убежден на сто процентов, что все искренние дети Божьи так и скажут, да, мы должны любить Слово Божье. Ну, можно дальше пойти. А ты любишь Слово Божье? Читать его, вообще Слово Божье? Я думаю, что, наверное, тоже все скажут, да, я люблю Слово Божье. Но вот спросите у братьев-служителей, которые более так детально, они сталкиваются со многими и членами, и не членами, но которые в собрание ходят, то вот так вникая, вот я сам замечаю, если вижу какие-то проблемы духовные, особенно проблемы в жизни человека, один из первых вопросов, который я задаю, как у тебя вопрос со Словом Божьим и с молитвенной жизнью. Я даже не спрашиваю, ты молишься или не молишься, мы все молимся. Я даже не спрашиваю, ты вообще когда-либо читаешь или не читаешь Библию, мы все читаем. Нет, как у тебя отношение с Божьим Словом и с молитвой? Потому что это две части, это как два крыла птицы. Это как две стороны одной медали. И вот тут открываются удивительные вещи. Да, брат, я читаю, но я так ослабла, я так ослабела, я читаю, но не так часто. А как ты часто читаешь? Ну, раз в два дня. Раз в три дня, мне говорят. И это, знаете, это не прихожане, это члены церкви. Раз в три дня открываю Библию. Ну, я так загружена, я так вот занята. У меня столько вопросов дел. Ну, я хочу больше читать, я хочу больше молиться. Ну, на данный момент у меня вот такая ситуация. А если у самого такая ситуация, что ты можешь передать и как ты можешь передать дальше? Мы говорим о детях наших или о тех, с кем мы с вами начинаем трудиться или трудимся. Вот почему я сказал, что это вопрос... Скажи, я говорю не о всех, но таких людей я встречаю часто. Давайте мы рассуждали вот об этой теме, важной теме о любви к Божьему Слову. Я первоначально прочитаю два текста Священного Писания, потом еще какие-то откроем тексты. И первое место я прочитаю книга «Псалтырь». Я думаю, что те места, которые я буду читать, они очень знакомы. А может, мы их даже знаем наизусть. Псалом 118, я читаю 97-й текст. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». И второе место Священного Писания, послание к евреям. Четвертая глава, читаю 12-й текст. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». До всего места. Интересно то, что псалмопевец, он не просто говорит «Я читаю закон твой». Он не просто говорит «Я стараюсь как бы исполнять закон твой». «Как я люблю закон твой». Вот это слово он применяет «Я люблю закон твой». «Да так люблю его, что весь день размышляю о нем». Я хочу поставить один очень интересный вопрос. Вообще, почему мы можем любить Слово Божье? И почему мы вообще любим Слово Божье? Есть же какая-то причина, почему мы можем любить и почему мы любим. Дело в том, что Слово Божье, оно обладает определенными качествами. Я хочу провести вот такую некую аналогию вот с нашей обыденной жизнью, чтобы нам было немножко легче понимать эти вопросы. Вот мы в окружающем нас мире тоже что-то любим, кого-то любим и что-то любим. Вопрос, что мы любим? И вот какими качествами обладают эти вещи, которые мы с вами любим в нашей обыденной жизни? Во-первых, мы любим то, что живое. Мы любим то, что работает, действует. И мы любим с вами то, что вкусно. Вы со мной согласны? Невкусные вещи никто не любит. Я уже говорил, как-то есть вещи, которые я страшно не люблю. Меня просто переворачивает от них. Это как минимум две вещи. Это гороховая каша. Страшно не люблю ее. Хотя гороховый суп люблю. Но кашу, даже один вид гороховой каши меня переворачивает внутри все. И терпеть не могу кипяченое молоко. Вот меня всего переворачивает. Вот такого ближайшего запаха кипяченого молока. Значит, мы любим с вами то, что вкусно. Вот Слово Божие как раз таки, как ни странно, но оно обладает именно этими качествами, за которыми мы его и любим. И вот мы прочитали послание к евреям, что Слово Божие какое? Живо. Оно живое. Что это значит? Это значит, что когда человек принимает верою Божье Слово, то в этом Слове есть жизнь. Христос сказал слова, которые я говорю, с Дух и Жизнь. И принимая Божье Слово, мы принимаем Жизнь. Что-то нас оживотворяет, что-то там внутри происходит, живое происходит. Жизнь зарождается. Мы читаем в Деяниях Апостолов и сказано, и так охотно принявшие Слово, что сделали? Крестились. И присоединились душ около трех тысяч. Что же там произошло, когда неохотно приняли Слово Божие? Но мы понимаем, когда человек принимает водное крещение, да, он крестится в смерть Господа. Но, с другой стороны, мы мертвых людей не крестим. Потому что сказано, они присоединились в тот день. Мертвые не присоединяются. Они были духовно живые. Это были рожденные свыше, потому что жизнь от Бога вошла в них. Они возродились выше. Крестились и присоединились. Поймите, братья и сестры, действительно, мы с вами не любим мертвые вещи. Не любим. Когда мы с вами, вот не так давно уже была пора сбора урожая, я думаю, когда мы копали картофель, мы замечали, там был мертвый, гнилой картофель, и там был хороший картофель, новый урожай. Никто из нас почему-то туда ведерко не клал, старый, мертвый, гнилой картофель. Нам не нравятся эти вещи, но мы брали новый урожай, мы брали хороший, свежий картофель. Никому из нас не нравится, например, сухое, мертвое дерево. И если вдруг дерево, оно умерло, оно засохло, там уже жизни нет, что с этим деревом делают? Его просто срубают и отправляют в печку, его отправляют в огонь. Никому из нас не нравятся мертвые искусственные цветы. Вам нравится, понимаете, если кто-то подошел бы к вам и подарил бы вам искусственные цветы. Они мертвые, они, может быть, очень красивые, но они мертвые. Как бы вы отнеслись бы к такому миловидному подарку, со стороны другого человека. Я знаю пример, когда один человек, он своей матери подарил искусственные цветы. Прям целый букет принес и подарил, поздравил с днем рождения. Конечно, ей было очень неприятно, но мы любим, какие с вами цветы? Мы любим живые цветы. Когда мы видим, например, мертвое тело, никто не восторгается от счастья, что он видит мертвое тело, потому что мертвое тело, оно вызывает некое, знаете, отторжение. Это еще раз показывает, мы с вами любим живые вещи. Мы любим живых людей. Дальше мы сказали с вами, что мы любим то, что работает, то, что действует. И вот апостол говорит в послании к евреям, слово Божие живое и какое действенное. Что это значит? Это значит, что не только это слово жизнь дает. Мы принимаем Божье обетование, потому что это великое, это великое, драгоценное Божье обетование. И когда мы верою принимаем это слово, вдруг работа Божья происходит, обетование Божие действует. Конечно, Бог действует не по нашему плану, как мы, может быть, уже запланировали, Боже, ты вот так или вот так сделай. Нет, Бог так не делает, но когда мы принимаем, повторяю, верою Божье обетование, это слово действенное. Мы на самом деле, мы любим действенные вещи. Я вам хочу еще одну аналогию привести. Вот представьте, у нас во дворе стоит очень красивая, богатая машина. Я сейчас не называю там марки богатых машин, но представьте, вот очень красивая, богатая машина стоит в нашем дворе. Но если она сломанная, она не работает, она сломанная, она может быть безнадежно сломанная, все, она бездейственная, но блестит. Вам бы такая машина понравилась? Не думаю. Ну да, может быть, вы бы день походили вокруг нее, посмотрели бы слева, справа, но что толку от того, что она стоит красивая и богатая, что толку, если она не работает? Я лучше буду и захочу иметь намного более дешевую машину, но чтобы она работала, чтобы она действовала. Это для нас важно. И сказано, или мы говорили с вами, что мы любим то, что вкусно. Почему многие полюбили Слово Божие? Потому что они вкусили. И так и написано. Мы читаем Псалом 33, Псалом 33, вкусите и увидите, как благ Господь. Вот так немножко анализируя вот эти вопросы, я замечаю, что есть христиане, которые читают Слово Божие по одной причине. Их просто убедили, христиан, что если ты вообще не читаешь Библию, ты вообще не читаешь Слово Божие, ты или вообще не христианин, или плохой христианин. Их убедили в этом. И они стараются читать Библию, потому что, чтобы быть неплохими христианами. Но эти люди, они читают Библию очень поверхностно, очень неглубоко. они не переживают наслаждения. Они ничего не испытывают. Они читают Библию, и ни одна струна в них внутри не шевелится. Там внутри, на их чтение, нет вообще никакого отклика. Вообще нет. Они читают его без вкуса. Ну надо читать. Убедили, сказали, надо, я и буду читать. И так читают годами, а жизни-то нет внутри. И столько проблем потом в жизни этих христиан. Поэтому сегодня важный вопрос. Вкусите, и ты увидишь, как благ Господь, если ты хочешь действительно пережить жизнь, действие и вкус Божьего Слова. Вкусить надо сначала. Ты не попробуешь, не узнаешь вкус яблока, если ты не вкусишь его. Ты не узнаешь вкус ароматного хлеба, если ты не вкусишь его. Вкусите, а потом уже увидишь, как благ Господь и как велик Господь. Аллилуйя, слава Господу. Дорогие мои, и вот чтобы нам научаться вкушать, вкусить, я хочу предложить для всех нас четыре метода, четыре пути, как можно вкушать это Божье Слово. Забегая вперед, хочу сказать, что эти все четыре метода я практикую в личной своей духовной жизни. Поэтому, может быть, и мой небольшой опыт, он кому-то станет благословением. Итак, четыре пути, четыре метода. И первый метод это исследование Библии. Итак, и написано, мы читаем, Евангелие от Иоанна, пятая глава, тридцать девятый текст. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Мы сегодня говорили о том, что Слово Божие живо, да, обладает качеством жизни. И вот здесь Иисус сказал, что вы думаете иметь жизнь вечную, но чтобы эта жизнь, она могла наполнить меня и тебя, что нужно? Его нужно исследовать. Конечно, вообще, чтобы, ну, может быть, достаточно глубоко понимать вопрос исследования, то в богословии есть целый курс под названием Гомилетика. Там очень подробно изучают, как исследовать Священное Писание. Я сейчас не буду тут преподавать какой-то курс, потому что это отдельное время, отдельная тема, но я хочу какие-то моменты, какие-то, может быть, краткие моменты подчеркнуть, как важно исследовать Слово Божие и что это значит исследовать. Вообще, вот простыми словами, то исследовать, это значит копать, это углубиться, это что-то значит анализировать, что-то сравнивать, о чем-то размышлять, вот туда поглубже, поглубже немножко. Это вот часть того, что называется исследование. И один из пунктов исследования, я это многим советую, и братьям, и сестрам. Вот меня спрашивают, брат Олег, ну вот не вдаваясь глубоко, вот с чего начинать исследование Библии? Ну я прочитал этот текст, я прочитал главу, я прочитал, может быть, какой-то один стих, вот как исследовать? Вот есть так называемые друзья текста. Это вспомогательные вопросы. Например, вопрос, кто, что. Ты прочитал? Задай вопрос, о ком я прочитал, и о чем я прочитал, вообще о чем тут речь? Уже пошло размышление. Есть вопросы, для чего? Это цель, обозначают цель. Для чего этот человек сделал вот так, или поступил вот так, или что он имел, какую он цель преследовал. Для чего? Почему? Вот они, вспомогательные вопросы. Почему? Это уже указывает на причину. Почему он так сказал? Почему он так сделал? Почему он так вот поступил в данной ситуации? Как? Каким образом? Это уже вопросы, которые показывают способы выполнения того или другого. Как выполнить? Как исполнить то или другое? Это, друзья, текста. И когда мы прочитали текст, и начинаем вот эти вопросы, самые элементарные, простые вопросы, повторяю, кто, что, для чего, зачем, почему, как, каким образом. к примеру, возьмем ситуацию, когда, помните, Давид, он пришел к царю Гевскому, к Анхусу. Пришел, понятно, он бежал от Саула, он спасал жизнь свою. Такая была экстремальная ситуация в его жизни. И вдруг там вокруг царя Анхуса говорят, а не тот ли это Давид, которому пели, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Обратите внимание, почему вот так люди стали говорить приближенные царя Анхуса. Да потому что Давида просто узнали. Узнали. Я думаю, что, может быть, это же годы определенные, прошли годы, когда он победил Голиафа и когда он предстал пред Анхусом. Может быть, он думал, что его там просто не узнают. Ведь он же понимал, куда он идет. Вы понимаете ситуацию, друзья мои, насколько она была сложная, потому что он пришел туда в Гев. Вы помните Голиаф откуда был? Он оттуда был, с того города, куда пришел. А ведь там же могли быть его какие-то родственники, там могла быть вообще кровная месть. Он пришел, знаете, в само опасное место. Убил Голиафа и пришел туда, в его же город, в Гев. Повторяю, возможно, он думал, что его не узнают, потому что, ну, может быть, и внешне что-то было измененное. А его узнали. Так не тот ли Давид, которому пели песни и сильно испугался. А потом, что он стал делать, Давид? Он притворился безумным. Исказил лицо свое, стал что-то там рисовать, там что-то там писать, стал слюну по бороде своей пускать. Притворился безумным, сумасшедшим. Вот мы читаем эти тексты, мы прочитали, как информационные материалы дальше пошли. Друзья мои, а нужно немножко остановиться. А почему вообще туда Давид пошел? А что им двигало? А правильно он сделал ли? И даже когда его узнали, что он сумасшедшим притворился, безумным притворился, а были ли у него какие-то другие варианты? Были ли у него какие-то другие пути? А если бы я оказался бы на месте Давида, я бы оказался бы в столь сложной ситуации, где для меня большая опасность, как бы я себя повел? Вы понимаете? Вот когда вы текст прочитали, вы просто закидываете его вопросами. Не бойтесь закидывать вопросами текст Священного Писания. Эти вопросы вы писали себе, а потом ищите ответы. Размышлять. Когда вы ищите ответы, это ваше размышление. Друзья мои. И таким образом мы исследуем и когда мы исследуем и вдруг мы обнаруживаем, какая-то истина открылась. Откровение пришло, потому что при исследовании откровение приходит. Если ты прочитал, закрыл Библию, и ты довольно пошел себя гладишь, какой я хороший, какой я молодец, я выполнил норматив, я сегодня три главы прочитал из Библии, я все правильно сделал, меня же научили каждый день Библию читать. Вопрос, а что там в тебе зашевелилось, какая тебе истина открылась, какое откровение пришло тебе свыше, потому что оно через слово откровение приходит. Ничего. Ничего, потому что ты не исследовал. Друзья мои, вот когда мы говорим об исследовании, очень важный момент еще понимать, это еще следующий пункт, что вообще Писание, оно богоцентрично. Я об этом тоже говорю часто. Что это значит богоцентрично? Мы, конечно, любим читать историю великих людей, как Моисея, там может быть Иисуса Навина, Давида, уже сегодня мы слышали, там других людей. Поймите, когда Библия говорит о жизни, об истории Моисея, это не история Моисея, это история Бога, но в жизни Моисея. Когда вы читаете про жизнь Давида, это не история Давида, это история Бога, но в жизни Давида. То есть важно рассматривать Божье Слово, когда много есть истории в Священном Писании, это история Бога. Как Бог вел человека, как Бог направлял, как Бог допускал какие-то вещи, как Бог спасал человека. И тогда мы начинаем познавать Бога. Мы не познаем Моисея, мы не познаем, когда мы еще кого-то, мы Бога познаем, потому что это Бог работал в жизни данного человека. И вдруг для нас открываются новые, знаете, какие-то картины, новые истины открываются. Так это, Боже, так ты вот так действовал в жизни того человека, но ведь сказано Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Если ты, Боже, спасал Давида в самых экстремальных ситуациях, я тоже оказываюсь в непростых ситуациях. Боже, так ты же и меня спасешь, потому что ты имеешь силу и власть спасать его. Ты имеешь силу, власть меня спасать. Наша вера сразу подскакивает, наша вера сразу возрастает, потому что мы не Моисея познаем, не Давида познаем, мы Бога познаем. Писание Богоцентрично. И важно уметь вот так вот читать с такой позиции. Тогда открываются великие истины. Почему мы любим Божье Слово? Дальше. Когда мы читаем Слово Божие, ищите Иисуса Христа в Библии. Мы часто говорим, что да, надо искать Господа, надо молиться, надо приближаться, и все правильно. Ищите Иисуса Христа и в Священном Писании, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Он сказал, исследуйте Писание. На тот момент, братья и сестры, был ли Новый Завет или не было его? Еще не было Нового Завета. А Писание уже нужно было исследовать. Уже тогда Иисус говорил о Ветхом Завете. И Он говорит, они, Писание, о ком свидетельствуют? О мне. Оказывается, весь Ветхий Завет он свидетельствует об Иисусе Христе, но его нужно найти. Мы ищем о нем сказано впрямую. О нем сказано в прообразах. Много из прообразов, которые указывают на Иисуса Христа. Он есть жизнь. И когда мы находим Иисуса, мы находим Иисуса в Божьем Слове, когда мы эту веру созерцаем, принимаем верою, что-то происходит внутри нас, а Слово Божье живо, оно действенно, ты наполняешься жизнью, ты наполняешься действием Божьим. Ну, простой пример, хотя этих образов их очень много, даже в Ветхом Завете. Когда те двое шли в Маус, когда Иисус разъяснял им от Моисея, через всех пророков, о нем написано, он указывал, посмотрите, вот тут обо мне сказано, обо мне, обо мне, обо мне сказано, Иисус говорил этим двум людям. Наверное, они удивлялись, вот их открывался ум к разумению Писания в тот момент. Возьмите скинью. Вся скинья говорит об Иисусе Христе. Начиная со внешнего двора, возьмите святилище, возьмите святое святых, возьмите все принадлежности, все предметы, которые там стояли, находились, в скине, это все говорило об Иисусе Христе. Даже самый начальный элемент, когда мы подошли с вами к скине собрания, вот они ворота, ворота, я люблю об этих воротах говорить. Вы помните, какая была ширина ворот в скине? Кто помнит? 20 локтей. Это примерно 10 метров. Пожалуйста, пройдите по улице переулок Добролюбова и посмотрите на все дома. Найдете ли вы хотя бы один дом, где ширина ворот была бы 10 метров? Вот 5 метров у брата Василия, но не 10, но не 10, вот там 20 локтей. Это о чем говорит? Что Бог хотел показать? Он этим показал сердце Иисуса Христа. Потому что Иисус сказал ко мне придите все труждающиеся, все обремененные и я успокою вас. Да, для нас путь Царства Божия это узкие врата, но сердце его открыто настолько широко, сердце Иисуса, ко мне придите все. Он не исключил никого, кто труждающийся, обремененный, кто нуждается, кто подобно тому мытарю говорит, будь милостив ко мне грешнику и ты приходи тоже. Вот такое широкое сердце, широкие объятия нашего Господа, когда об этом начинаешь размышлять и видеть, какой Иисус, ты не можешь не полюбить Его, ты не можешь не полюбить Божье Слово, оно живо, оно действенно. И еще важность исследования, хочу бы, знаете, один такой интересный момент показать, чтобы мы понимали, как важно исследовать Слово Божие. Я вот взял такую картинку, покажу братьям ее, вот братьям, а тут и сестры и для вас покажу. Скажите, сколько вот здесь вы видите квадратов? Братья, сколько здесь квадратов? квадратиков или квадратов? Ну, вообще, вот смотрите, 16, 17, 20, ну, больше не уловил я там, 26, я насчитываю 30 квадратов здесь, смотрите, вот поэтапно возьмем, вот здесь 16, да, потом, видите, вот большой и центральный, уже 17, 20, 18, 18, смотрим дальше, потом берем эти 4 квадрата уже, уже 19, 20, 21, 22, видите, 22 уже, потом берем дальше, уже, такие, эти середины уже, вот, которые в середине уже, 23, 24, 25, 26, да, видите, вот, дальше идем, потом уже, которые пересекаются, вот видите, еще вот такие квадраты есть, 27, 28, и в другую сторону, 29, 30, 30 квадратов, а у меня вопрос, а почему такая разница, а еще один, а его же мы в самом начале посчитали, вот он самый большой, вот он самый большой, вот он, а почему такая разница, одни 16, другие 17, то-то 20, а в итоге 30, а ответ очень простой, был первоначальный взгляд, такой, знаете, поверхностный, такой, вот, бросили взгляд, ну, считать мы все умеем, 4 на 4, 16, потом, кто-то взял, немножко более внимательно посмотрел, а еще же большой квадрат есть, вот брат Василий сказал, а там еще все редки есть, а кто-то еще больше, а если мы еще дальше, дальше углубляемся, еще больше накопали квадратов, аж целых 30, вот точно так же и со Словом Божиим, мы часто имеем такой поверхностный взгляд на Слово Божие, и думаем все, мы взяли все, что можно было взять, только начнете немножко углубляться, немножко исследовать, я не говорю там архи глубокое исследование, даже немножко время уделить, и вы увидите, как еще квадраты, еще больше истины, они больше и больше, они будут открываться в нашей жизни, и так, это мы сказали об исследовании, я хочу еще второй метод, есть еще один важный метод, чтение Слова Божьего, пожалуйста, будьте внимательны, вообще его называют молитво-чтение, молитво-чтение, что это значит? Это значит, мы просто берем какой-то определенный текст Священного Писания, сразу скажу, этот метод, он никак не связан с исследованием, не связан с исследованием, и целью своей, вот этот метод не ставит теперь исследование, вы просто взяли какой-то текст Священного Писания, и начали его медленно, вдумчиво читать Словом за Словом. Вот цель этого метода, это просто ощутить, пережить силу и прикосновение Божьего Слова. Вот каждое слово просто пропускаешь через сердце, каждое слово. Ну, например, вот Псалом 22, Господь, пастырь мой, прочитав несколько слов, и вдруг какое-то, вот это вот, вот важно наполниться, вот этим прикосновением, жизнью этого слова, и какое-то одно слово, оно коснулось тебя, коснулось тебя, тебе не нужно дальше идти, просто остановись. Вот это слово, оно тебя приведет к молитве, ты начинаешь молиться. Ты молишься, молитва закончилась, ты дальше читаешь, ты не исследуешь, повторяю, я акцент делал, не исследуешь здесь. твоя цель соприкоснуться, твоя цель соприкоснуться, наполниться. Когда мы обращаемся к Божьему Слову, мы сразу переживаем присутствие Божие. Он говорил Бог, когда вы со мною, я с вами, когда мы обращаемся к Его Слову, Он обращается к нам. Если мы это Слово Божие убираем в сторону, мы просто убираем Господа из нашей жизни. Вы можете представить, что происходит с человеком, который за весь день не находит времени для Божьего Слова, не находит. Ты читаешь дальше, опять ты пропускаешь каждое Слово через свое сердце. Господь пастырь мой, Господь, как много в этом слове, Он мой Господин, Он мой Царь, Он мой Владыка, Он мой Господь, этот Царь Царей Господь Господствующих, Он мой пастырь, Он пасет меня, Он меня ведет к сладочным бажетям, Он меня питает, Он меня кормит, Он меня вводит к водам тихим. Я ни в чем не буду нуждаться. Господи, я, оказывается, ни в чем не буду нуждаться. Господи, Ты такой мой пастырь, который восполняешь всю мою нужду. Господь, у меня вот эта нужда, у меня вот эта нужда, я бы не хотел бы эти нужды иметь. У меня уже молитва идет. Я бы не хотел эти нужды иметь, но есть нужда с детьми, нужда, может быть, финансовая, нужда других вопросов. Господь, Ты мой пастырь. Я так счастлив, что именно Ты стал моим пастырем в моей жизни. Я благодарю Тебя, Господь. Я пропускаю через эти несколько слов, я пропускаю через свое сердце, я начинаю молиться, я начинаю поклоняться, я начинаю славить Его имя, преклоняться пред Ним. потом я дальше читаю. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Господи, я так вот нуждаюсь в успокоении, потому что есть какие-то вопросы, которые так меня волнуют, тревожат, но, Господь, и жезлом, и посохом Ты успокаиваешь. Господь, я благодарю Тебя, именно в Тебе покой. Когда они пробовали вот так вот читать Слово Божие, в данном моменте, еще раз акцент делаю, не исследуем, моя цель пережить Его, соприкоснуться, потому что я обратился к Его Слову, Он ко мне обратился, Он рядом. Это вопрос веры. Если ты верою видишь, что Он, Господь, рядом, Который хочет с тобой говорить, что-то в Тебе начинает работать, действовать. И когда я прочитал какое-то местописание, я вдруг обнаружил, я прочитал очень мало, очень мало, но пережил очень много. Вот жизнь, и ты встал с этого общения с Богом, оно молитва, чтение, оно параллельно, оно вместе идет. Я даже не знаю, где молитва, где чтение пойдет, но это общение с Ним. И он касается струн души моей. И тут где-то бывает и плакать начинаешь, потому что сокрушается дух, сокрушается сердце, потому что, когда Господь приходит, ты не можешь быть равнодушным, Он пришел. Мы в одной песне поем, где Иисус там радостью все дышит. Это общение. Аллилуйя. Не знаю, почему я сегодня проснулся, посмотрел на часы, четвертый час ночи, четвертый час ночи, или утра уже там, ну, на один бок, на другой бок не спится, не спится. я встал, супруга моя спит, я встал потихонечку, я открыл вот Божье Слово и начал читать. Прочитал, наверное, два-три стиха всего, два-три стиха, вот таким способом. Я глянул на часы, час прошел, как одно мгновение, потому что Он пришел, потому что Он касался струн души моей, Он говорил что-то ко моему сердцу. Друзья мои, когда Бог приходит, ты не можешь не полюбить Его. Когда Он касается твоего духа, ты не можешь не полюбить Его. Друзья мои, это второй способ. Есть еще третий способ. Я его называю так, это разговор двух и более человек. Разговор двух и более человек. Суть этого метода в том, что вы не один читаете, а с кем-то. И прочитав какое-то местописание с кем-то, может быть, двое, может быть, трое, может быть, четверо, я говорю не о собрании, я говорю о узком круге людей. И потом вы начинаете рассуждать о прочитанном. Вот знаете, например, у евреев есть такая интересная фраза. Когда собираются, например, два человека, и они читают Тору, они говорят, давай поспорим, давай поспорим. Но понятие спора у них не то, как мы понимаем спорить. Когда мы спорим, мы что делаем? Мы доказываем. Я прав, у меня все правильно, ты не прав. Два красных человека с красными лицами, они спорят и доказывают. Нет, там смысл совсем другой. Давай поспорим, это значит, ты задавай вопросы, а я буду тебе отвечать. А потом я буду задавать вопросы, а ты будешь мне отвечать. Именно по закону, который они читают. Вот такая практика, это диалог, диалог двух людей. Я скажу вам, это очень тоже действенный метод. Я его использую в двух случаях, этот метод. Как правило, когда я беседую с женой, когда мы общаемся с женой, и когда я собираю семью для семейного общения дома. Вот мы так и делаем. Хотя у меня с супругой есть много о чем поговорить. Мы любим говорить друг с другом, но мы любим говорить и о Божьем слове. И прочитали несколько стихов, я ей вопросы задаю, она отвечает, а потом она что-то меня спрашивает, я отвечаю. Когда мы с семьей собираемся в кругу семьи, прочитали буквально один стих, а потом начинаются вопросы, причем вопросы всем до единого, без исключения. Как ты понимаешь, как ты рассуждаешь, как ты можешь ответить на данный вопрос и так далее. Я скажу вам, я порой, когда вот в таком диалоге о Слове Божьем сам говорю, сам, меня же спросили, я говорю, и вдруг я понимаю, я понимаю, что какое-то откровение пришло, какая-то истина открылась, прям как будто вот солнце из-за тучи вышло, и просто что-то мне открылось. Я скажу вам, многие проповеди, которые я говорю в собраниях, они родились именно при диалоге. Когда мы с семьей рассуждаем, я говорю, друзья мои, дети мои, это прекрасная проповедь, я постараюсь ее сказать в одном из ближайших собраний, потому что какая-то истина открылась, и только осталось поработать над этим текстом, молитвенно поработать, еще углубиться, а уже, в принципе, уже есть слово, которое коснулось моего сердца. Друзья мои, есть еще четвертый метод. Это просто читайте Слово Божие. Что мы, наверное, многие делаем. Читайте много, много читайте, по порядку читайте. Кто-то начинает с бытия до откровения, но у меня, например, другой метод. Я делю Библию на шесть частей. Три части в Верхом Завете и три части в Новом Завете. Почитал главу, в одной части главу, в другую главу, в третью главу и в Новом Завете, может быть, пять, шесть глав, больше или меньше, неважно. Читайте много, читайте. И когда вы читаете много, это тоже метод. Метод. И какое-то слово вас коснулось, какое-то слово вас зацепило, какая-то фраза зацепила вас. Остановитесь. Просто выпишите, просто пометьте. Даже, может быть, в данный момент не останавливаясь, вы потом, вы же записали в свой блокнотик, вы потом к этой фразе вернетесь, потому что она коснулась вас, заинтересовала вас. И читайте дальше. Это тоже обогащает и приносит благословение. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, вот все, подводя итог, вот я говорю, я практикую все четыре метода. Вы уже выбирайте сами. Может, у вас есть свои пути, есть свои методы. это тоже благословенно. Но я повторяю, что когда мы это делаем, откровение приходит. И Псалом 5 говорит в том же 118-м Псалме, я радуюсь слову твоему, как получивши, что? Великую прибыль. Вы знаете, вот когда у нас убывает, мы не радуемся, нам тяжело, или что-то у нас теряется, ломается, но когда прибыль, это приносит такую радость. Вот недавно мне рассказывали, одна сестра, одна сестра там через госуслуги, она там заполнила там какие-то там данные, и там на детей пришло, ей скинули на карту больше 200 тысяч рублей. Она говорит, я же закричала, я закричала от радости, закричала. А почему она закричала? Прибыль пришла. А если бы у нее украли бы 200 тысяч рублей, она бы кричала, от радости, наверное, вопияла бы, наверное, от слез и боли. Нет, она, я кричала от радости, денег столько привалило, столько скинули. Аллилуйя, слава Господу. Друзья мои, когда вот откровение приходит Божие, мы можем даже кричать будем, Господи, всю жизнь читала это местописание, никогда не обращала внимания, а вдруг такая истина, которая веру во мне рождает, возрождает, и я уповаю на Господа, иду, преодолевая преграды, трудности, проблемы. Откровение пришло. Скажите, после всего этого, разве можно не любить Божье Слово? Разве можно не любить Господа? Не представляю, мы будем любить. Ну, друзья мои, еще же у меня вторая часть есть, да? И, наверное, более трудная, более трудная. Ну, хорошо, мы-то взрослые, нам как-то, мы можем более себя организовать, как-то к Богу приблизиться, а вот другой вопрос, вот как, как привить эту любовь, привить любовь к детям, к детям. Дорогие мои братья и сестры, давайте поймем очень важный закон, закон. если ты сам поверхностно читаешь Библию, не глубоко, без вкуса, не углубляясь, как ты можешь привить другому человеку любовь к Божьему Слову? А закон в следующем, что имею, то даю. Сам имеешь, ты другим передашь, сам не имеешь, что ты передашь другим, что имею, то даю. я так немножко размышлял, конечно, так вот смотрел на свою семью, на своих детей, я смотрел на вот детей в воскресной школе, в нашей поместной церкви, ну и так далее. я понимаю одну вещь, вот чтобы любить Божье Слово, должно быть выполнено важное условие, человек должен быть рожден свыше, должен быть рожден свыше. Мертвый человек, ну, поверьте, он не может любить, вот если бы мертво лежал бы здесь, вы убеждаете его, хоть весь день дорогой, надо любить, надо любить, а он не отвечает любовью, он мертвый. А если духовно мертвый? А если духовно, да, мы должны работать, мы должны работать с детьми и так далее, но наша работа главным образом заключается в том, чтобы подвести его, чтобы к встрече с Богом, к встрече с Иисусом Христом, чтобы он принял Иисуса, покаяться, принял Иисуса, и чтобы жизнь Слово принял, и чтобы жизнь вошла. Я помню, вот себя вспоминаю, когда у меня лично произошла встреча с Иисусом, мне было 10 лет, я жил в Средней Азии, хотя мама меня с детства носила в церковь, в дом молитвы, с детства. Моя бабушка была хорошей христианкой, там несколько поколений было верующих в моем роду, вот по линии мамы. Потом я подрастал, она меня за ручку водила в собрание с детства. Она работала со мной, мама. Она читала мне, она читала нам, у нас было три брата, она читала нам по утрам Слово Божье, читала. Но я лично не читал. Она читала, ну в собрании что-то слышал, а в собрании сидел и думал, быстрее бы собрание закончилось, быстрее бы, домой хочется, но два часа высиживал. Сегодня дети часто не могут два часа даже высидеть, высиживал. Но в одном собрании, в одном из собраний, и Дух Божий коснулся моего сердца. Что-то там внутри произошло. В те времена кафедры не вызывали и не выходили. Ну так было. Вот там, где я был в собрании, я там во время общей молитвы упал на колени. Десять лет мне было, Господи, я каюсь, я грешник, прости меня, Господь, Иисус, вводи в мое сердце, вводи в мою жизнь. Когда я встал с колен, я встал другим человеком. Я это переживание помню, как сейчас выражаются, другим человеком. Я готов был лететь, дайте мне крылья, я полетел бы. Что-то там внутри меня торжествовало, какой-то мир, покой пришел, радость пришла, упование пришло, вера пришла. В 12 лет я прочитал всю Библию от корки до корки. И с тех пор я потом читал Библию и до сих пор читаю. Когда что-то произошло, когда вот Иисус вошел в мое сердце, рождение свыше произошло, вот меня стало влечь, ты влек меня, я увлечен. Меня повлекло к этому Божьему Слову. Конечно, я прочитал, я не все сразу и понял, конечно, это не важно было на тот момент, я все равно читал и читал и читал. Примерно за год в 12 лет я прочитал всю Библию. Друзья мои, поэтому мы с вами должны помочь детям, это и в воскресной школе, это и в семьях, помочь им, чтобы они оказались в таких условиях, чтобы подвести их к рождению свыше. Знаете, мне одна фраза понравилась, она звучит так, и кто-то хорошо сказал, нет плохих детей, есть дети, которым плохо. Нет плохих детей, есть дети, которым плохо. И почему многие дети даже не могут прийти к Иисусу, хотя они в воскресной школе, но они не рожденные свыше многие, потому что им плохо. Им плохо в семье, им плохо внутри себя, им плохо еще где-то. Мы говорим, какой ребенок ужасный, какой он такой противный, да вот я преподаватель, сколько с ним бьюсь, бьюсь, вот никак не получается, какой он плохой. Создайте условия ему. Что это значит, друзья мои? ко мне пришел недавно один юноша, лет, по-моему, ему 19-18, он с одной из церквей нашего города пришел и многими такими тяжелыми проблемами со мной делится. Брат Олег, что делать? Вот и то, и другое, и там грешу, и там грешу, и там грешу. Ну, стали беседовать, конечно, по многим направлениям. И потом я задал вопрос, вообще вы в семье собираетесь вот так вот дома, чтобы папа, мама, семья большая у них, большая семья, чтобы вот так вот почитать вместе, помолиться, семейное общение провести. Он говорит, собираемся, собираемся, но там столько было грусти, грусти в его голосе. Вот папа собрал нас всех, он стоит с Библией в руках и кричит на всех нас, детей. Не так повернулся, крик, не так что-то сделал, крик, и этот человек, который занимает определенный статус в церкви, не буду называть, и кричит. Как вы думаете, в такой атмосфере, даже с Библией в руках, может ли он, этот юноша, как-то открыть свое сердце для Иисуса, для Бога? Не думаю, не думаю. Поэтому от нас, взрослых, когда мы работаем с детьми, повторяю, в семье или в церкви, очень много что зависит. Зависит. И чтобы эти были условия созданы, я скажу вам, вот один из важных элементов, будьте духовным человеком и имейте духовный авторитет в глазах ребенка. Будьте духовным человеком, христианином, и имейте духовный авторитет в глазах ребенка. Чтобы это понять, давайте вспомним. Мы все с вами учились в школе. Я абсолютно убежден, что у многих из нас или у всех из нас были любимые предметы, а были нелюбимые предметы. Почему такая разница? Как правило, это было связано с учителем. Если мы ненавидели преподавателя, учителя, у нас точно такое же отношение было к его предмету. И наоборот, если мы любили учителя, вот он какой-то вес имел, мы любили предмет его. Вот у меня самый ненавистный предмет в школе, хотя я был отличником, я хорошо на отличном учился, это химия, это было как гороховая каша, которая для меня это химия. Я просто ее страшно не любил. А знаете почему? Вела там такая бабулечка была, старенькая, таким нудным голосом, вот есть люди, которым не дано преподавать, там она ей не важно слушать, понимают, не понимают, и своим нудным голосочком пытается объяснять, весь урок контрольный, ничего не понимаешь, садись, два. Ты объясни по-нормальному, объясни. Для меня это химия, это было какое-то испытание в моей жизни. Это в школе. Поступил в техникум. Химия. С каким страшным чувством я шел на химию на первые уроки в техникуме. Что вы думаете? Это был один из моих любимых предметов в техникуме. Химия. Другой преподаватель, молодая женщина, но она так жива, так грамотна, она так эту таблицу Менделеева рассказала. Я стал все понимать. эти все валетности, эти все вот эти как эти уравнения, я все стал понимать. Это я просто щелкал как орешки эти все задачи по химии. Это был талант с большой буквы преподавателя. И химия стала для меня любимым предметом. Вот так бывает. Друзья мои, поэтому и от нас тоже с вами много что зависит. И поэтому если знаете вот мы где-то исходим на какое-то ворчание, на какой-то крик, на какую-то чрезмерную строгость, иногда хотят детей сформировать какой-то чрезмерной строгостью, чтобы трепетали дети в присутствии преподавателя. И даже в христианской среде не думаю, что это поднимет ваш авторитет в глазах детей. Не это поднимает авторитет. Если преподаватели приходят на урок, а у них накрашенные ногти, такие вещи есть, накрашенные ногти приходят, это не поднимет духовного авторитета. Ну да, может на тебя будут смотреть умными глазами, но они же понимают дети, о чем братья проповедуют, о чем братья говорят, а вот она красавица пришла на урок и вот в таком виде. Это не поднимет авторитет за мои. Имейте духовный авторитет и имейте духовное влияние. Вы помните, что апостол Павел говорил о Тимофее? Ты с детства знаешь священные писания, которые могут тебя возрасти во спасение, умудрить во спасение. А почему с детства? Да он любил с детства Тимофея, читал с детства, вырос, читает, любит и служитель, и он все равно любит. Что там в детстве произошло? А там сказано, в другом месте говорится о нелицемерной вере Тимофея, и там апостол Павел говорит, что это же нелицемерная вера была в твоей бабушке, ну, в слово бабка не нравится, не нравится, в твоей бабушке Лаиде, матери Евники, уверен, что она и в тебе. Оказывается, там были духовные авторитеты перед Тимофеем с детства, бабушка, мама. Это вопрос семьи, это сфера семьи. Поэтому он с ними так любил читать Священное Писание. Конечно, друзья, второй очень важный пункт для нас с вами, будьте не только духовным авторитетом, просто будьте интересным человеком в общении с детьми, будьте интересным человеком. Вот я иной раз применяю метод в семейном общении. Я не только собираюсь в семью, чтобы почитать Библию, помолиться, какую-то Божию истину им преподать, нет. Я даже иной раз готовлюсь к семейному общению. Знаете как? Я готовлю интересные вопросы, даже не связанные с Библией. Например, я собрал свою семью и задаю вопрос, скажите, пожалуйста, мне, какое море, которое не имеет берегов. Вы можете мне назвать море, вы же географию учите, в школе учите, какое море, которое берегов не имеет. Да, правильно, Саргасово. И я начал рассказывать интересные истории, информацию о Саргасовом море, оно внутри Атлантического океана находится, там очень много интересных, там же рядом Бермудский треугольник находится, ну и так далее. Дети с таким интересом слушали, они какие-то задавали вопросы, ну, на что я знал, я с умным видом, я, конечно, им отвечал, рассказывал, им неинтересно было. А потом мы перешли плавно на Библию, стали о Библии говорить и так далее. Знаете, немножко тоже надо иметь кругозор, потому что, когда Христос был на земле, Он говорил о многих вещах, Он говорил и о птицах, Он говорил о растениях, Он говорил о земле, Он говорил о почве, Он говорил о многих вещах, Он знал много чего, ну, понятно, Он Бог, но Он знал, Он об этом говорил, будьте интересным собеседником, тогда, знаете, тогда дети, они с восторгом будут от вас и Слово Божие принимать. Я помню, или мое время уже вышло? Немножко дали мне еще чуть-чуть место. Вот важность будет быть интересным человеком. Я приехал к дяде своему, мне было 15 лет, это был такой, знаете, вот возраст, когда вот и мир тянет, и то ли за Богом, хотя уже, да, уже Бог возродил меня свыше, но много было искушений, много было соблазнов, как и сегодня у многих юношей, и приехал к дяде, я жил в Узбекистане, приехал в Новокузнецк, он был очень интересным собеседником, скажу, Библию он знал прекрасно, он Библию цитировал, он не просто цитировал, он понимал Библию, он такие вещи, глубоко умел копать Слово Божие, и общаясь с ним, знаете, что он мне начал рассказывать? Он мне рассказал книгу Виктора Гюго «Человек, который смеется». Вы читали, не читали, я не знаю, но я с таким, в 15 лет я с таким слушал вниманием, он так подробно ее рассказывал, эту книгу, мне было очень интересно с ним, когда он начал мне о Слове Божьем говорить, я с упоением слушал, он авторитет имел передо мною, друзья мои, поэтому это очень, очень важно, очень важно. я еще один пример расскажу, вот когда я жил в Среднязии, у нас был служитель, что интересно, когда вот он у нас с нами, с подростками встречался, встречался, да, мы как служители, мы стараемся духовные истины преподать, по Слову Божию, там их наставить, все, он нет, он так с нами встречался, говорит, братья, чем вы занимаетесь вообще вот в своей жизни, я футболом занимаюсь, он нам столько про футбол рассказал, вы знаете, я был удивлен, пастор церкви, причем, это был потом начальствующий епископ по всему Узбекистану, он про футбол, какие-то вещи знал, он знал, как с подростками общаться, меня спрашивает, Олег, ты чем занимаешься, тяжелой атлетикой, он начал меня спрашивать, какой тебе вес, рывок, толчок, жим там, откуда он вообще такие понятия знает, рывок, толчок, пастор церкви, ну я понимаю, если бы я что-то там про Библию, он спросил бы, он начал мне про тяжелую атлетику рассказывать, он знал спортсменов каких-то и так далее, друзья мои, мы с таким восхищением смотрели, а потом он плавно переходил на духовные беседы, он наше внимание уже приковал, приковал, мы могли его часами слушать, и мы слушали, слушали, поэтому, друзья мои, будьте интересными людьми, не будьте нудными преподавателями, будьте интересными, будьте духовными, духовными, ну конечно, очень важно стоять в молитвенном, в пролом, встать в молитвенный, потому что без молитвы, я думаю, что одна из причин, почему Бог коснулся меня в 10 лет, потому что мама очень сильно за меня молилась, я когда, а когда утром просыпался, я слышал молитву мамы из другой комнаты, и слышу, она, она мое имя произносит, Господи, ты видишь мое дитя, ты видишь моего сына, Господи, коснись, Господи, она моляет, я ложусь спать, а мама молится, я слышу ее молитву, опять мое имя в ее молитве, ей 83 года, она до сих пор за меня молится, сынок, я за тебя молюсь, и за твоих детей молюсь, и так далее, это пролом молитвенный, молитвенный, друзья мои, ну и последняя мысль, придем к молитве, вот даже в названии, в названии, как привить, привить любовь ребенку, любовь к Слову Божьему, вообще слово привить, это прививка, вот чтобы веть привить к дереву, что нужно сделать, там надрез нужно сделать, там рана должна быть, рана, и в эту рану туда уже вставляют эту ветвь, там заматывают уже, прививают, я скажу вам, вот так привить любовь налегке не получится, что многие пытаются налегке, ну я же сказала, я урок приготовил, я там или что-то еще, все, теперь он не будет любить, это рана будет, это будет боль, это будут слезы, это будут молитвы, это будет жертвенность, это нужно много что жертвовать, чтобы вот, чтобы ребенок полюбил Бога, если это это раны будут, эти слезы будут, мы сеем со слезами, а пожинаем как? С радостью, и ты увидишь, и вдруг что-то Дух Божий сделает с нашими детьми, в группе или то, в семье или то, поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы сами любили Слово Божие, и чтобы были способны передать, привить нашим детям, и тогда придет время, мы будем ликовать, как сказал апостол Иоанн, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои, что? Ходят в истине, аллилуйя, ходят в истине, пусть нам Бог в этом поможет, аминь, помолимся. Братья и сестры, слава Господу за этот день, я очень рад здесь быть, очень рад передать привет от наших братьев, от тех, кто у вас был, брата Ивана Климова просил передать привет, особенный брат Василий Николаевич Оленников, наш епископ, ну и остальных служителей, молодежь, кто знал о томских с хорошей стороны, с плохой мы не знали, ее, наверное, нет, вот, тоже передают привет. Мне бы хотелось сегодня вместе с вами поговорить на такую тему, сегодня вообще такой лейб-мотив конференции, это про служение, мы говорим о служении, да, здесь собрались люди, которые занимаются, я считаю, одним из важнейших, стратегически важных служений в церкви, это работа с детьми, работа с подростками, сам я занимаюсь с подростками, служу им, вот, в отношении именно их, больше, сотреточное служение мое, и мне бы сегодня хотелось поговорить с вами об обеспечении призвания. Слово призвание мы можем понимать по-разному, мы сейчас не будем вдаваться в споры там, Кальвина и других людей о призвании, об избрании и так далее, для цели сегодняшнего разговора я бы хотел обозначить призвание как соответствие нашего труда Божьей воли, то есть Богу угодно, чтобы мы служили определенным образом, и мы должны качественно наш труд так преподавать, да, чтобы то, что мы делали, называлось призванием, чтобы это не было просто механическим каким-то действием, мы можем очень много проектов провернуть, просто потому, что нам нравится, потому, что мы такие активисты, потому, что мы без дела не можем сидеть и от скуки на все руки, но Бог хотел бы от нас и хочет, и повелевает, да, все-таки исполнить призвание, исполнить служение определенное, а не просто активность. Римлянам 12.1 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Апостол Павел пишет и умоляет, умоляет римлян, а равно и нас с вами умоляет, да, мы читаем описание, мы применяем его к себе, брат Олег очень хорошую проповедь сказал, благодарю его за нее, вот, и Павел умоляет, мы понимаем нас сегодня, милосердием Божьим буквально, да, чтобы мы, наши ресурсы, тела, потому что тело наше тоже в духовном мире, это не отдельный мир какой-то. Придали в жертву живую, представили, благоугодную Богу, и в оригинале здесь стоит слово не просто для разумного служения, а для духовного служения. Знаете, когда человек трудится, у него на определенных этапах жизни может возникать вопрос, а то ли я делаю вообще, что мне Бог велел, а то ли у меня предназначение, а какое у меня особое призвание, а не пропустил ли я Божий призыв, знаете, общий призыв, мы, надеюсь, никто не пропустили, общий Божий призыв, он звучит так, что Бог повелевает всем людям покаяться, мы знаем об этом, это общий призыв, мы его приняли, а вот особый призыв, особое призвание, человек порой думает, он трудится, он делает дело, на которое его поставили, воскресная школа, занимается с ребятишками, и может происходить в голове, а то ли у меня предназначение, мы ведь слышим порой проповеди о том, что надо исполнять предназначение, если ты молоток, ты не можешь забивать, крутить саморезы, не можешь там отверткой забивать гвозди и так далее, вот это все, где же мое, а вдруг это не мое, да, и знаете, я бы сегодня хотел сказать именно о том, что нам важнее, для того, чтобы мы были уверены в том, что мы делаем Божье дело угодное, задавать себе вопрос, не что нам делать, а кем нам быть, не что нам делать, а кем нам быть, говорят таблицы Менделеева, сначала приснилось Пушкину, но он не знал, что с ней делать, надо быть определенного качества человеком, надо быть готовым, 2 Тимофея 3,17, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, смотрите, Божий человек совершен, и он ко всякому доброму делу приготовлен, фактически, это говорится о том, что вот возникла нужда, и мы готовы другое дело тоже начать делать, если нас видят в этом братья, об этом тоже скажу отдельно, да, вот, если Бог нас к этому ведет, да, определенным образом, и у нас это получается, и есть нужда закрыть какой-то вопрос, может быть такое, но мы не должны размышлять, а вдруг это не мое, а вдруг это я вот не тем занимаюсь, тем, братья и сестры, тем, это очень важное служение, но важно создавать предпосылки к тому, чтобы наш труд был угоден Богу, предпосылки, обеспечивать труд, знаете, вот, любая валюта чем-то обеспечивается, золотовалютным резервом, да, золотыми слитками, там где-то лежат в хранилищах, которые охраняются так, что не пробиться к ним никак, производим товаром, у нас нефти, много ресурсов каких-то и так далее, политическим влиянием государства обеспечивается валюта, есть такая страна, Венесуэла, валюта этой страны, для того, чтобы напечатать одну купюру, надо потратить больше денег, чем эта купюра стоит сама по себе, бумага, на которой печатается эта деньга, стоит дороже, чем эта деньга, потому что валюта ничем не обеспечена, ничем не обеспечена, и бывает такое, человек в сомнениях своих находится, только потому, что его призвание, его труд, он не обеспечен, он как бы не подготовил обеспечение, снабжение своего труда, ничем не подкреплен, он видит, он в церкви вырос, надо служить, надо что-то делать, хорошее желание, правильное, слава Богу за это, но знаете, представьте себе соревнования, атлеты готовятся на пробежку, и с ними выхожу бежать я, я с атлетами тягаться не смогу, если только с котлетами, вот, но знаете, нам важно понимать, нам важно понимать, что в служении точно так же, если мы не будем наделены определенными качествами, если мы не будем готовиться, если мы не будем обеспечивать свое призвание, то мы постоянно будем сомневаться, у нас что-то будет не получаться, у нас не будет уверенности в том, что мы делаем, и это очень такое состояние неправильное. Смотрите, книга Даниила, 5 глава, 12 стих, о Данииле говорят люди, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. И знаете, Даниил, будучи пленником, будучи в стране, которая вообще с другими законами, в той стране, где он жил, был закон Божий, как законодательная база, как конституция у нас, был закон Божий у них, да, пришел в другое государство, и некоторые его сверстники, они приняли законы той страны, и они, может быть, хорошо учились, они были послушными подчиненными, возможно, где-то что-то и управляли, но у них ничего не сказано. Сказано о Данииле, и Даниил, я удивляюсь, ему Бог дал такую, такой высокий дух, ведение и разум в нем был, да, что он положил в сердце не оскверняться от идолов, и получил вот эти предпосылки, он пережил несколько политических режимов, и никто его не сдвигал. Как говорят, новая метла по-новому метет, а его никуда не смели, он остался на месте, потому что был высокий дух, ведение и разум. Таким человеком дорожили, такой человек исполнял свое призвание. А какое было его призвание? Да на определенный момент времени одно, потом другое, мы видим, что у него могли и должности меняться, в принципе, да, но при этом все равно у него был высокий дух, ведение и разум. Он создавал определенные предпосылки, он обеспечивал свое призвание. И вот чем же должно быть обеспечено наше призвание? Я бы хотел поговорить о трех моментах, о трех аспектах обеспечения нашего призвания. Я бы хотел пойти, они так связаны друг с другом, проистекают одно из другого. И первый аспект очень важный, чем обеспечено наше призвание? Должно быть обеспечено это правильным мотивом. Правильным мотивом. Мы должны отвечать себе на вопрос, зачем я служу? Для чего я служу? К сожалению, так бывает, но вы знаете, да, человек может с разными мотивами служить, как с пением. Вот у вас мотивы некоторых песен немного отличаются от пермских. У нас есть одна деревня в крае, там одно время было очень много бабушек, у них все песни были на один мотив. Вот так вот бывает, да? То есть, что подразумевает, что же двигает человеком, то как бы его и определяет. Однажды моя дочка, когда я пришел домой, она говорит, тебе мама говорила, что я делала? Нет. А бабушка? Нет. Я говорю, так ты скажи. Так ты спроси у них, что я себя хвалить-то буду? Понимаете, да, как бы вроде не хотела похвалить, но мотив-то был как раз-таки похвалиться. Вы это понимаете, да? А какой мотив в наших правильных механических действиях в служении? Вот об этом я бы хотел поговорить. Я скажу, что я очень пережил в своей жизни, я хотел бы сказать, что я переживал это, и это вот то, что Бог мне открыл. Я думаю, вы это все знаете, но вот я бы хотел своим опытом поделиться, когда Бог мне начал говорить в свое время, я еще был подростком, он говорил пророчески, что я буду служить ему, я буду о любви Божьей рассказывать, и вот настал момент уже, как бы я женат был, трудился, и Бог начал меня переворачивать. Я увидел себя, какой я есть на самом деле, да? Вот. И я думаю, Господи, зачем я тебе служу? Зачем, точнее, мне тебе вот такому, как я сейчас служить, зачем тебе нужен мой труд? Зачем, зачем это надо? Неужели другого не поставить, какого-то более совершенного и так далее? Я размышлял в тот момент, это примерно 10 лет назад, о том, как же мне правильно служить, какие мотивы бывают? И я увидел, что один из мотивов неправильных, когда человек служит, делает труд в церкви, и они называют, а служат Богу, потому что он хочет сделать себе имя. Книга Бытие, 11 глава, 3-4 стих. Это о цивилизации, которая после потопа возникла, в Синарскую долину пришли люди, они произвели революцию, они вместо камней сделали кирпичи, судя по всему, до этого никто до этого не догадался, да? В строительстве произвели революцию, практически айфон придумали, можно сказать, на тот момент, да? Паровой двигатель и так далее. Написано, сделаем, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и ставим кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести, им это понравилось. Они такие, мы что-то можем, мы сейчас себе имя сделаем. И сказали, построим себе город, башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. Смотрите, они заделали, задумали огромный проект, большой проект, серьезный проект. Они понимали даже в какой-то момент, и тогда понимали, что Богу, скорее всего, он не угоден, и действия уже не угодны Богу, они не служили Богу этим самым, а могли ведь храм Богу построить, да, к примеру, из этих же камней, удобно ведь из кирпичей строить, а не из камней тесать и так далее, и надежно, и хорошо, но нет, они делали себе имя. И знаете, когда человек, надо понимать, надо проверять себя, а нет ли у меня такого желания где-то сделать себе имя? Нет ли у меня такого желания где-то реализоваться? И вот, братья и сестры, я, к сожалению, часто слышу в последнее время, когда человек говорит молодое о служении, он говорит слово реализоваться. Я вас умоляю, забудьте это слово, потому что реализоваться самостоятельно, это сделать себе имя. И когда один человек молится и говорит, Господи, благословимый карьерный рост, как бы одновременно и страшно, и иронично, потому что Бог не благословляет карьерный рост. У Бога карьерный рост, он в глубину, и чем ты больше делаешь, тем ты больше должен понимать, что ты раб ничего не стоящий. И знаете, я так вот думал, как можно себя проверить, да? Смотрите, если, например, мы места себе не находим, когда нас где-то поправляют или у нас что-то не получается, мы прям успокоиться не можем, мы до ночи сидим там, до утра переживаем из-за этого. Возможно, мы хотим сделать не просто хорошо, мы где-то делаем себе имя, потому что нас зацепили. Это наше служение-то неправильное, это нам-то где-то надо поправить себя. Сделаем себе имя. Если мы пытаемся найти изъян в кавычках конкуренте, появилась сестричка, которая тоже трудится, тоже делает, ее вдруг похвалили, а тебя не хвалят. Какой кошмар. Ей дали десятки тысяч, а тебе только тысячи, да? Ну, за душу просто, да, как Сул говорил. Просто он вообще возненавидел. Давида, не радуемся за успехи нашего сотрудника рядом, сделаем себе имя. Если нам тяжело радоваться об успехе другого, сделаем себе имя. Если мы возмущены, если забыли объявить занятия воскресной школы, бывает такое, нет на собраниях? А, то есть это не только в Перми, да? Вот. Давайте подумаем, да, это просто такие тесты. Я говорю, мы должны постоянно себе задавать вопрос. Я не говорю, что мы сразу же провалили все служение, но нам нужно обеспечивать свое служение. Иоанн пишет к церкви. Я писал к церкви, но любящий первенствует них Диатреф не принимает нас. Не написано о том, что Диатреф был хорошим служителем, речистым проповедником или нет, но он хотел быть номер один. Он хотел первенствовать. Он хотел занимать все поле. И у него было свое мнение, судя по всему. Оно расходилось с Иоанном. Если бы Иоанн хвалил Диатрефа, наверное, Диатреф бы говорил, о, Божий человек, но тут другая ситуация. И знаете, в таком состоянии понятно, что он не может исполнять Божье Писание. Ты хочешь какого-то к себе особенного отношения. Моя вторая дочка, она сидит на собрании и говорит, я петь хочу, папа, я сейчас задохнусь. Вот. Я говорю, от воды не задыхаются, в смысле, если много воды будет, то задохнешься. Вот. А если так, то нет, а то у тебя горло пересохло. Потерпи. И у него фраза такая одно время появилась, она говорила, не потерплю. Знаете, мы порой так говорим, нам говорят, потерпи, какое-то отношение к нам, не потерплю. Как так меня тут обличили? Как так мне тут что-то сказали или где-то не дали реализоваться? Господи, сохрани нас от этого, да? Знаете, следующий момент, мы хотим порой удивить Бога. Мы порой хотим удивить Бога своим служением. Мы хотим сделать такое дело, такой мегапроект завернуть, такую воскресную школу, такое подростковое служение, такой заезд семейный сделать. Ну, семейный, вы понимаете, да? Мы все большая семья, вот, подростки и так далее. Вот. Чтобы прям вот все остальные смены затмить, чтобы другие регионы наш опыт перенимали и так далее. И чтобы мы как бы были, ну, номер один опять-таки, да? Чтобы очень хорошо было. Ну, удивить. Мы хотим Бога удивить. Мы хотим Богу сделать что-то, что его бы удивило. Мы так хотим его угостить. И была одна женщина, хорошая женщина, Марфа. Она хотела Богу угостить и заботилась о большом угощении. Не знаю, что она там делала. Шашлык жарила, кулебяки пекла. Что она делала, непонятно, да? Но ее очень раздражала Мария, которая сидела в ноги Иисуса. Очень. Почему? Потому что надо Христа удивить. Надо такое сделать, так его накормить. Большое угощение. Читаем несколько глав назад. Христос накормил пять тысяч. Марфа, ты не знала? Ты как хочешь удивить Бога? Как мы можем удивить Бога? У нас хороший хор, сестры поют, да? Здесь сестры, вы очень хорошо поете. И братья тоже поют. Вот. Знаете, но вы меня простите за сравнение, но хор ангелов на Рождество и вы, да? Ну, не удивим, да, ведь Бога никак? Да, братья и сестры? Сестры понимаете? Сестры понимают, братья тоже кивают. Слава Богу. Вот. Но мы порой хотим удивить, мы хотим что-то такое сделать, да? Но знаете, важно понимать, мы Бога не удивим. Мы не сделаем экстраординарное. И я вам даже открою секрет, о 99% здесь не напишут книги о нашем великом служении и помазании Богу. Да может быть и слава Богу, что не напишут, да? Божьи генералы. Божьи генералы, да. Кстати, сейчас читаю Божьи генералы. Вот. Ну, там некоторых так и писали, что лучше, наверное, и хорошо, что они написали, да? Вот. Но знаете, следующий момент. Следующий момент. Мы хотим помочь Богу. У нас желание Богу помочь. Мы думаем, мы Богу поможем. Как бы схожи, я говорю, здесь перекликаются мотивы, и нам нужно в них разбираться, да? Мы перед Словом Божьим стоим, как перед зеркалом, и причёсываемся, да? Мысли свои расчёсываем, упорядочиваем. Порой человек хочет помочь Богу. Но знаете, здесь, во-первых, надо сказать, что Бог всё может сделать совершенно без нас. Бог использовал ослицу, животное, наделил его разумом, интеллектом выше, чем у пророка Валаам. А он нет. А он нет. Он не смог разобраться. Он её бьёт. Она говорит, я тебе служила верным делом столько лет, ты чё меня бьёшь? А он как будто с ней каждый день разговаривает, да не понимает, что происходит. Богу, Бог может сделать всё без нас. Бог может всё сделать без нас. И знаете, есть две фразы, и вот послушайте, они очень похожи. Первая звучит так, незаменимый. А вторая фраза звучит, незаменённый. Так вот, кем мы чувствуем себя? Надо проверять. Мы чувствуем себя незаменимыми или незаменёнными? И Богу угодно, чтобы мы понимали, что мы просто незаменённые. И тот труд, который мы получили, это не потому, что Бог у нас вдруг стал бессильным. Это унижение Бога. Это богохульство, можно сказать. Надо понимать это очень сильно. Бог всесильный. Он может другого человека вместо тебя поставить, и всё пойдёт дальше. И даже лучше будет ещё. Ты будешь удивляться, как так? Без меня же всё должно было провалиться. Всё движется ещё. Оказывается, ты был каким-то припинающим. Потому что дети мои, когда они мне помогают, знаете, как дети помогают. Более старшие уже помогают, понимаю, научились. А так я папе помогаю нести ведро. И папа тяжелее, там ещё килограмм на 10. Стало у него это ведро, потому что ребёнок повис на этом ведре. Но мы видим, бывает, человек по-человечески пытается так что-то делать, и он только мешает. И это может привести к плохим последствиям. Вторая книга Царь, шестая глава. Пятый, седьмой стих. Это ситуация с Озой, я прочитаю. А Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, с киприсового дерева, на цитрах, на псалтырях, кимпанах, систрах, кимвалах. Когда дошли до гумна Нахонова, мы знаем, что этот человек с завета должны были нести левиты, а везли на колеснице. Хотели помочь. Бог ведь не знает, как будто бы как надо, да? Велел же там специально были шестые для того, чтобы носить этот жертвенник, ой, жертвенник ковчег с завета. Но решили повести, сделать современные технологии внедрить, да? Обучить чему-то там, да? Вот показать всем, как мы можем. И жертвенник, ой, ковчег начал наклоняться. Его запростил руку помочь. И он был поражён. Он упал замертво. И знаете, для меня это большой пример, что если вдруг я думаю, что я незаменимый такой человек, и сейчас без меня ковчег упадёт, я упаду. И если мы думаем, что мы незаменимые в церкви, мы упадём. Однажды у нас был детский заезд один, и там один молодой человек у нас, юноша, ну не юноша ещё, ну юноша лет 11-12, он очень хотел играть в сценки, а он был такой человек, всегда очень активный, его как-то не сделали капитаном команды. Он пошёл, подмолотил капитана команды, забрал у него удостоверение капитана, подходит у нас к брату и говорит, мы с ним договорились, он мой зам, я капитан. Вот он всё хотел как бы номер один быть. И вот, значит, книга, притча, ой, история про эсфирь. Ну кого ему играть в эсфирь? Он говорит, а мана я играть не буду, дайте мне мордыхея. Ему дали мордыхея, как-то убедил, но он умеет брать, он как-то неотступная вдова, он не отстаёт ни от кого, и от правильных судей тоже. И что-то он нашкодил где-то. И его поставили там, оттирать стену какую-то, он там запачил, что-то нарисовал, и он трёт и говорит, я амана играть не буду. Говорит, ты вообще играть не будешь? Он так это услышал, говорит, можно хотя бы амана? Можно хотя бы что-то? И вот знаете, мы должны рассуждать, Господи, помоги мне хоть как-то послужить Тебе, вот хоть какой-то ресурс мой отдать Тебе, всё, что у меня есть, отдать Тебе, это ни в коем случае не помощь Богу, это что-то другое. И вот я рассуждаю, я полгода, братья, сёстры, ни места себе не находил с этим вопросом, Господи, зачем Тебе мой труд? Я гордый человек, я сижу на собрании, и братья подходят, и я вижу, спрашивают, кем будешь, каким будешь проповедовать? Я думаю, каким бы мне сказать, чтобы не подумали, что я гордый? И понимаю, что это само по себе уже гордость, что я так рассуждаю. Ну, Господи, зачем мне Тебе нужно вообще с такими мыслями? Как я могу Тебе служить? И как-то я ехал на электричке, обычно я езжу уже на машине на работу, я еду в электричке, там Камское водохранилище, у нас широкое достаточно место, утро, и мне просто приходит слово, Пётр, любишь ли ты меня? И знаете, у меня просто всё пробило внутри. Оказывается, единственный мотив правильный для того, чтобы мы служили эту любовь к Богу. И Иисус Христос обращался к Петру и говорит, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю, Господи. Ты знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит, посеи овец моих, а вот теперь посеи, а вот теперь иди и трудись. И, друзья, главный мотив наш, обеспечивающий наше призвание, это любовь к Богу, которая выражается в любви к нашему ближнему. И это всегда, всегда служение Богу из любви к Нему равно служение нашему ближнему из любви к Нему. Я это понял, я понял, что, оказывается, мы где-то неправильные ещё вот эти моменты, которые Бог покрывает благодатью, Он освящает меня, отделяет. Они будут всю жизнь происходить. А потом я прочитал, что Бог, Он, начавший у нас доброе дело, совершит его огню Иисуса Христа. Я получил такую радость, друзья, я понял, что мне нужно Бога любить, и это главный мотив. Господи, я люблю тебя, и я буду тебе служить. Я буду твоим детям служить, своим братьям и сёстрам. Друзья, нам важно обеспечивать своё служение любовью к Богу и любовью к нашим ближним. Это пункт номер один. Второй момент, чем нужно обеспечивать наше призвание, это общением с Богом. Общением с Богом. Есть такая гора, в Библии она описывается с двумя названиями. Мы знаем чаще гора Синай, но чаще, на самом деле, используют слово гора Хариф. И мы знаем, что Моисей много раз приходил к этой горе. Когда пас овец, он приходил к этой горе, да, и Бог ему там давал повеление. Потом он вывел народ израильский, и он привёл народ израильский к этой горе Харифу. И гора Хариф – это прообраз Божьего присутствия в нашей жизни. Божьего присутствия в нашей жизни. И Бог, Он как бы призывает нас к своей богатству благодати. Наше призвание начинается от общения с Богом, от общения с Ним. Я подробнее скажу, брат Олег сегодня тоже, в принципе, говорил, в том числе, когда мы с словом дело имеем, мы с Богом общаемся, да. Но знаете, богатство благостью в общении с Богом. Знаете, бывает, человек об этом забывает почему-то. Есть такой человек, он всё ещё живой. Жадко Тодов его зовут. И он родился, но никто из нас, наверное, здесь так не родился. Он родился в самолёте. Его назвали по названию компанией Жадко Айрлайнс. И когда он был рождён в самолёте, когда он летел из своей страны европейской в Австралию, то вот эта компания Жадко Айрлайнс сделала такой ему жест, рекламную компанию, что этот человек может летать на их самолётах бесплатно всю свою жизнь. Представляете, хотели бы мы так? В самолёте нужно родиться. Да, ну сейчас уже не родится. Он ни разу не летал на самолёте за 40 лет. Ни разу не летал на самолёте за 40 лет. Мы родились свыше, но, к сожалению, мы очень редко обращаемся к горе Хариф. К сожалению, я наблюдаю такое, что где-то общение с Богом смещается, и выходит администрирование, какие-то дела важные, советы, совещания и так далее. Это очень важно. Ну, во-первых, к горе Хариф. Я бы хотел о ней поговорить. Вообще общение, что такое общение? Это не просто разговор, это процесс принятия ценностей, никаких ценностей. Общение, оно формирует наш образ мысли. И смотрите, например, когда молодой человек, да и не молодой, брат или сестра, смотрит сериалы, подражает модным идеям, да, смотрит, как в мире люди одеваются. Сегодня набирает популярность эстетика, да, эстетические какие-то переграм-каналы. Раньше Инстаграм был, да, хотя сейчас он тоже есть для грамотных. Вот еще остался выход, и люди идут туда. Ты, когда там находишься, ты перенимаешь ценности этого мира. Когда ты читаешь Писание, когда ты молишься, когда ты уходишь в пост, когда ты посещаешь богослужение, ты общаешься с Богом. И вот я бы хотел поговорить сейчас о двух левитах, одновременно о двух братьях и о двух лидерах. У них очень много общего было, у Моисея и у Аарона. Но знаете, что произошло? Когда они пришли к горе Хариф, они заняли там разное место. Моисей поднялся на гору Хариф, о нем я скажу позже. Аарон остался под горой Хариф. Моисей пошел в общение с Богом. Там обменивался ценностями. Аарон обменивался ценностями с народом, который был внизу. И мы знаем, к чему это привело, к идолопоклонству. И когда Моисей, возмущенный, праведно, спущается вниз, начинает беседовать с Аароном. Не беседовать, а ругать его, можно сказать. Было за что. Но Аарон, не понимая, говорит, в свойственной евреем манере, они сказали мне, сделай нам Бога, который шел перед нами. И я сказал им, у кого есть золото, снимите себя. И отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Знаете, общение по такому принципу и происходит. Я скажу здесь, очень важная аналогия и прообраз, который мы должны понять. Смотрите, Аарон сказал, просто что-то само по себе произошло. И порой человек, который грешит, он не понимает предпосылок. Как это так, он пришел ко греху? Как это так, он постоянно конфликтует с кем-то? Один маленький мальчик у нас говорил, как я могу один такой маленький, этих больших раздражать? А он реально доводил. Ну на самом деле доводил. Ну я видел, как это, они однажды его с лесенки спустили, грешники. Но знаете, оказывается, вот человек, случилось, вышел телец, согрешил, наорал, не сдержался, законфликтовал, позовел. Как так получилось? Вышел телец, сам по себе, Аарон, ты что лукавишь? Ты сначала принимал золото у народа, украшение у народа. Знаете, это для нас образ, как сегодня человек, труженик, левит. Он принимает ценности мира, то, что миру дорого. Он берет, смотрит, там люди много зарабатывают, так я тоже должен. Мы в конце концов должны быть богаче остальных, показать им, где Бог-то в конце концов. Возьму четыре работы, ударюсь в финансовую пирамиду какую-нибудь и так далее. Не знаю, застала ли вас эта беда здесь. Мы слышим об этом, не про вас, про другие регионы. У нас, к сожалению, тоже некоторые приближенные в этом. В суету какую-то попали. Внешность смотрит, как там в мире нынче. Одна сестра мне призналась. Я, говорит, думаю о противоположном поле и понять ему, почему. Искушение приходит. Почему это происходит? Я у сериала не смотрю, романы не читаю. Что происходит? Я, говорит, поняла. У меня в Телеграме, ну, мессенджер, молодые люди знают, очень много эстетических каналов, где красивые фоточки, где, казалось бы, даже про Бога. Бог хочет обнять всех. И юноша обнимает девушку на этой фотографии. Да. Какая-то красивая чашечка кофе, там, на закате, на востоке, там, еще где-то, да. И все такое красивое. И я поняла, что это просто образ мира сегодня. Бог, хотя чей в этом выражается. Я поэтому постоянно попадаю. Она не грешит. Она понимает, что где-то не то что-то, да. Внешность, еще что-то. Ценности какие-то вдруг для тебя становятся нормой. Ты взял золото Аарону народа, как так просто вышел Телецный? Не просто взял. Говорит, бросил в огонь. Как вы думаете, вот если я просто в костер брошу, я застал то время, не знаю, Саша застал или нет, когда плавили свинец. Плавил в костре свинец? Нет, Саша уже не плавил, все. Я говорю, все-таки я к вам ближе. Они, Гудрон, не жевали никто вообще. А я жевал, да, я тоже жевал. Вы не жили, можно сказать. Вот, вы только в орбит-то еле застали, сейчас уже опять он из страны уходит. Но знаете, не просто так, не бросишь свинец, чтобы вышел Телец, извините, это надо уметь. И он вообще-то подготовил почву для этого. Он делал литье в землю, самое древнее литье какое было. Он углубление сделал определенной формы, да. В глине там, да, ну в почве, то есть составил отливки. Как так вышел Телец, извините, пожалуйста. Да ты форму сам сделал, ты подготовил почву для принятия ценностей. Друзья, нам надо очень важно наблюдать, а не готовим ли мы почву для принятия мирских ценностей. Если у нас мирских друзей много, я вообще не понимаю, как так мирские друзья. Друзья – это все-таки уже обмен ценностями, обмен общениями. Если мы их вовлекаем в церковь, в служение, пойдемте, покаяться надо, тут Бог тебя наполнит, да, мы свидетельствуем это одно. Но когда мы на дни рождения к неверующим ходим часто, знаете, сколько я видел молодых сестер и братьев, которые говорят, мы неверующие подруги лучше, чем в церкви. И она падает после этого, совсем короткий 40 проходит. Ты почву готовишь, ты в этом обществе маринуешься. Когда у тебя смартфон постоянно с тобой, ты не регулируешь соответственный график никакой. Это очень важный момент, друзья, я сегодня вижу, и особенно с подростками, и молодежью, и до 17 лет точно, да, что если у молодого человека есть смартфон, 90% что он грешит, 90%, иногда 101%, в некоторых категориях 101%, я некоторых прям забираю смартфон на полтора года, и они грехи все начинают побеждать. Что происходит? Почва готовится определенная, он смотрит, там получает определенные образы, мы к образам еще вернемся скоро. Дальше что делал, смотрите, Аарон, разжигал огонь и плавил золото, он переваривал это, переплавлял в какую-то форму, знаете, такое бывает, человек, который в служении, он не ищет Божьего откровения, он ищет методы там надергивает, бизнес-тренеров наслушается, успешный успех, где-то эстетику поймает, печать мира положит на себя, и потом несет это в церковь. Музыку определенную несет в церковь, внешний вид несет в церковь. Что ты делаешь? Ты переварил мирские ценности и пытаешься преподать это как ценности здесь? И смотрите, Аарон стал идеологом и дал поклонство, с него это началось, потому что он уже принес тельца этому же народу. Господи, сохрани нас от этого. Что было с Моисеем в это время? В это время Бог несколько глав посвящается тому, что он там говорил, он общается с Богом. Смотрите, с 25 по 31 главу Бог дает Моисею точные наставления о Скинии. Точные. Он ему дает просто проект. Он ему дает наставления, как поступать. Определенные правила, заповеди дает. И Моисей спускается с горы, озаренный, на него люди смотреть не могли. Покрывалом приходилось лицо закрывать. Но самое важное было не свет, который исходил, самое важное было, что вот здесь. Ну, в сердце, говорят, в Ветхом Завете это печень называется. В духовном человеке что произошло? Он получил откровение от Бога. Он получил четкий проект, что делать. Друзья, можете записать прямо. Общение с Богом дает нам понимание, уверенность и готовность исполнить призвание. Понимание, уверенность и готовность. Как нам поступать на работе, в семье, в церкви. Как с детьми выстраивать коммуникации. Как взаимодействовать с персоналом, который служит вместе с вами. Со служителями и так далее. Как поступить в той или иной ситуации. Бог даже открывает глаза и наш ум переворачивает. Когда мне было лет 17, я очень переживал. Меня некоторые люди обижали, как я думал на тот момент. И я пытался их простить. Я говорил, Господи, помоги мне их простить. И не прощалось. Прям обиды. Я чувствую, мне плохо самому. Все вот так вот пережимает. Дух-то ведь не работает, где обида. И я обращаюсь к Богу, прошу Его. Пост взял. Молюсь. И Бог так наполнил меня. И вот как брат Олег сегодня говорил, другим человеком встал. Знаете что? Я начал плакать. Я начал исповедовать вслух грехи, о которых я себе признать не мог. О неприязни к этим людям и так далее. Что я их не люблю. А должен любить. И Бог освобождает. И я встал с колен. И думаете, я мог их простить? Я нужды не видел в этом. Я пошел просить прощения у них. Потому что все перевернулось. Ты в Божьем общении. Тебе говорит Бог. И ты на голове стоишь. Ты встань на ноги. У тебя уже глаза кровью залились. Знаете, Бог просто дает наставление. Я вам расскажу. Студенты не особо вникайте. Надо трудиться. И работает лучше, чем я, когда я учился. Получая первое высшее образование. Но я не сильно понимал. Хотя учился на электрика. Однолинейные схемы. Это азы. Это должны все понимать. И вот я готовлю дипломную работу. Мой преподаватель за голову держится. Нарисовал эту однолинейную схему. Я вместе с ним практически готовь доклад по ней. И я сижу завтра, послезавтра защиты диплома. А я не понимаю однолинейную схему. Я каюсь. Я говорю, надо было раньше учиться лучше. А я думал, у меня надо семью кормить. У меня детей нет. Жена и я семью кормить. Я работать ходил. Вот. Позже помоги. Знаете, я с утра проснулся. И я идеально знаю однолинейную схему. Вот Бог дает знания. И в любой области, если вы думаете, не хватает компетенции, имейте общение с Богом. Бог будет давать определенные знания. Бог будет давать определенные знания. Знаете, это очень важный момент. Когда мы в общении, Бог регулирует наши желания правильно. Когда мы в Божьем общении, есть три категории желаний, братья и сестры. Это очень важный момент. Смотрите, есть желания, они называются потребности. Это то, что нам Бог дает. Это богоугодные желания наши. По потребностям Бог нам дает. Все благоугодное, все благопотребное дает для жизни, благочестия и так далее. Ресурсы для того, чтобы мы отдавали. Бывает желание, называется греховное желание, похоть. Писано, похоть зачавшая рождает грех. Знаете, если похоть сравнивать с самолетом, то это самолет в грех. Я летел с Перми в Новосибирск. И при всем желании, у меня не было такого желания, братья из Омска, простите, сесть в Омске. Но не сел бы я в Омск. Самолет это без остановок, конечный пункт. Когда человек в похоть впал, он уже согрешит. Но есть третья категория, средняя, называется прихоти. Что такое прихоти? Прихоти это не полезно. Когда отвечаешь на вопрос, это мне полезно? Нет. Это излишне? Да. Это не сейчас нужно? Да. Когда молодой человек начинает взаимодействовать, нецеломудренность, сестрой общаться, какие-то эмоции, улыбочки и так далее, это прихоть. Прихоть ищет свои нравные, восстает против всего мудрого, написано. Бог уничтожил прихотливый народ в Египте, по выходе из Египта, в пустыне. Мы знаем этот момент. Давид в своих прихотях, что ему нельзя было всю ночь сидеть и не спать? Можно было. Нельзя было что ли до вечера спать потом? Можно. На войну не ходить? Он же царь. Пожалуйста. Что, он в интернет зайти не мог? Пошел, у них свой интернет был скоростной, у него самая большая башня была, он зашел, все видно, на всех социальных страницах побывал. Ну и в лес туда, куда сегодня часто влазит молодежь, в то же самое в лес и попал в большой грех. В большой грех. Это чудо, что Бог его простил, что он покается Бог. Это чудо. Сегодня люди практически с трудом восстанавливаются из этого. Но когда мы вообще не с Богом, Бог оставляет наши желания в области потребностей. Он помогает нам посмотреть, не на опасном ли мы пути. Последнее скажу. Время ближет быстро. Происходит и следующий пункт происходит из этого. Во второзаконии Бог сказал народу израильскому, я своими словами скажу, не стойте у Харива, идите дальше к соседям. Идите дальше на те земли, которые я вам обетовал. Оказывается, не только в Божьем общении. В уединение надо приходить. Хотя это благо человеку. Я считаю большее благо человеку, когда он в юности сидит уединенный и молчит, чем когда он обменивается ценностями со своими друзьями. Но однако Бог говорит, иди дальше. Иди к соседям. Иди туда, где люди. Там, конечно, были войны. Но я понимаю, Бог нас направляет в отношения с ближними. Мы любим Бога. Соответственно, общаемся с Богом. А дальше выражение нашей любви к Богу – это отношения с ближними. И очень важный аспект, очень важный тезис. Здесь успех в нашем призвании поставлен Богом в зависимости от наших отношений с людьми. От наших отношений с людьми. Одному человеку в Ветхом Завете один человек написал так, что «Как благодеющая рука Бога была над нами, послал нам Бог человека мудрого». Благодеющая Богу, благодеющая рука. Я об этом очень хотел бы много говорить, но я скажу некоторые аспекты. Если мы выстроим верные отношения с сотрудниками, с нашими братьями и сестрами, которые в одном труде, со служителями, с родителями, нашими родителями, родителями детей, с детьми на работе и так далее, мы правильно будем выстраивать отношения. Это тоже обеспечение нашего призвания. Мы сможем трудиться и быть уверены, что мы делаем нужное дело. Четыре категории здесь хотел бы посмотреть. Первое. Наше служение ориентировано на детей. Это отношения с детьми. Нужно выстраивать правильные отношения с детьми. Я благодарен брату Олегу за его слово к нам сегодня. Нам надо быть реально интересными людьми. Не надо быть занудными. Как одни дети говорят, да, мы знаем правильный ответ Христос, но загадка очень на белочку похожа. Они порой очень сильно думают, что мы только о Библии и все. Мы должны их к Богу приводить. Мы должны их приводить к Писанию. Обязательно. Но мы должны с ними выстраивать. Мы не должны быть препятствием. Иисус говорит, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Они что думаете, там перед Христом по струнке сидели? Я сомневаюсь, как их можно по струнке посадить. Но знаете, я хочу что сказать. Служение в воскресной школе подростков, это не детский садик или клуб какой-то. Дети вырастут, и они или станут с нами в один труд, или будут прокалывать колеса на автомобиле служителя. Вы смеетесь, а мне прокололи в этом году. Я тоже смеюсь с иронией. Я понимаю, рабы греха, они некоторые извинились через три месяца. Я все это время знал, специально ждал, пока они сами это сделают. Но знаете, так вот происходит порой. И как с ними, те, кто с ними работают, я с этими людьми не работал близко, как с ними работают и как же они выстроят отношения. Знаете, нам важно понимать, что нужно выстраивать правильные отношения с теми, кому мы служим. Мы пошли однажды в поход на Ветлан. Это гора в Пермском крае, не Ветлан, точнее, полют. Ветлан поменьше, полют огромный. Хотя на Ветлан сначала устаешь подниматься, а полют еще больше. Ну, у вас тут больше горы есть, но не суть. Мы с ними прошли 7 километров. И поняли, что 6 километров назад они туда свернули. И мы идем не в гору, а обратно. Мы вернули 6 километров. Пошли 5 километров, 7 километров в гору. Мы устали, мы продрогли. Я просто, меня вот так вот колотило всего. Потому что я отдал свою нижнюю одежду, теплую другому молодому братику-подростку. Потому что он ничего с собой не взял. Он такой, ни суммы, ни хлеба не берет с собой. И знаете, и в этом все, мы с ними как-то так общались. Мы ели эту холодную тушенку с ними и так далее. И они говорят, мы перестали вас бояться. К сожалению, так бывает. Не выстраиваются у детей отношения с родителями. И мы, служители, вы, те, кто в воскресной школе, мы как бы компенсируем. Мы не можем полностью восполнить отношения с родителями. Коммуникации эти. Самые гармоничные коммуникации – это родители и дети. Поэтому приготовленность к встрече с Богом – это обратить сердца отцов к детям, как написано. Но мы должны им давать это тепло. Мы должны быть им понятными, интересными. Мы должны на их языке с ними говорить. Позовите их в гости. Угостите их вкусно. Когда ты им насыпешь плова хорошего приготовленного, они едят, им деваться некуда. Ты им слово будешь говорить, они уже плов-то едят, все, попались. Они будут тебя слушать, и они потом еще захотят прийти обязательно. Расширьте свои взаимоотношения с ними за пределы только лишь воскресной школы, за пределы только лишь подросткового служения внутри церкви, внутри собраний, да, может быть. Следующая очень важная сфера отношений с ближними – это взаимоотношения со служителями. Я думаю, отдельно еще об этом скажу. Сейчас очень кратко я хотел бы сказать, что подотчетность служителю – это залог обеспечения призвания, исполнения вами призвания. Если вы не будете подотчетны вашему служителю, ваш труд не будет успешен, ваш труд не будет благословен. Я вижу, как люди, которые очень талантливые, но они ставят свое мнение выше мнения Совета Братского, они падают, у них ничего не получается, они проповедуют себя. Нет-нет, да где им хвост или рога вылезут из их дела, да, как говорят. Вот что-то происходит не так. Почему? Потому что они думают, что они умнее у пастора, у служителя, обширный опыт. Он миллион жизней пережил, он много чего пережил, он много что знает. И он знает, даже когда только начинаешь говорить, я раньше думал, со служителем советуешься, с братом у нас есть епископ, я только несколько слов, он меня перебивает, дает мне ответ. Я думаю, что он не выслушал, у меня же аргументы есть и так далее. Знаете, недавно мне открылось это слово, когда Иоанн пишет и говорит, я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Отцы – это служители церкви. У служителя церкви должно быть отеческое сердце, он должен быть отцом. И характеристика отца ты познал безначального. Когда ты видишь весь кругозор, 360 градусов, даже больше по всем диапазонам, да, потому что ты безначального познал, в свете безначального ты любой вопрос можешь понимать. И у пастора такая роль. Это бремя, но это необходимое бремя, да, которое помогает другим в церкви, созидать церкви, устроять церкви. И важно, запомните, пожалуйста, прям запишите одну фразу, одну фразу запишите. Это будет вам огромным благословением, которое вам надо говорить, когда вы подходите к служителю. Дайте, пожалуйста, совет. Не советуйте сами ничего служителю. Ну, можете, если вы его жена, например, да, вот. Жены всегда, это как у нас один брат говорит, что высший епископ, может быть только жена епископа. Дайте, пожалуйста, совет. И примите этот совет, кстати говоря, потом. Еще одна фраза такая же. Какие ко мне есть замечания? Ой, как это трудно, да, такое говорить. Это ж не так нескромно сказать. Меня сейчас хвалить будут. Да не, не будут, не переживайте. Поправят, если надо, где-то и ободрят. Но это важно, это смирение определенное. Это взаимоотношение со служителем. Христос, понимаете, уже был в Новом Завете, да. Он, казалось бы, обличал священников за то, что они его не принимают. А человека, который исцелен был им, он говорит, покажи священнику. Роль священника Христос не умолял. Следующее, в семье. Взаимоотношения в семье. Мы живем в семье. Кто мы в семье? Дети по отношению к родителям. Родители, муж или жена. Нам важно иметь правильное отношение. Когда одна женщина в Самаре начала с Христом говорить на богословские темы, важные духовные темы. Господи, где нам поклоняться? В храме, на горе и так далее. Где? Рассуждает. Такие мы можем далеко уйти. Миллионы по образованию уже имеем. Наслушались богослово всех. Он говорит, приведи сюда мужа. Позови мужа твоего и приди сюда. Он и обращает в семью. А в семье-то у него беда. В семье-то у него проблема. И, друзья, если в семье будет плохо, то наше призвание будет превращаться в компенсацию. То есть мы будем компенсировать. Что это означает? Мы будем в иллюзию уходить. Мы как бы просто отдушину фурточку подышать на служение идем. Это неправильный подход. К сожалению, так происходит. Человек не выстраивает дома правильных отношений с мамой и папой, а потом служить бежит. Она на одно служение подвозила одну сестру. Она говорит, мне нужно... Я не один ехал, само собой. Все целомудренно. Там много сестер было. И, значит, она говорит, мне надо заехать домой сейчас, взять вещи. Ее нет, 5 минут, 10, 15. Ну, это привычно. Я привык. У меня одни дочери. Ну, два сына есть сейчас. Она выходит разъяренная, прям красная, как брат Олег сегодня сказал. Я говорю, что? Что такое с тобой? Что так долго? Да мама, я ей сказала, вещи сложить. Как она пошла на маму? Знаете, у нее в жизни сегодня благословение в целом. И в труде нет благословения у этого человека. Надо выстраивать правильное отношение в семье. С мужем, с супругой, с детьми. Если этого не будет происходить, в семье будет дисбаланс. У нас не будет уверенности, дерзновения в служении. Или будет получаться лицемерие. Или просто мы будем сюда приходить утешаться. Мы будем так держаться за любое дело, что никого не пустим. Это наша жизнь. Это наше все на сегодняшний день. Надо правильное отношение. Есть, братья и сестры, исключения из этого. Когда муж неверующий, дети неверующие, вы пришли в церковь, да? Когда еще не воспитывали их. И так далее, да? Есть такие моменты, я понимаю. Но нужно максимально прилагать усилия, чтобы взаимоотношения выстраивались. И последнее, я скажу, мы будем молиться. Это взаимоотношения с сотрудниками, с вашими братьями и сестрами, которые в одном служении с нами. Евангелие Теона 13.35. Христос говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Друзья, нам важно хранить мирные и дружелюбные отношения друг с другом. В одном служении бывают какие-то разногласия. Нужно правильно их устроять. Мой совет. Просто подойдите к служителю поговорить. Не должен служитель восприниматься, как человек, который судит. Кто тут не прав? Кого сейчас надо смерти предать? Нет. Просто помогите разобраться. Попытайтесь разговаривать. И так бывает, знаете, брат держит на другого брата что-то. Или сестра. Видите, что другая сестра неправильно поступает. Что она делает? Идет и выговаривает. Кому? Третьему человеку. Сестре третьей. Знаешь, как это Клава делает. Но это неправильно. Скажи прямо. Поговори спокойно. Не дожидайся, пока у тебя нервы там вскипят все. Нужно вместе трудиться. Бог так поставил. Дети считывают нас. Дети считывают наши ценности. Когда ты весь взъяренный. Ты думаешь, тебя не слышали? А иногда так разговариваю. Знаете, мы были в одном походе. И там была семья. Они занимались подростками своими и с нами. Так получилось. Они забыли, что палатка, если их не видно, это не значит, что их не слышно. Ну, пойдемте споем подальше от этой палатки. Как бы мы отвели подростков, пока они там разбирались. Неудобно было влазить в отношения. Но знаете, так бывает. Потом, конечно, они вышли, улыбаются. А видно, что не улыбаются. Видно, что плохо. Видно, что какая-то обида. Дьявол хочет разделить. Очень хочет всех разделить. Какие-то лукавые подозрения посылает. Где-то наши мотивы уязвлены. И мы не видим себя. А видим, что тот человек неправ. А я не потерплю такого. Пойду всем расскажу, кроме служителей опять. Знаете, дьяволу не выгодно, чтобы мы служили вместе. Есть такое понятие, как синергия. Это по-умному я, по-моему, запомнил. Когда сумма общего больше, чем сумма отдельных частей. То есть, что такое? Когда две лошади по отдельности работают, каждая из них – это одна лошадиная сила. И порость две телеги тащат – это две лошадиные силы. Когда они вдвоем тащат, то это три лошадиные силы. Синергия. Так Бог устроил. Не зря Он нам подсказывает, что мы в единстве. Не зря в Первопольской церкви многое было. У них было единое сердце и одна душа. Никто не почитал ничего своими из имения. Думаю, тем более из труда. Не говорю, ну-ка, подвинься. Это мое дело, моя кафедра и так далее. Как-то мирно они существовали. И Бог их благословлял. Мне хотелось бы молиться. Господи, благослови нас. Чтобы наш труд не был легче пустоты. Чтобы наше призвание было обеспечено. Мы хотим уверенным быть в том, что мы делаем. И приносить Тебе благословение. Аминь. Помолимся. Так, братья и сестры. Вот у меня здесь две записки. Здесь несколько вопросов. Поэтому я вкратце постараюсь ответить. Потому что у брата Жени тоже вопрос. Что делать с детьми, которые на своей волне? Которые отвлекают остальных детей. Нарушают дисциплину. Возраст младшей группы. Я думаю, что такое бывает. Конечно, если, например, ребенок начинает отвлекаться. Кого-то заводить. Может быть, там в кого-то пускать самолетики. Если это мальчики. Может быть, девочки тоже на свое способны что-то. Ну, конечно, допустим. Просто не замечать это неправильно. Как-то нужно сказать на первое. Сказать, что... Ну, как-то или замечание. Или что-то сказать этому ребенку. Если он не реагирует. Как здесь вот пишется и дальше на своей волне. То есть очень хороший способ этого ребенка сразу задействовать. Когда просто его начинаешь грозить пальчиком. Нельзя. И раз, и два, и три. А может быть, ему даже нравится. Потому что он же работает порой на группу людей, которые там находятся. Детей. И его нужно задействовать. Чем? Каким-то образом. Это уже ваша мудрость и ваша смекалка. Ваша смекалка. Я вот вам хочу просто один пример привести. Когда моя дочь начала ходить в музыкальную школу. Ну, помимо специальности, она еще ходила на сальфеджио. И там была группа детей примерно 7-8 лет. Присутствовали дети и присутствовали родители. Я даже помню, учительницу звали Ольга Васильевна. И она вот вела сальфеджио. И вот вдруг дети вышли из-под контроля. Я сам присутствовал. Какой-то шум, гам, движение. Какой-то смех. Вот просто какой-то такой шум, гам. Причем почти все одновременно. Бедные родители вот так вот притихли. Притихли, а я сам сижу, наблюдаю, как же она выйдет с положения. Она же учительница. Мы тут вообще, родители, сидим. Мы тут не имеем права вмешиваться. Какая-то, может быть, небольшая пауза, несколько секунд. И она очень интересно вышла из положения. Она сказала, так, дети, выходим все в центр. Так, беремся за руки, идем по ровозикам и поем песенку. И сама начала петь. И они все вместе начали с ней петь. Ровно несколько минут они по кругу прошли по классу, пропели эту песенку, сели на места, тишина идеальная. Куда что ушло. Она просто смогла задействовать всех в определенном направлении. Немножко они в этом поработали, и все вошло в норму до конца урока. Прекрасная атмосфера и так далее. Поэтому, если ребенок что-то, допустим, начинает как-то себя неправильно вести, дайте ему работу, дайте ему задание. Причем покажите, это очень ответственно. Подержи, пожалуйста, этот плакат, который я буду рассказывать. Он всех заводил, он вышел с плакатом, он держит с плакатом, он понимает, он здесь на виду, но он себе имя не делает, конечно, но он что-то важное делает, потому что его попросили при всех этот плакат подержать. А уже учительница там рассказала. Может быть, какой-то стих прочитать, может быть, какой-то там пункт прочитать. Как-то его задействуете, и вы увидите, это работает, это срабатывает. Дальше вопрос. Должны ли дети называть учителя в воскресной школе на «вы», если в обычной жизни он обращается на «ты»? Ну, вообще, конечно, я думаю, мы стараемся учить детей. Я не знаю, о каком возрасте здесь говорится. Все равно, если это преподаватель воскресной школы, на «вы» обращаться, это правильно, это правильно, это и этично, это культурно, это уважительно. И даже если, может быть, какие-то отношения складываются в обычной жизни, может, это вообще с той же семьи ребенок, на «ты» обращается, младший к старшему, все равно, допустим, вот здесь очень правильно, все же уважительно при всех говорить «вы». Я вам простой пример приведу. Как-то вот у нас есть еще старший пресвитер, брат Сергей Шевелев. И как-то мы с ним поехали, там нужно было договориться по отношению базы летнего выезда, и там администрация. Я с братом Сергеем обращаюсь на «ты». Там брат Сергей, Сергей. Но когда уже вот здесь уже при администрации этой базы нам нужно было договориться, я к нему обращаюсь, Сергей Павлович, Сергей Павлович, «вы», Сергей Павлович. И он со мной так же нормально, он понял мою позицию, он так же со мной на «вы» и все. Это при администрации мы, я же не буду там Сергей или как-то еще, потому что сама администрация к нему обращается, Сергей Павлович, и я тоже обращаюсь к Сергею Павловичу. И когда мы вышли оттуда, я с ним также на «ты», я с ним также на «брат Сергей» или «Сергей» и так далее могу обращаться. Поэтому нужно знать, где ты находишься, и ребенка к этому приучать. И еще один вопрос. Если у кого-то есть опыт разделения групп отдельно, ну там здесь братскую, сестринскую, наверное, мальчики и девочки, то поделитесь, есть ли плюсы и минусы. Насколько я знаю, да, брат Женя, что у нас нет такого разделения на мальчиков и девочек, то есть у нас мальчики и девочки находятся в одной группе и проводятся занятия. Поэтому если у кого-то есть такой опыт, они, наверное, может у братьев там или по церквям можно поделиться. Но я одно понимаю, мы не ставим целью такого разделения. Нет, если, допустим, где-то мы летние выезды, да, там летние выезды делаем, то там, да, допустим, отряд там девочек, отряд мальчиков, это другой вопрос. А я сейчас говорю в рамках воскресной школы, то на уроках мы проводим вместе в школе, там тоже мальчики и девочки. А уже когда на выезде, да, отряд мальчиков, отряд девочек, ну там немножко другие условия и другие, как бы, цели и так далее. Поэтому там такой опыт у нас есть. А уже в воскресной школе мы обучаем вместе. Правильно, да, брат Женя? Ну, примерно вот так. Пожалуйста. Так, ага, брат Женя, если в коллективе возникли проблемы, вы сказали, что нужно обратиться к служителю, а что? Между собой нельзя поговорить и решить вопрос. Мы так сделали. Ну, я должен попросить прощения, значит, я недостаточно понятно это сказал, но я говорил, когда говорил, что человек порой идет к подруге говорить, но не к человеку, который против него что-то говорит. Ну, ты имеешь против одного? Нет, в Писании написано, согрешает против тебя брат твой. Да, пойди, выскажи ему. То есть спокойно поговори с этим человеком. Если это получилось, замечательно. Но не иди, выскажи другому кому-то ему. Ему, это тому человеку как раз. Я вот на этом акцент сделал. Если у вас получается решать вопросы внутри коллектива, надо, я даже считаю, описать даже правила, если большой коллектив, даже описать правила работы. То есть возникает вопрос, как взаимодействовать. То есть мы в заезде делали такое в подростковом. Каким образом мы решаем конфликты внутри коллектива? Как раз начало человек. Успокоился, не пошел сразу же на эмоциях. Тогда, может, тебе показалось вообще. Успокоился, сосчитал там до 30 тысяч. Потом пошел, поговорил. Не помогло. Пошел к служителю, к руководителю заезда. Но у нас много служителей на заезде. Эти вопросы мы решаем уже спокойно. Поэтому, да, конечно, вы молодцы. Правильно сделали. Я хочу один пример рассказать. Это наш брат Петр Новорок есть такой. Может быть, вы слышали о нем. Может быть, проповеди его слышали. Позвали где-то их там. Они были вместе. И епископов в одну сторону. Пресвитеры в другую идут там. Ну, а брат Петр идет с пресвитерами идет. Они ему говорят, брат Петр, епископы туда идут. Я, говорит, знаю. Но там я буду на равных. А здесь я епископ среди пресвитеров. Так вот, я с вами сейчас на равных. Потому что мы все задействованы в одном труде. Правда? Мы учим. А вот чему мы учим? И мне, наверное, труднее говорить, потому что я сам нахожусь в вашем положении. Если вы занимаетесь с детьми, то мы с церквями, не только с одной из какой-то. И везде надо что-то делать. Везде надо что-то показать. А вы знаете, это нелегко. Я думаю, тот, кто уже занимается, он сталкивался с этим вопросом. А что сказать? А как сказать? А как донести? Если только мы не наемники, которым нет разницы, какой будет результат. Но мы все нацелены на результат. Правда? Мы трудимся для Царствия Божия. Если мы все так думаем, мы думаем правильно. Если, как брат, уже Женя говорил о том, что мы имя хотим себе сделать или еще что-нибудь, это можно бросить эту затею, потому что никакого толку не будет. И никакой награды не получите. Помните, как Павел говорил? Я бегу не просто, чтобы бежать. И не бьюсь, чтобы бить только воздух. Правда? Начну с вопроса. Так, как вы все уважаемые учители воскресных школ. Скажите мне, пожалуйста, где в Библии, даже нигде, а в Библии есть, ограничен возраст отрока? В Библии есть. Гадать не надо. Гадать не надо. Мне нужен аргумент веский, библейский. Я готов слышать. А еще кто больше скажет? Нет, написано отрок и его года. Мне вот такое надо. Я же сказал, конкретно есть написано в Библии. Может, кто-то там сзади знает? Правда, задачка? Конкретно есть написано? В Ветхом Завете. Верхняя планка отрочества. Где написано тогда? А? А? Это вы считаете? Нет, написано конкретно. И года, и написано, что он отрок. Ну, это... Это неинтересно. А? Когда он думает по-пророчеству. А? Я вам так скажу. Этот человек родился по-пророчеству безымянного пророка в Вифиле. Имя ему? Иосия. Вот за него написано, что воцарился он в 8 лет. А в 8 лет его царствованию было, он начал великие преобразования. И написано, что он еще был отрок, будучи отроком. 8 плюс 8 написано? Написано? Как читаем, да? Брат Олег говорил вначале. Как мы читаем? На автомате? Или? Считаем квадратики. Считаем квадратики, да? В Библии много чего есть, друзья мои. Если... Если... Квадрат, это все равно ограниченное пространство. Правда? То Библия не ограниченная. Библия это кладезь всего. Это все там. Это все там. Не раз покойный Беспалов, он, когда его спрашивают или задают ему такой вопрос, а где ты это все берешь? Он говорит, в Библии. Мне понравилось, как он сказал за телевизор, когда у него спросили. Говорит, а у вас телевизор есть? Он говорит, есть. 66 каналов показывает. Вы знаете этот телевизор? 39, 27, да? Показывает. Показывает. Все показывает. Все в Библии есть. Ну вот задача. Как же так сделать нам нашу жизнь? Построить наше служение, чтобы самим не дисквалифицироваться. Знаете, да? Такое слово. Не потерять квалификацию свою. Я помню, когда работал на работе, и у нас говорили, мастерство не пропьешь. Но мы не пьем, да? Слава Богу. И говорит, все равно, если ты специалист, то ты останешься специалистом. Ничего подобного. Пропивают мастерство. Пропивают. Это люди мира сего. А мы как можем потратить это свое мастерство? Или как мы можем потерять свое мастерство, свою квалификацию? Можем или нет? Можем. Можем, друзья мои. И надо быть очень внимательными, чтобы этого с нами не случилось. Не случилось. Я немножко начал говорить это местописание. Оно нам говорит о том, чтобы мы очень были внимательными. Первое я читаю Римлянам, а потом то прочитаю. Второе. Римлянам 2, 21-23. Павел пишет. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесстешишь Бога. Может такое быть? Как же ты, уча другого? О ком забываешь? О самом себе. Ведь важно нам понимать, дорогие мои, что с нас ответственность не снимается, а наоборот, что? Кратно увеличивается. И чем больше мы учим, чем больше мы говорим, тем больше ответственность сложится на нас. И как вы видите, здесь апостол Павел затрагивает очень интересную такую деталь. Первую очередь что нужно делать? Кого учить? Оказывается, себя. Оказывается, себя надо в первую очередь учить. Не потому ли сегодня бытует такое выражение и говорят, что век живи и век учись. Вы знаете, если мы прекращаем учиться, то что? Мы теряем свою квалификацию. Мы теряем. Нам нужно всегда учиться. Мы еще коснемся этого вопроса. Потому что я буду сначала негативные освещать моменты, потом позитивные в том, чтобы нам быть людьми, с которых можно брать пример. Осталось много на странице Священного Писания и мужей, и жен, на которых через века можно посмотреть и сказать, что это Дитё Божье. Правда? И Библия ими хвалится. Знаете, не тот человек в почете, который хвалит сам себя, как брат Женя говорил за свое чадо. Ничего тебе не говорили про меня, что я сделал. Как хотелось бы, правда, нам, чтобы пастор встал и сказал, да вы знаете, вот сестра Татьяна, Настя, Маргарита еще какая-нибудь, да? Да она у нас на все сто. Трудится, не покладая рук. Такая молодец. Ну и, конечно, мы бы так скромно молчали. А здесь ну такая благодать разливается. А нам замечания делают, да? А нам говорят, надо вот здесь поправить. А надо вот здесь еще поправить. Он что, слепой, не видит в конце концов? Пойду в другую церковь, там лучше замечают эти все вещи. учить себя самого. Христос и интересную сказал истину. Он говорит, ученик не выше учителя, но всякий усовершившись будет как учитель. Вот вы не можете научить больше, чем сами. знаете, правда? И если мы ставим себе планку вот этого еще достичь, мы сами себя что? Ограничиваем этим. Мы ограничиваем. Но Павел говорит, наше поведение, оно должно быть сообразно нашему учению или нашим словам, то, что мы говорим. Второй Женя, не этот, но он тоже был у вас, Шестаков. Он как-то говорил, как мне было, говорит, слушать моего папу, который говорил, сынок, не кури, а сам одну за другой. А меня, говорит, учил, сынок, не кури. Когда мы хотим научить тому, что мы сами не делаем, бросьте эту затею. Проповедуя не красть, крадешь. Не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Хвалишься законом, а чем беседешь Бога? Преступление, нарушением этого закона. Ты говоришь, что Бог дал тебе все, ты все имеешь. Твое поведение свидетельствует об обратном. Твоя жизнь свидетельствует об обратном. О себе Павел говорит. Мы можем открыть это место Писания, уже о Коринфянам. Я буду останавливаться на Новом Завете в основном. Он в 9 главе говорит. Смотрите, какие слова он говорит. С 25 стиха по 27 включительно. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим или уча других самому не остаться недостойным. Это цель и задача сегодня любого учителя, кто хоть как-то в этом деле задействован, вот прийти к такому выводу. Самому не остаться. У нас был брат один. Вы знаете, со временем, он уже покойный в вечности, со временем он пришел к выводу. У него были некоторые проблемы свои миллионы в ад идут. Он пришел к такому заключению. Верующий человек, как-нибудь где-то и я там пристроюсь. Не глупый был, не глупый. Довольно-таки хорошо знал Писание. Но когда Бог ему показал, что такое ад, то он сказал, знаете, какую фразу? Если все туда идут, я туда не хочу. Если даже все туда идут, то я туда не хочу. Мы иногда не даем себе отчета в том, к чему и к кому мы приступили. Помните евреям 12 главу, вторую часть, где автор послания этого говорит, вы приступили не к горе, о которой сегодня тоже уже вспоминали. Не ко тьме, облаку, буре, глаз угла голов. Когда они все это увидели, что они сказали? Моисей, вот тебе дорожка туда, ты туда, ты туда иди на гору, ты туда ступай. А мы здесь, здесь как-то так, более спокойно, да? Не так ответственно, серьезно, ты туда, ты туда иди. Знаете, когда награды дают, то там все прутся, или подарки дают, кто первый придет, тому дадим. Ох, как бы все ринулись бы туда, правда, на эту гору. И, наверное, не один бы Моисея обогнал. Но когда ответственность, то Моисей, ты иди туда, ты, а мы здесь побудем. Они, говорят, не могли стерпеть такого слова. Если зверь даже прикоснется к горе, то что? Побит камнями или поражен стрелою. Но и Моисей не ликовал и не рвался туда. И, я пойду. Он, и я. И в страхе, и в трепете. Вот это то, что должны мы переживать каждый раз, когда мы приступаем к нашему служению, братья, мои, сестры. Страх и трепет перед Богом. Мы ответственны перед Богом. Если не так что-то сделали, с кого Бог будет спрашивать? С меня. С вас будет спрашивать. Вы думаете, просто так написано в конце, в последней главе, в последней книге Библии Откровения? Если кто отнимет что-нибудь из написанного в этой книге, что из им будет? Отнимет Бог участие в том, что здесь написано. А если кто прибавит, не лучшее, правда? Не лучшее. Наложит язвы на такого человека, Бог, который здесь написано. И потому здесь, для того, чтобы нам безошибочно и правильно говорить и учить, нужно в этом 1,8 Иоанна, этого Иисуса Навина, да? Да не отходит эта книга. Скажите, а что на то время было? Какая книга была на то время написана, когда было сказано это Иисусу Навину? Кто знает? А? Пять книг же, больше ничего не было. Больше не было ничего. Пять книг, которые были. И тоже, наверное, там некоторые вещи уже дописывал. Не Моисей, а наверное, Иисус Навин, как переемник. Потому что смерть свою Моисея описать не мог, правда? Понимаем? И это должно быть постоянно перед твоими глазами. Вы знаете, ни в коем случае, ни в коем случае нам нельзя этим пренебрегать. Павел говорит о себе, я усмиряю и порабощаю. Это нелегко. Это нелегко. Дорогие сестры, скажите, кто из вас после пяти часов или шести не кушает? Поднимите руку. Смело, без подвоха. А после семи? Так, есть уже после семи. А после восьми? А зачем вы это делаете? А? Для здоровья. Чтобы хорошо выглядеть, правда? я в этом не нахожу плохого, поймите. А скажите, вам легко было? А? Ну давайте будем честными. Чего вы так боитесь? Нормально, да? Кому нормально, кому ненормально. Вот сейчас буквально один человек мне говорит, мы сидим вместе, он говорит, сахар отодвинул сторону, сладкое все, так хотелось, так хочется. А? А зачем? Здоровье заставляет, да? Еще какие-то у нас есть причины побуждающие нас к таким действиям самоограничения. Но те говорят, для чего? Для венца тленного, а мы нетленного. Оказывается, вот мы люди умные же, правда? Существо разумное человек, да? Мы понимаем то, что нам полезно будет. У меня сын последний, он у нас поздно родился уже, он такой был, ну, не по годам смешленый, и когда надо было там что-то кушать, он сразу задавал первый был вопрос, а это полезно? Он не разбирался, что полезно, не полезно, но он спрашивал обязательно, а это полезно, если его, ну, говорили что-то съесть ему. Мы для этого стараемся, мы что-то делаем, а как насчет вечности, а как насчет того, чтобы там все было у нас нормально и хорошо, способны мы сказать себе, нет, Василий, Николай, Петр, нет, не получишь, ну, конечно, он же возмущаться будет, требовать будет, как кто-то сказал, говорит, каждая клеточка пишет и говорит, дай поесть, что ты взял себе в голову, кушать хочу, а? Так или нет? У меня есть племянник, они в Германии, моей жены брат живет, ну, и дети по-русски практически ничего не знали поначалу, и приехал он к дедушке с бабушкой на Украину туда, ну, и что-то говорит по-немецки, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, ну, и дедушка ему говорит, да ничего я тебя не понимаю, а он, кушать дай, понимаете, вот наше, вот это, можно сказать, такое облачение, вот оно требует нас, и мы не можем ему отказать, правда, требует, и все, а Слово Божье нас готовит к тому, чтобы мы были людьми неба, мы о другом думали и заботились, и так, наша цель и задача, проповедовать другим, самому не оказаться недостойным, бежать не просто бежать, но усмирять и порабощать, наше с вами я, оно остается, и оно никуда не девается, какой бы величины мы не достигли, на какой бы не взобрались этаж, наше я остается нашим я, и вы знаете, мне сразу приходит на память один ветхозаветный пример, Иосиф и его братья, насколько они были похожи между собой, а? А? мы никогда не задумывались, насколько они были похожи между собой, Иосиф и братья его, но я не хочу, чтобы вы молчали, ну, а? Похожи были, правда? По крайней мере, один отец у всех, правда? Что-то было такое, а по характеру совершенно противоположность, и смотрите, они говорят, уже отца нет, они остались, может быть, Иосиф захочет нам отомстить, катализатор убран в сторону, все, нету его живого, который мог бы их помирить, да? Сказать, Иосиф, ты вот так поступи, но они его откапывают и говорят, через каких-то там людей раб твой, отец наш говорил при жизни своей, прости вину рабов твоих. Реакция Иосифа, помните? А? Плакал, когда ему это говорили. Он понял, что они на разных полюсах, они совершенно ничего не поняли из всего происшедшего, ведь он им говорил, не вы меня туда отправили, не вы меня туда послали, Бог меня послал. Прости. Вот знаете, правда, что когда виновен человек, ему кажется, что вот его никак не прощают. Он остается таким же. И мы остаемся порою уже родились свыше, но вот это наше ветхое, наша природа, она диктует свои условия, она стоит на своих принципах, имея свои характеристики и не дает нам двигаться дальше. Бог говорит, я тебя давно помиловал, я тебя простил, Господи, прости, прости меня, Господи. Виновен кайси, так каждый день, да? Грешу и кайс, кайс и грешу. А нам нужно идти к совершенству. Итак, движемся мы дальше. Что же ведет к негативным последствиям, я так назвал? Что ведет к негативным последствиям в этом ключе? Быть настоящим учителем, не потерять свою квалификацию, да? быть мастером своего дела. Делать это от всей души, как для Господа, я не буду повторяться то, что уже сказали. Оно все в одном ключе получается. Пишет нам наш брат Павел, и он говорит, в 4 главе послания Фесси нам он говорит так, дабы мы, 14 стих, не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. В первую очередь нам нужно оставить что? Младенчество, конечно, нам нужно оставить младенчество, но никто этот период не проскочил. Можно перейти через класс, следующий, да? Есть вундеркинды, кто-то в институт поступает раньше, буквально не знаю, как по новостям слышал там, да? Отец там за них воевал, за своих дочерей, которые там уже это все. Ну, не то. Ну, не по размеру это обувь, правда же? Ну, надо по порядку все делать. младенчество никто не отменял. Оно есть, оно присутствует, и никто из нас не родился таким уже все знающим, а начинаем все поэтапно. И первый этот этап младенчества, и Павел говорит о себе в послании к Коринфянам, когда он был младенцем, то он уже был совершенным? Нет, конечно, рассуждал, мыслил, и естественно действовал как? По младенчеству. Ну, я бы очень был бы удивлен, если бы наш Максим, вот который здесь сидит, сейчас бы здесь рядом с ним не телефон лежал, а машинка такая игрушечная, и он бррр, бррр, сказали, слушай, ты не туда попал. Максим, ты не то делаешь, правда? Или кто-то из сессер здесь на куколку такая, а ты моя маленькая, покормить надо, сосочку дать ей, а? Но все же этим занимались, вы улыбаетесь, но в свое время, правда, когда были маленькими, и нам Писание говорит, что в этом направлении тоже есть вот эта ступень младенчества, мы только начинаем, мы только вступили, нам кажется, что мы уже все знаем, а мы младенцы. И пришло какое-то учение, ветреное, мы за него ухватились, смотрите, когда все пошло, вот эта свобода, ну, кто постарше знает, когда пошло, мы в каких-то рамках держались, когда советское время было, а здесь все хлынуло, доступно всего, раньше Библию-то нельзя было найти свободно, где-то доставали ее, потому что не было свободной продажи Библии. Сейчас литература разная хлынула, и такие умные, начитались там таких фраз, выражений, они уже исцеляют, чуть ли не воскрешают, они уже что начинают делать? А по сути, младенцы, младенцы, не могут отличить правой руки от левой еще толком, но они уже такие, ты что им не скажи ничего? И унесло кого к одной обочине, кого к другой обочине. Похожее место говорит нам 13 глава послания к евреям, смотрите, что он нам говорит. Девятый стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Вот для младенчества свойственно все брать на зуб. Правда? Вы же видите, неважно, с полу подобрал ли ребенок, на столе ли взял, игрушка эта, сразу куда? Сразу в рот. Сразу в рот, и все начинает пробовать. Все начинает грызть. И вот так точно, друзья мои, и в вопросе учительства. Кажется, ну вот теперь я смогу объяснить, я смогу сказать, все, вот это, вот это, вот это возьму, и все начинает пробовать. Вот, лучше поспрашивать, лучше поучиться, лучше, ну как-то постараться все это без вреда для себя принять. Много чего сегодня есть. Сегодня за него говорят, уже не хочу даже его упоминать имя, чего там только нет. И говорят, а я там, а я там. Мы ехали по дороге, тоже рассуждали с сестрами. Они говорят, о чем дети? Говорят, когда спрашивают за какую-то библейскую историю. А я мультик видел. А я видел мультик. И там вот так, вот так. И начинает рассказывать такие небылицы. Ну правда, он рассказывает мультик, то, что видел. Но оно не соответствует действительности. Оно далеко от реального. Там чья-то фантазия, вымысел чей-то сработал. Выпустили это все. А вы теперь это все проглатываете. И дети глотают это все. Не жуя. Потому что у них нету зубов еще. И они это хватают. И к чему это приводит? К беде. Знаете, у меня есть внук, самый маленький. Но шустрый это все. Это все. Знаете, что он сделал? Магнитиком наглотался. Вот такие кругленькие, небольшие. И чуть не умер. Операцию делали. Кусок кишки удалили. Потому что они слиплись. И уже прободная язва пошла. От того, что они склеились между собой в кишечнике. Он не за один раз. Ну вот так вот. Где-то 28 или сколько он их проглотил. Что будет с младенцем? Беда будет? И получается, что нас, когда мы начинаем только, то нас надо еще опекать, правда? Мы уже учим, а нас надо учить, оказывается. А с нами надо работать. Не быть младенцами. Которые увлекаются. Схватил, нахватался. И беда. И беда. Вообще, Тимофею пишет Павел. Интересно тоже. Павел грамотный был человек, правда? Вы согласны с этим? А? Очень был грамотный. И знал, он не понаслышке. Он наставлен был в строжайшем учении фарисеев. Фарисей от фарисея, он говорит. Ух! Это был такой нечитаном порой, правда? Знал все. И вот он говорит. Второе Тимофею 4. 3. 4. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Слышите? А что? По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы или, как у нас молодежь говорит, по ушам ездили, да? И они, оказывается, принимаются, такие люди. Ну, сестры, простите меня. Больше все-таки, наверное, к вам. Я не знаю, сколько тут замужних, незамужних. Ну, вот в основном всех купили, когда им ездили по ушам, да? Начинают им рассказывать. Да ты такая. Да больше такой нету. И говорит, только меня этим и подкупили. Мы ехали по дороге, слушали брат Сергея Цворд, есть такой в Белоруссии. Он говорит об одной удивительной такой профессии, которой обладал у них человек в армии. Птицелов, говорит. Такая профессия раньше была. И говорит, нам голуби в штабе мешали. Он, говорит, буквально за несколько часов всех их выловил. Я, говорит, спрашиваю, как это ты понимаешь? Как ты это знаешь? Говорит, ничего. Все просто. Знать любимую пищу. Знать любимую пищу. Все. Дальше вопрос решен. И вот сестрам бывает вот так, что им наговорили, и она поверила все, а потом говорит, ни этого джигита на белом коне, ничего нету, всех этих обещаний. Обещал мне, милый, золотые горы. Все растаяло. Туман прошел. И действительность, да? И действительность не заставила долго себя ждать. И все. Она говорит, так ты же говорил. Ну, это же были слова. Ну, это же были слова. Слезет слуху. Правда нашему? О, еще как есть сегодня у людей. Так сказать? Я, когда был в Америке, мне один брат говорит, слушай, знаешь, как надо в Америке проповедовать? Если ты хочешь, чтобы денег тебе хорошо собрали. Ты должен говорить так, чтобы старики поняли, что в шортах ходить нельзя, а молодежь поняла, что можно. Понимаете? Льстели бы слух. Ты так скажи. Ты так себя поведи. Ну, ничего. Выкрутишься потом. А зато у тебя сколько будет последователей. Сколько будет тебе аплодировать. Сколько ты сразу будешь иметь поклонников или поклонниц. Неважно. Понимаете? Льстят слуху. А какая причина? Вот здесь Павел говорит же о причине. Почему они льстят слуху? Потому что эти учителя, они говорят басни. Да? Четвертый стих. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Истина с баснем и ничего общего не имеет. Я уже как-то здесь, наверное, говорил. Я не верю в мультики христианские и христианские фильмы. Я не верю. Их нет. Когда вам говорят, что это мультики христианские или христианские фильмы, перечеркните все, скажите, неправда. Нету. Может, вы захотите со мной спорить, потом можем поспорить, подискусировать на эту тему. Нету. Это вас хотят в басни туда отправить. Ну, вы знаете, а там, говорит, и я там был, мед, пиво пил. По бороде текло, а в рот не попало. Вот так вы окажетесь. Ни с чем. Кто-то подсказал, у разбитого корыта. Это так. Не надо. Пусть это будет, может быть, горько. Может быть, неприятно. Но я не встречал лекарства, которые пьешь и хочется. Может, у вас есть такое, а? Вот пьешь и хочется его пить, да? Лекарство такое. Его и в оболочке делают там. И как-то так. Но все равно оно какое? Горькое, правда? Горькое и неприятное. Но оно помогает. А сладкое вредит. Это так и в жизни. Нам нужно избегать того, что льстит нашему слуху. Мы должны избегать. От этого сразу удаляться. Только видите, что где-то вас начинают хвалить. Как брат один говорит. Бог благословил в проповеди. Проповедь хорошую сказал. И сел тут рядышком. А брат ему говорит, ну, брат, ты молодец. Ты так хорошо сказал. А он говорит, ты уже меня опоздал поздравить. Он говорит, как? А я только, говорит, с кафедры отсюда шаг сделал, а мне уже дьявол сказал, молодец, как ты хорошо сказал. Он уже меня поздравил раньше тебя. Это легко, дорогие мои, легко вот так впустить в сердце свое, а потом попробуй-ка это все вырви. Для этого время надо. И потому то, что льстит слуху, оставлять его в сторону. Хорошо один учил своего, там, как они, инок называется, или как он, кого учат там, да? Вот эти, в священстве там, иноки или как там? Инок, да. Послушник. Послушники еще называют. Он говорит, зайди на могилу нашего такого-то брата и скажи там все то, что ты о нем знаешь, негативное. Он пошел, ну, там, что-то там наговорил, приходит. Говорит, что он тебе ответил? Говорит, ничего. А теперь пойди и все скажи, что ты знаешь о нем хорошего. Пошел, сказал, что он тебе ответил? Тоже, говорит, ничего. Вот так и ты, говорит, будь. И к тому, когда тебя строгают по всем статьям, и когда тебя хвалят. Не допустить вот это, не дать возможности вот этой лести нам в сердце проникнуть. Сегодня наши говорят, особенно те, которые из мира поприходили, ну, вот там тоже собираются. Ну, вот они так идут к Богу, и Бог их благословляет. Что, ты думаешь, они не будут спасены? Слушайте, что я буду рассуждать о ком-то? Моя цель и задача, чтобы мне самому спастись. А не я буду сегодня разбирать разные конфессии, насколько они правы или насколько они вредны. Ну, там же можно. Ну, иди туда, раз тебе этого хочется. Ты ищешь оправдания своим желаниям, и потому-то ты показываешь на них и киваешь на них. А моя цель и задача сегодня перед Богом найтись, как Павел говорит, не со своей праведностью, а с Его, которая от Бога по вере. Это для меня важно. Мне не важны конфессии сегодня, и кто как себя ведет. Отчет я буду давать за себя, а не за них. Поэтому уходите. Если только видите, льстят слуху, они уклоняются в басне. Третий момент. Ой, тут же рядышком титул. Первый глава, одиннадцатый стих. Даже с десятого. Ибо есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, учать чему не должно. Но, и какая причина? Корысть. И причина корысть. Нигде не преследовать корысти никакой. Нам нужно. Мы должны помнить. Пришел к брату Алексею, он меня встретил, накормил. Ну как же я могу его обойти в следующий раз, правда? Я же ему к нему опять поеду. Он так встречает хорошо. А еще благословил потом. О, слушай, зачем мне кто-нибудь там вот, Анатолий там или Саша там, еще кто-нибудь. Зачем именно? Я к нему. А с ним мы уж найдем общий язык. Понимаем друг друга, да? Да, Леша? Правда, да. И вот так люди уклоняются в корысть. Вы помните, какая причина была того, что люди захотели царя? Во время Самуила, а? Они к корысти были наклонены, детки, сыновья Самуила. Корысть. Судили уже как? А вот так. Тоже брат один говорит. Когда, говорит, я говорю о человеке, которого уважаю, я некоторые моменты закруглю. А если этот человек мне не симпатизирует, да? Или я ему не симпатизирую, я заострю какие-то моменты. И все зависит от того, как я это все преподам. Такое будет и отношение. Корысть. Корысть. Чтобы никто не поступал с братом своим, как? Корыстолюбиво и противозаконно. А помните дальше, что там? Ибо Господь мститель за все это. Итак, учат, чему не должно и с постыдной корысти. Это люди, которые во всем видят выгоду. Но не для дела Божьего, а для себя. А для себя. Я туда поеду, потому что там невыгодно. А туда я не поеду. А что я пойду к старушке? Я какой-нибудь молодой, там на ушко и присяду, присяду на плиту что-нибудь. А что я пойду там бабушку какую-то посещать, да? Да интересно с ней вообще-то. Что мы преследуем? Какая наша мотивация? Лучше нас никто на этот вопрос не ответит. Тимофею говорит в первом послании апостол Павел. В первой главе первого послания. Третьим стихом говорит. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. И дальше говорит, не занимались баснями, родословиями бесконечными. Потому что они производят что? Споры. Не учить иному. Нужно учить библейским истинам. не иному. Куда эти люди уклоняются, когда они это делают? Смотрите, 6-7 стих говорит. Отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть закона, учителями. Но беда вся в том, что не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот так. Не разумеют даже того. Оказывается, простых истин они не знают. Но они кем хотят быть? Законно учителями. И Христос упрекал таких людей, говорит, хотят, чтобы их звали учитель, учитель, почетное место, привилегии, почет, уважение. Я помню, когда в школе учился, песенка такая была, школьная. Говорит, и дома мне почет, и в школе уважение. А потом говорит, но все не в счет. Совсем наоборот. Четыре двойки в табеле, позорный счет. Знаете, хочется людям этого всего. И вы не думаете, что вы от этого далеки. Мы все с этим соприкасаемся. Мы все. Нам же хочется. Нам же хочется, чтобы нас заметили. И поэтому человек, каждый старается как-то себя, ну, можно сказать, представить достойно. Только не перед Богом, а перед другими людьми. Вот это беда вся. Надо представлять себя. Но перед Богом, сегодня тоже было, это сказано, местописание, неукоризненным, неукоризненным, соблюдающим слово истины, провозглашающим слово истины. А если иному учить, если не держаться, то куда ты уклонишься? Вот будешь думать, что ты законоучитель, но не понимаешь самых простых истин. Почему мы сегодня говорим, что и для учителей воскресных школ нужно образование, нужно учиться, нужно, обязательно нужно, чтобы знать основные вот эти столпы христианские, на чем мы стоим, да, наше основание. А то будем говорить, а оно в самом деле есть или нет. Это, по-моему, Беспалов тоже говорит, был проведен опрос среди протестантских церквей. И там такие вопросы были, верят ли они в непорочное зачатие, в воскресение Иисуса Христа, и еще что-то там. Три таких вопроса. Пасторам. И там он говорит, баптистские 70 процентов сказали, что они не верят. Пасторы, вы представляете? Там и пенсиатические, все, все, все там есть люди, которые, находясь на служении, они не верят в эти вещи. Как он может быть там, правда? Довольствие заставляет идти на жертву. Да, они за это получают деньги. Они работают за деньги. А что ему до того? Воскрес Христос, и не воскрес. Непорочное зачатие было, обычное зачатие было, какая разница. Главное, деньги платили, чтобы, да, и можно было жить. Вот такие, друзья мои, бывают беды. И они приходят и в нашу жизнь. Дальше. Шестая глава, это уже послание, третьи и пятые стихи. Он говорит здесь, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будь то благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. Удаляйся от таких. И тут, смотрите, горд человек, да? Второе, ничего не знает. Третье, заражен страстью к состязаниям, словопрением. От этого что происходит? Зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения и пустые споры. Вот вам целый перечень, целый набор. И мы порою думаем, что мы такие благочестивые, мы такие правильные, а когда между нами это все обнаруживается, то Павел пишет Коринфянам и говорит, разве вы не плоские? Между вами что? Зависть, споры, разногласия. И не имели никакого недостатка ни в каком даровании духовном. Казалось, Бог Духом Святым действовал, но люди были какими? Плоскими. И все. И что ты с него возьмешь? На что мы способны в таком состоянии? Кого мы научим? Врач, исцели себя самого, правда? Научи себя. Научи себя, дисциплинируй себя. Я почему вначале сказал, что это всех касается, и учителя, и пастыри, это всех касается нас. И нам нужно в этом особенно, особенно, особенно стараться. И если вы только заметите, что у вас зависть появляется кому-то, между вами распри, лукавые подозрения, бейте тревогу, быстрее бейте тревогу, пока это вас не захватило совершенно. Иначе придет к чему это все? К ненависти. А ненависть приведет к убийству. Я не говорю, что это надо взять меч и кого-то поразить, или копье, или лук. Нет. Духовно. Есть духовные вещи, на которые мы мало обращаем внимания. Поэтому это все мы отметаем, да? И еще, есть еще учения какие? помните, нет? Какие есть учения? Четвертая глава, 1 Тимофею, с 1 стиха. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольцителем и учением бесовским. Вот что есть еще. А чем оно отличается от обычных? Они на нормальные вещи, здравые вещи, которым мы привыкли, которые в нашей повседневной жизни, они называют, что это ненормально. Знаете, сегодня в мире так, нормальное почитается ненормальным, а ненормальное нормальным. Это учение какое? Песовское. Это прямая дорога в преисподнюю. Даже не спрашивайте и не пытайтесь узнать. И он говорит, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу все то, что Бог сотворил, чтобы верные вкушали с благодарением и познавшие истину. Вот будут такие люди. Ты этого не делай, ты к этому не дотрагивайся. И все такими, казалось бы, себя фарисеями выставляют порядочными. Но я думаю, что фарисеев порядочных не бывает. Они все непорядочные. Фарисеи все непорядочные. Почему-то в моем таком понимании сложилось. Раз фарисей, то уже какая-то есть ненормальность, да? Есть какой-то изъян. И поэтому вот такие есть учения сегодня. но мы не должны думать, что соблюдая вот эти постановления или эти уставы, мы будем поступать правильно. Сохрани нас, Господь, от этого. Поэтому мы не будем следовать этому. Интересно, 2 Тимофею в 3 главе апостол Павел говорит, смотрите, как он пишет. 2 стиха я читаю. Ну, там говорит, к сим принадлежат те, я не буду это читать, а седьмой. Всегда учащихся и никогда не могучих дойти до познания истины. Как и Иоанни, и Амрии противились Моизею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вот всю жизнь учатся, да? Мы вас тоже призываем к тому, чтобы учиться. Не попадаем мы в разряд этих людей, а? Нет. Вы знаете, нормальное обучение это нормально. А есть, которые все время учатся. Вот им кажется, они все время учатся, чего-то ищут, всю жизнь ищут. И как в том детском психотворении, ищут давно и не могут найти. Вот они ищут, ищут, казалось бы, вот они столько перелопачивают всего. А посмотришь на результат, какой? Какой результат? Никакой. А результата нету. А результата нету. Всегда учаешься, а какая причина? Павел объясняет. Противятся истине, противятся здравости. Поэтому они вот так и учатся. Учатся, 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 и уже пора бы научиться чему-то. Они элементарных вещей даже не знают. Не могут дойти до познания истины. Невежды в вере. Ну, вот такие есть люди. Им подражать будем, нет? А? Не будем. Ни в коем случае не будем. Как же нам быть успешными? Еще немножко, я уже много вас загрузил. Первое то, что Павел пишет. Титул 2.1. Смотрите, он говорит. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Вот говорит то, что сообразно здравым учением. Если что-то отклоняется от Писания, или что-то, вы видите, не стыкуется с Писанием, можете, ну, даже без всякого в сторону. Если только нет основания в Писании, или не стыкуется с Писанием. Мы чем можем проверить, истинно или нет, братья и сестры? Словом Божьим, у каждого есть, может быть, нет каких-то пособий, нет каких-то книг, но у вас есть самое главное, эталон, правда? Ко всему подходит, ко всему. Приложили, посмотрели, не соответствуют. Что? Даже не пытайтесь, не пытайтесь как-то приспособить, или говорят, не притягивайте истину за уши, не надо этого делать, отложить это все сразу. Здравое учение, здравое, оно во всех отношениях, здравое. Не хотели только видеть в Иисусе Христе, во всех Его действиях и поступках, не хотели видеть здравое. Скажите, из того, что говорил Христос, чему Он учил, что Он делал, что было нездравое. Вы можете найти хоть что-то, что можно под сомнение поставить. Говорит, первую книгу я написал тебе Феофил, а вы знаете, как Феофил переводится? Любящий Бога, любящий Бога. Я написал тебе, о всем, что делал и говорил, кто? Иисус. Вот это все написано о том, что Он говорил и делал. Найдите какую-то нездравость в Его словах. В субботу исцеляет человека, здраво или нет? Конечно, здраво. Он объясняет все. Он объясняет. Прощает грехи, здраво или нездраво. Негодуют. А Он объясняет им. Кто может прощать? Тот называет Его благим. Он говорит, а что ты меня называешь учителем благим? Благ только Господь. То есть, ты признай меня Господом. Тогда ты можешь сказать, что я благ. А Он был благ. И Он понимал всех. Говори то, что сообразно здравым мучениям. Это главное, это важное, это точное. Может, тебе кажется скучным это истина. Или уже все это говорили. Скажи 110 раз, 111 раз скажи, повтори. Это истина. И Он не нуждается, чтобы на нее украшение вешать. Она какова есть, такова она есть. И она через 100 лет будет истиной. Сегодня я спрашиваю у школьников, а кто такой Ленин? Они не знают, кто такой Ленин. А я знаю у нас, если спросят, когда он родился или когда умер, ты не знаешь, двойку получишь. А сегодня не знают, сколько лет прошло всего. Совсем немного. Но истина, она с первого века христианства и до сих пор слава нашему Господу. И она не поменялась. Она остается той же. И только Господь это может сделать, потому что Он над всем наблюдает этим. Говори это. Не бойся, не переживай за Слово Божье, что оно что-то не так. Оно все так. Вот наше не так. А все что Слово Божье, оно все так. И оно себя подтверждает. Его не надо пытаться оправдать или как-то представить в другом свете. Не надо. Оно за себя постоит. Что нужно нам в учительстве показать? Вообще интересно тоже. Здесь же говорит нам наш апостол Павел во второй главе 7-8 стихи. Он говорит во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Итак, что мы должны показать? Чистоту. во всех отношениях. Иногда люди говорят, да что вы мне говорите? Я совершенно к этому равнодушен, это меня не трогает. Вы знаете, я заметил одну такую тенденцию за свою практику пастерства. Стоит только человеку сказать, ну, разговаривал с одинокими, будь то братьями, сестрами, да мне никакой замуж не нужен. Только сказала, трах-бах и нужен, и уже отлучать надо. Никто не был нужен. Только брат сказал, что ему никто не нужен, но уже нажился. Трах-бах готово. Чистота. Нету чистоты. А так утверждают, а так говорят, что они таких достигли высот, их уже можно было живыми на небо брать, только Бог этого не видел, что их уже можно было живыми забрать. А в их воображении уже так было, уже можно было их забирать. Но Бог правильно сделал, что не забрал. А то были бы грешники еще в Царстве Небесном. А так может хоть покаяться. Чистота. Ее видно чистоту, но ее не нарисуешь. Как еврейская мама там или бабушка учила свою доченьку. Говорит, доченька, мозги не брови, если нет, то не нарисуешь. Все эти сестры могут очень красиво рисовать и брови, и что хочешь, они нарисуют, но чистоту не нарисуешь. Если она есть, то она есть, но если ее нет, то ее тоже нет. Понимаете? Она должна быть во всем отношениях. И почему Павел Тимофею так строго, настрого приказывает юношеских похотей убегай. И туда не иди, то не делай, туда не смотри. Вы можете увидеть это все. Ведь это же не так просто. Это нас всегда будет преследовать, пока мы здесь на земле живем. И неважно замужем, женатый, возраст, независимо ничего. Пока мы воплоти, на нас все действует. Запомните. И чистота должна быть во всем. Во всем чистота должна быть. Христа ни в чем не могли упрямить, сказать, а? Вот он с самаряночкой наедине там где-то уединился и беседует. А? Он беседовал открыто. Да, она была самарянка. Но он у колодца открыт. Открыто беседует, правда? И что он ей говорит? Он ей истину Божью возвещает. Он ей проповедует. И он говорит о Царстве Божьем. Чистота. Она никогда не должна нами пренебрегаться. И никогда не думайте, что вы справитесь. Никогда не справитесь. Если только вы будете о себе мнить, Бог попустит, и вы попадетесь. Попадетесь там, где, казалось бы, никогда вы бы так не сделали. Сделайте. Чистота на первом месте. Степенность. Ну, вы понимаете, что такое, да? Вести себя должным образом. Вы понимаете, как вести себя дома? Вы понимаете, как вести себя на людях? Я дома могу вести себя более раскрепощенно, но я не могу так вести себя здесь, перед вами. Почему? Ну, пришел бы в нижнем белье сюда, да? А вы бы на меня смотрели и сказали, что-то, уже у брата Васи, наверное, со временем что-то в голове неправильно. Правда же, есть степенность во всем. Даже за столом. Вы знаете, я иногда смотрю, мне кажется, этих людей нигде не жили. На стол поставили, хватают, как вроде вот, все, им не хватит. Быстрее, только про себя. Ну, ты же даже примерно возьми, ну, вы меня простите, я вот откровенно говорю, что вижу, то и пою. Ты же возьми, посчитай, сколько за столом сидит человек, сколько в общей тарелке. Если там 10 ложек, ну, что ты себе 8 берешь? Ну, возьми себе 2. чтобы остальным. Сколько кусочков там, допустим, положили того или другого? А? Ну, я правду говорю или нет? Или будем как дикари? Лишь бы мне. А где то, что мы должны служить друг другу? Где это все? Это элементарная вещь. Степенность должна быть во всем. За них хватает. И подожди, пускай другие возьмут. Дай возможность другим. Или свет выключать, когда последний кусок остался. Нету этого, правда? А это надо воспитывать в себе. Оно не приходит само по себе. Это воспитывается. Это воспитывается. Степенность воспитывается. Неповрежденность. Вы знаете, с годами у людей, да, все начинает работать по-другому, говорят. Но я уже, может быть, до такого критического состояния дошел, но кое-что уже замечаю за собой. А когда читаю в псалмах, так говорят, они в старости какие? Плодовиты, сочны и свежи. Не портишь если продукт. Слава Богу. Ну это кто? Который в доме Божьем пребывает, да? Они цветут во дворах Бога нашего, а не на меовитских полях или филистинских. Вот какие это люди. И должна быть неповрежденность. И если мы замечаем что-то, то мы должны тоже отреагировать. В себе или в ком-то. Мы не должны быть нейтральными в этом отношении. Заметить и исправить. И все врачи говорят так, что на ранней стадии, да? Гораздо лучше справиться с болезнью. А еще говорят, лучше предупредить, чем лечить. Неповрежденность. Пусть поможет Господь. Здравое, неукоризненное слово. Тоже здравость должна быть. Да, мы где-то можем сказать, может быть, что-то такое, что вызывает у нас и улыбку. Но это значит, знать надо, когда и что сказать, чтобы человек запомнил. Оно же не так, чтобы просто посмеялись все. Нет. А для того, чтобы оно осталось, отложилось. И за это нельзя укорить человека. Он сказал, вроде бы, о проблеме. Он сказал о таких серьезных вещах, но сказал так, чтобы не обидеть никого. Никто не будет укорять, никто не будет говорить что-то плохое в его адрес. Правда? Благословит Господь. И еще здесь очень важное есть, что учить людей быть прилежным к добрым делам. Два места читаю. Тут же Киту говорит в 3 главе 8 стих. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал осем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. И 2 стих 14. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовольствовании необходимым, нуждам, дабы они, дабы не были бесплодны. Оказывается, добрые дела это то, что идти должно вслед за нашей верой. Правда? Оно не должно идти впереди. Мы не должны добрые дела идти и делать для того, чтобы сказать, вот какой верующий. Но мы веруем для того, чтобы делать добрые дела. И все на своем месте. И если мы их не делаем, если мы в этом не упражняемся, наша вся деятельность учительская теряет всякий смысл. Третье. Пребывать в том, чему научен и чтобы и что тебе вверено, зная, кем ты научен, пишет Тимофей. Да? Чтобы ты пребывал в том, чему научен. Вот нас всех учили. И каждый учитель рождался сначала учеником. Он был учеником. его научили. Но знаете что? Кем ты научен? Что тебе вверено? Если вам вверены вот эти детские сердечки, положите туда сокровенное Божье Слово. И этого достаточно. Слово Божье, оно не будет мертвечиной пахнуть. И оно не останется лежать одно. Оно начнет когда-то действовать. Слово Божье, это самая истина. на понятном детском уровне, на их языке. То, что они могут понимать. Я, может быть, уже повторяюсь. Я скажу, что все библейские истории я знал, когда я не умел читать. Знаете почему? Мама мне рассказывала. Мама мне рассказывала. Я знал про Самсона. Я про Голиафа знал. Я знал все то, что вот такие интересные истории. И когда мне где-то уже приходилось с этим сталкиваться, а я знал, потому что уже об этом мне было сказано. Донесите деткам, донесите им. Это так запоминается. Это так важно и ценно. Их сердечко, которое такое еще неиспорченное, чистое, туда попадет это Божье слово. Он будет знать, это не мультик. А это ну погоди, там еще какой-то. Это мультик. А это не мультик. Это Божье слово. Это Божья истина. Этому нужно верить. Преподайте так, как Божье слово, зная, кем вы научены. Ну и очень хорошо пишет Павел, и он говорит, вникай в себя и в учение, и что? постоянство. И мне хочется головой качать. Так много людей загораются. Вот я буду. Знаете, тоже, ну я как-то все у меня получается оно вместе. И школьная программа, и то, что допустим авторы писали. Помните, как тот, который профессию выбирал? Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. А там еще есть. О, я туда пойду. И так иногда мы хотели бы все ниши занять. И нигде нас нет. Нету постоянства. Если вы, допустим, видите, что вас Бог в этом благословляет, будьте в этом постоянны. И пять лет, и десять лет, и двадцать лет, и тридцать. Моисей сорок лет. Паскот. А если бы он попас только четыре года, или десять? А? А Богу сколько нужно было? Сорок. И вот сорок лет пасет. Не претендует ни на чего. Там взял одного, убил, другого склонял к миру. Когда все выяснилось, убежал, думал, поймут его. А тут, наверное, Бог что-то забыл про меня. И пасет, и пасет. А потом погнал далеко в пустыню. Куст сгорит, не сгорает. Интересно, что-то такое. Что, он мало кустов видел, которые горят? Пыхнул, и все, и нету. А тут горит, и не сгорает. Подходит там голос. Моисей, сними обувь с ног твоих. Святая земля здесь. Закрывает лицо, не смеет смотреть. А Бог увидел, что уже этот человек что? Созрел. Вот скажете, кому 80 лет здесь? Учителя, поднимите руку. Нету, да? Ну, может, если двоих сложить, то будет 80. А он в таком возрасте только начинает, только начинает, а Бог подготовил его постоянно. Готовил 40 лет в Египте, 40 лет в пустыне, а потом он уже был готов. Был готов. И то еще не совсем, еще 40 лет. шлифовал. От Бога терпения. Я бы плюнул бы давно, просите меня за такое слово, на такого подчиненного своего, да, или на такого ученика, и сказал, да, слушай, проще научить какую-нибудь эту деревяшку, чем тебя. Ну, что ты не понимаешь, сколько времени на тебя тратит? Но Бог так не делает, правда? Он с долготерпением, Павел пишет, шадил сосуды гнева, с долготерпением великим, чтобы вместе с ними явить над сосудами милосердия изобильное богатство своей благости. Господи, а как тебя понять вообще? А вообще, что происходит в том, что ты управляешь? Ты непонятен для нас. Терпишь столько, да мы бы сразу протянул руку, как китайцы, да, за чужим, чирик, и нету руки. Все понятно, другому будет неповодно. Нет, Бог так не делает. Бог терпит. Они делают, Бог терпит. Они так ведут себя, Бог терпит. А потом показывают. А мы потом удивляемся, говорим, Господи, а как же ты так мудро все сделал? И вывод. Какой вывод напрашивается, друзья мои? У меня такой напросился, не знаю, как у вас. Истинное учение должно, знаете, к чему приводить? Откройте Ефесианом, и мы помолимся. Четвертая глава. С 11 по 13 стих. Истинное учение должно приводить к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Вот это основа, к чему должно привести то учение, в котором мы научены, наставлены, и которое мы передаем тем, кто нам вручен совершению святых, на дело служения, и для созидания тела Христова. А приведет это в единство веры, дальше, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, и в меру полного возраста Христова. Вот оказывается, все так просто, правда? Все так просто. Избегать одного, стремиться к другому, и придешь к третьему. Все оказывается гораздо проще, чем я вам рассказывал. Пусть Бог благословит, поможет каждому из нас, каждому из нас поможет, чтобы в этом пребывать, в этом оставаться, и к этому направлять все свои желания и стремления. Благословит нас Господь, помолимся. Голубым небесам поднимаю воспаленные очи мои. ибо знаю, точно я знаю, в небесах все молитвы мои. Ибо знаю, точно я знаю, Небеса, все молитвы мои, Голубым небесам поднимаю Воспаленные очи мои, Ибо знаю, точно я знаю, Небеса, все молитвы мои, Ибо знаю, точно я знаю, Небеса, все молитвы мои, Голубым небесам поднимаю Ослабевшие руки мои, Ибо знаю, точно я знаю, Мой Господь не ударит по ним, Ибо знаю, точно я знаю, Мой Господь не ударит по ним, Мой Господь, я тебе доверяю Сокровенные тайны свои, Ибо знаю, точно я знаю, Мой Господь не расскажет о них, Ибо знаю, точно я знаю, Мой Господь не расскажет о них, Небеса мне сегодня открыты, Через пролитую кровь на кресте Ты назвал меня, Господи, сыном Я твой сын в Иисусе Христе Я твой сын в Иисусе Христе Слава Богу! Слава Богу! Действительно, когда стоишь на этом месте, Во-первых, ты волнуешься, Несмотря на то, что ты пресвитер церкви, Ты волнуешься, ты переживаешь, Почему? Здесь Бог! Аллилуйя! Где двое или трое собраны, Там и я посреди вас! Так сказал однажды Иисус Христос! И мы переживаем Его присутствие Всякий раз, Когда входим в Дом Божий, Когда склоняем свои колени, Когда открываем вот это священное Писание, И начинаем с Ним иметь общение! Аллилуйя! Так Бог устроил В Своем народе, В наших сердцах Переживать эту благодать! Это очень важно! Это нас вдохновляет Сам Иисус Христос! Я бы хотел вместе с вами Открыть одно такое место, Которое записано в Евангелии от Матфея Это 28 глава С 1 по 6 стих 18 глава Евангелия от Матфея Простите С 1 по 6 стих В то время ученики Приступили к Иисусу И сказали, Кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, Поставил его посреди них И сказал, Истинно говорю вам, Если не обратитесь И не будете как дети, Не войдете в Царство Небесное! И так, кто умолится, Как это дитя, Тот и больше в Царстве Небесном? И кто примет одно такое дитя во имя мое, Тот меня принимает! А кто соблазнит одного из малых этих, Верующих в меня? Тому лучше было бы, Если бы повесили ему мельничный жернов на шею И потопили его в глубине морской! Вот такое место! Знаете, когда я читал, Ну у каждого свои переживания И когда я читал, Я обратил на то, Что Бог взял дитя И вот этот спор разрешил посредством этого ребенка И я думаю, как важно нам, дорогие сестры и братья Смотреть на детей Потому что у них очень много имеются таких качеств Которые нам бы, взрослым, необходимо было иметь И одно такое из качеств у детей вот есть Это умение прощать Я, ну многодетный отец, я думаю, наверное, тут Если у кого побольше, чем у меня ребятишек У нас 11 детей, 8 с нами Трое уже в небе, аллилуйя! Мы благодарны Богу, что Бог дал и Бог взял в свое время Помог пережить это все И вот ты смотришь на своих ребятишек И смотришь, как вот они Могут вот так вот спокойно играть Потом раз в одно мгновение поругались Проходит время, и они опять вместе Думаю, у взрослых такого Ну не всегда бывает так ведь, братья Вот где-то даже что-то произошло Например, ну в церкви Смотришь, какой-то конфликт между взрослыми людьми Которые служат Богу Которые крещенные в Дух Святой Имеют уже не один десяток лет за спиною Служение Богу И раз что-то случилось И смотришь, обходят друг друга вот этой стороной Там стороной, не хотят встретиться И так вот думаешь, как важно смотреть вот на то Что Христос показал Взял это дитя и сказал Смотрите, если не умолитесь как дети Не войдете в Царствие Божие Братья и сестры, если Бог так сказал Значит так и будет И вот на одно из таких качеств Я бы детей хотел бы обратить внимание Это умение прощать Прощение, оно само в себе Как бы имеет такое значение Не поставить вину Забыть вину Обиду Освободить Кого-то От какого-то Обязательства То есть вот само прощение Не поставить вину Простить Да Забыть это все Как бы это было вот ну Нам хорошо иметь И Знаете я Переживал такие случаи Когда Приходилось Ну Бог учил И приходилось Сталкиваться с людьми И по работе Когда Меня на работе Я работаю Ну уже 26 лет В службе безопасности Меня с должности на должность Переводят И как бы один человек Он был раньше начальником охраны Потом меня его На его должность поставили И он вот так вот При всех ребятах подходит И Я проверяю Один пост И он на меня Эй сектант Подошел И головой меня ударил Я Ну конечно я обиделся Так вот Его вывели сразу же Как бы Знаете так вот В сердце моем Затаилась обида И На определенное время В моей жизни Пришел такой вот кризис Знаете Небо как будто Медию закрылось Есть такое в Библии Да Небо закрытое Медию Я чувствую что я Не соединяюсь с Богом Я чувствую что я Не исполняюсь с Духом Святым Я пришел в свой кабинет Там у меня камеры Прошло определенное время Это было Ну Не короткий период времени А вот эта вот борьба во мне В его сердце наверное Мы раньше были хорошие друзья А потом просто Такой случай получился Его убрали Меня поставили Не потому что я там ходил Или подсижил его Нет так решил начальник И я смотрю Он стоит на крыльце Торгового нашего центра Это торговый центр Александровский На площади Карла Маркса В Новосибирске Имеющий 500 мест торгующих И Одно момент Там может находиться 3-5 тысяч человек И вот я смотрю Он на одном Из крыльц стоит Я его увидел И так вот в сердце Своем Господи Я вижу этого человека Вот такой диалог У меня с Богом пошел Из-за него у меня Небо закрыто А Бог мне говорит Не из-за него Из-за тебя Я говорю Как из-за меня? Почему из-за меня? Господи Он говорит Ты знаешь меня А он нет И ты знаешь что нужно Пойти и попросить прощения Я принял это слово Я пошел к нему Подхожу и говорю Саня Прости меня Я как христианин Не должен был на тебя обижаться Знаете он поворачивается Так вот обнял меня Говорит Андрей Я ничего на тебя не имею Это много стоит Братья и сестры Перешагнуть через себя Сказать Господи помоги мне Пойти попросить прощения Примириться Меня как будто помыли заново Я от него летел на крыльях Я встал на молитву И небо открылось Аллилуйя Слава Богу И знаете Есть такой один пример В Библии Он записан В книге Бытие Я бы с 32 главы Хотел взять Это место Когда Один из патриархов Он тоже проходил школу Когда его изгнали из дома Получивший благословение отца Он на 20 лет Просто ушел из дома Потому что его хотели убить Я думаю Что в этом сердце Тоже нечто Наверное Было так вот Что-то непонятное В его сердце Наверное тоже были Какие-то переживания И Бог вел с ним работу Не просто так Знаете Находиться на чужбине И не так вот Где-то там Ну В таком почетном месте Он пас Скот Неоднократно Претерпевал Изменения Своего Так сказать Ну Человека Который его приютил Лаван Это был дядя его Который менял Своё обещание Который обманывал его И вот этот Иаков Он проходя школу Эту Получил откровение от Бога Что нужно ворачиваться домой Я думаю Что в его сердце Тоже наверное Что-то такое было Не просто так Домой вернуться Ему нужно было Примириться с братом И знаете Вот эту школу Он прошёл Он научился прощать Он сумел В своём сердце Простить брата Я бы на его примере Хотел бы посмотреть Как ему это удалось И так первое Что Что для него Так вот Для нас является примером Что нужно Для того чтобы нам Научиться прощать На примере этого Иакова Давайте откроем 32 глава книга Бытиё С 9 по 12 стих И сказал Иаков Боже отца моего Авраама И Боже отца моего Исаака Господи Сказавший мне Возвратись в землю твою На родину твою И я буду Благотворить тебе Недостойный Всех милостей И всех благодеяний Которые ты Сотворил рабу твоему Ибо я с посохом моим Перешёл этот Иордан А теперь у меня Два стана Знаете Когда вот Остановлюсь Когда я читаю это место У нас на реабилитацию Пришёл Один узбек И он сейчас с нами Мы вот 3 декабря Будем жениться Ачитывают И вот Я когда читаю вот это Он тоже пришёл С одним посохом Да наверное даже посоха Не было у него Его подобрали на дороге Один казах В Ленинском районе У нас есть ходит И вот он увидел Этого узбека И говорит Тебя любит Бог Пошли И он привёл его На реабилитацию Он сначала смотрел Говорит Ну отсижусь маленько Я потом уйду А потом Говорит смотрю Думаю Ну что-то не то здесь происходит Наверное Говорит меня на органы продадут Говорит Ну как-то не могут Так вот это Ну обходиться со мной Ну что-то не то И вот я смотрю тоже Он пришёл вот такой вот А сегодня у него стадо Мы перенесли с Новосибирска В Новотырышкину там Реабилитацию И у него сегодня Ну не знаю Баранов 200 Там несколько Волов стоит у него И вот когда я читаю За Иакова Мне сразу Наш Гафур вспоминается Не знаю почему И вот этот Хочу сказать Гафур Да Вот этот Иаков Он говорит Я не достоин Бог ему дал благословение Вернуться назад И вот он говорит Я имею сегодня Два стана Избавь меня от руки Брата моего От руки Исава Ибо я боюсь его Чтобы он пришедший Не убил меня И матери с детьми Ты сказал Я буду благотворить тебе И сделаю потомство твое Как песок морской Который не исчислит Которого не исчислит От множества Первое Братья и сестры Что он сделал Чтобы вот так вот Победить в себе Этот грех непрощения И уметь прощать Он стал обращаться К тому Который его благословил Аллилуйя Братья и сестры Как это важно Взять это для себя Примером Чтобы и нам тоже Не можешь просить Обращаться К тому Который привел тебя сюда Который допустил До тебя Вот эти обстоятельства Что ты Пришел в такое состояние Что вот он Этот камень преткновения Не могу простить Никак не могу переступить Обращаться к Богу Первое Второе Это записано Уже здесь В двадцать первом стихе В этой же главе Двадцать первым стихом И Пошли дары Дары Пред ним И он в ту Ночь Ночевал А он ту ночь Ночевал В стане Ну Если эти дары Перевести В эквивалент Денег Я думаю Там наверное Не один миллион Было отдано Братья Посчитайте Сколько верблюдов Сколько стат отдал Для того Чтобы Приобресть человека Для того Чтобы Размягчить сердце Для того Чтобы покрыть Вот то Что он Вроде бы у него забрал Материальная часть Она очень важна В нашей жизни Братья и сестры Вы знаете Мы Когда приезжаем в гости Ну Хорошо нас принимают А когда ты приехал в гости Если ты Какой-то подарочек привез Тебя еще лучше принимают И вот этот вот Иаков Он шел домой И шел с подарками И он сделал все Он отдал Знаете Немало средств Для того Чтобы расположить Сердце Брата своего Это ну Вроде бы такая вот Ну Незначительная такая часть А для человека Живущего во плоти Очень много значит Сделайте все Чтобы того Кого вы обидели Как-то может быть Даже материально компенсировать Как-то уделить ему внимание Как вот Иаков Сделал для Исава Это второе Третье 32 глава 24 по 29 стих И остался Иаков один И боролся некто с ним До появления зари И увидел что не одолевает его Коснулся состава бедра Его И повредил состав бедра у Иакова Когда он боролся с ним И сказал Отпусти меня Ибо взошла заря Иаков сказал Не отпущу тебя Пока не благословишь меня И сказал Как имя твое Он сказал Иаков И сказал Отныне имя тебе будет Не Иаков А Израиль Ибо ты боролся с Богом И человеков одолевать будешь Спросил Иаков Говоря Скажи имя твое И он сказал На что ты спрашиваешь О имени моем И Благословил его там То есть понимаете Братья и сестры Вот здесь вот я вижу Он уже получил Он обратился к Богу Он призвал имя Бога Первый момент Помните Он призвал имя Бога И может быть кажется Что этого достаточно Господи Но ты же благословишь Но этого мало было Он еще склонил свои колени И усвоил колени перед Богом И умолился И получил откровение Получил вот это благословение Свое сердце Благословил его Бог Как это важно нам Умолить Бога Чтобы Бог в наше сердце Положил вот это слово Положил вот эту благодать Положил этот мир Когда мы придем к этому человеку С которым будем мириться Чтобы нам иметь это благословение Иметь этот мир Иметь это помазание Для этого, может быть, нужно и не один раз склонить колени, а может быть и не два, и не три. И еще один момент хочу с вами прочитать, это уже 33 глава, с 1 по 4 стих. Имея вот эти благословения, подарки идут перед ним, этого для него тоже мало, и вот он уже встречается с Исавом, и мы видим, что происходит. Взглянув Иаков, и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ним и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шее его, и целовал его, и плакали. Очень важный момент, того человека, с которым мы имеем конфликт, на которого у меня есть какая-то обида или у него на меня, я знаю Бога, может быть он не знает, а может быть и знает. Как важно того человека ставить выше себя. Вот здесь в то время поклониться человеку, это значит признать его Господином, признать его власть, показать, что я склоняюсь пред тобою, ты выше меня. Как это важно, братья и сестры, признавать того человека правее себя. У Бога нечто, у него немножко другой взгляд на нашу жизнь. Нам кажется, да я прав, да я вот такой вот, и меня Бог благословит. Знаете, мы читаем Писание, там написано, а лучше быть униженным и обиженным. В глазах людей, в глазах Бога, ты будешь возвышен и благословен. И я бы вместе с вами хотел, имея вот эти четыре, такие свидетельства для себя, что нужно для того, чтобы уметь прощать. Обращайтесь к Богу и неоднократно. Располагайте сердце человека, имея даже, может быть, материальное что-то, как-то располагая его, как Иаков. И признавайте того человека, перед которым где-то мы что-то имеем, какую-то конфликтную часть, высшим себя. И Бог будет нас благословлять. Аминь. Об этом помолимся. Приветствую вас. Понятно, не только у меня разница в часовых поясах здесь, да? Значит, общение было хорошее, помазанное ночью у некоторых. Так, да, тема моей проповеди сегодня, но не проповеди, это, наверное, больше будет не проповедь, а такой формат, немного лекции, да? Успех в служении. Ну, мне дали такую задачу, да, поставили. Братья у вас умеют облегчать труд тех, кто к ним едет, они ставят задачи, темы. Я скажу, так гораздо проще готовиться. Вот, так гораздо проще готовиться. И успех именно в служении. И знаете, когда я готовил эту тему, я вспомнил, как я ездил в первую подростковую смену нашего заезда. У нас называется каждый год одинаково. Тут у нас очень мало креатива, у вас гораздо больше. Саша тут рассказывал, вообще чуть ли не каждые полгода они новый логотип придумывают. Вот, уже и дети к этому подключаются. У нас новый день смены называется, наша подростковая, но с 14-го года мы ее проводим каждый год. И помню, как я приехал в первый раз в подростковую смену. Я так читал в Библии, да, вот, вот, читаю, смотрю, понимаю, что ведь надо вот все-таки праведник везде успеет. И сегодня места еще буду вспоминать. Тимофею Павел писал, да, дабы успех твой для всех был очевиден. А я почему-то успеха не видел в первый день. Я приехал, я начитался про подростков такой жути, что у них настроение меняется по несколько раз в день. У них зашкаливает сера, у них зашкаливает уровень мочевины в крови, простите, пожалуйста, за деликатные подробности. Да, 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 бьет голову напрямую, да. И знаете, как бы, понимаете, я приехал, я испуган, я понимаю, что это подростки. А до этого была смена еще, и там братья тоже готовились, но они готовились к верующим подросткам, приехали дети верующих родителей. И немножко смена так прошла сложно, тоже напряженно, делали выводы, и я просто боялся. И когда мне дали мой отряд, у меня оказалось, что у меня в отряде всего один ребенок диакона, все остальные дети пресвитера. Вот. И, в общем, когда я спросил вечером, какие они песни слушают, они сказали, наш Бог великий, это харизматская такая песня. Я думаю, ой, только такое, и бурчат что-то такие все, я что-то спрошу их, они, бух. Я так испугался, я думаю, господи, куда я попал вообще, зачем я за это взялся. И знаете, я был в таком огорчении, что я взял пост и забыл, что я взял пост. Вот. С утра сидим, Володя Менщиков рядом, он тогда с нами ездил на заезды. Я говорю, я даже в пост ушел, а сам кашу ем сижу. Настолько мне было плохо. Я, господи, как это все пережить вообще, как бы дожить просто, как бы хотя бы просто они меня тут не убили просто. Настолько они суровые какие-то все такие, друг с другом что-то там. Кого-то пошли пастой мазать в первые же дни ночью, измазали сами себя, чтобы на них не подумали. Вот, ага, два метра роста, мальчику 15 лет, и никто не подумает, кто бы ему мог измазать пастой. Ну, ладно. И когда был тимбилдинг, ну, команда образования, в общем, и там был падение доверия, да, Trust Fall. Это с кузова автомобиля надо было назад падать, и тебя ловили. Я думал, они не будут меня ловить. А они поймали. И знаете, в этот момент, когда они меня поймали, я почувствовал, что я их, как раз, так люблю. И я хочу им помогать. И после этого все начало настраиваться. Они там, многие исповедались, многие приняли решение. Большинство из них осталось в церкви. Вот, некоторые ушли, к сожалению, с отдаленных районов. Но я хотел сказать, что всегда думаешь, а как вот сделать хорошо? Наш успех не чтобы мы успевали, да, я об этом тоже буду говорить. А как сделать так, чтобы, ну, не просто так, приехать, там, мячик с ними попинать и уехать, и все. Мы же все-таки это все совершаем, чтобы к Богу людей приводить, да. И вот нам очень важно думать все-таки, да, чтобы наш успех был очевиден, как к Тимофею говорил апостол Павел. И вот я некоторые моменты так написал. Семь таких глаголов. Успех, служение, это такое, вроде бы, существительное, но оно обозначает глагол. И семь глаголов успеха я так обозвал свою лекцию. И, значит, первый глагол, так, у меня там все есть, да, все хорошо. Не о себе забочусь, а о сестрах, чтобы они тоже видели. Вот, значит, первый пункт, самый главный, будь праведником. Будь праведником. Псалом 1, 1, 3. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Смотрите, здесь очень важный момент. Значит, блажен, то есть счастлив. Счастлив муж-мужчина, ну, мы говорим о человеке в целом сегодня, да, который не соучаствует, да, социально он не завязан как-то, у него нет тяги в совет нечестивых, да, он не с ними советуется, он не стоит на путях грешных, то есть мысли. Мы понимаем в Библии прообраз путей, это как бы мысли, да, прообраз мыслей пути, точнее. Пути у нас, мышление у нас не грешника, да, мы не сидим в собрании развратителей, нас не тянет в эти сообщества, но в законе Господа воля его, то есть мы по слову стараемся жить, мы размышляем, наши мысли соответствуют тому, что в Писании написано, и написано, что такой человек, он во всем, что он не делает, он успеет, он будет успешным. Поэтому главное, когда мы думаем о том, чтобы быть успешными людьми, успешными христианами, успешными людьми, там миллион способов есть, как имитировать успех, взять в аренду хорошую машину, сфотографироваться, и ты уже успешный, например. Вот, но знаете, вот успех в христианском труде невозможен, и именно христианский успех, я сейчас дальше поясню, в чем разница, да, невозможен без праведного, состояния праведного сердца. Что такое праведность? Я три момента обозначил, это не все, я просто как советы определенные даю, то, что я вижу, важно. Значит, первое, чтобы быть праведным, надо выбирать чистое, выбирать чистое. То, на что ты смотришь, будет тебя обязательно менять. Поэтому брат Олег вчера проповедовал и говорил о Слове Божьем, о том, что его нужно просто читать, хотя бы просто читать. Я согласен с этим на 100%, потому что я ни за что не поверю, что Слово Божье слабее боевиков всяких, и в фильмах, и различных картинок грешных. Потому что, когда человек смотрит что-то просто грешное, оно на него влияет, он не понимает, что это такое. Маленький ребенок смотрит, у него сознание начинает меняться. Когда человек читает Библию, просто читает каждый день, он смотрит в нее. Я даже не говорю о рассуждениях, размышлениях, эти все советы нужно выполнять. У тебя мышление будет правильным образом формироваться, выбирать чистое. Надо стараться о своей праведности. У меня был друг в детстве, сейчас он, к сожалению, не в церкви, но он всегда был очень отчаянным человеком по сравнению со мной. У него страх отсутствовал на генном уровне. Но он очень боялся маму при этом. И когда он в очередной раз пошел кататься на тарзанке, тарзанка была под мостом, склон был глиняный, а мама ему купила чистый, светлый, спортивный костюм. Собственно, по законам жанра тарзанка сорвалась, он упал гладенько на глину и скатился по глине вниз. Он понимал, что если сейчас мама увидит его в таком виде, он пропал, все. Но он, недолго думая, вывернул весь костюм наизнанку и так пришел домой. Пришел домой спокойно, мама не заметила потери бойца. Он тихонечко потом как-то запихал это в стиральную машину. Я вам скажу, что одежды праведности, друзья, не надо выворачивать. Мы порой где-то в тайной комнате в своей одни. Так бывает, знаете, искушения подходят, бывает, к человеку. Где-то что-то человек посмотрит, где-то человек побудет в совете нечестивых. Где-то мысли у него не такие, не в слове пребывает. Но потом на собрании, аллилуйя, слава Господу, говорит не потому что, а ибо и так далее. Мы знаем правильно эти все христианские слова, да. Вот вывернули одежду праведности. Одежду праведности не вывернуть никак. Следующий момент, важно практиковать пост. Практиковать пост. Мы видим сегодня ситуацию такую, что даже подросткам нужно практиковать пост. Мы родителям говорим, чтобы они вместе со своими детьми уходили в посты. Что такое пост? Я вот один момент просто скажу, почему он важен. Потому что мы так ставим плоть на место. Потому что когда мы запрещаем плоти то, что ей можно, говорим, сиди противной без еды. Да, грешная, окаянная, бунтарь. Все, заставляем ее просто голодать. Она воет, знаете, как бывает, да. Кушать-то ведь хочется. Но мы заставляем, мы лишаем ее того, что ей можно. В дальнейшем она не будет требовать то, чего нельзя. Она уже не пойдет в какие-то прихоти, в похоти. Потому что мы просто ставим ей границы. Хотя бы поэтому, я уже молчу о том, что когда мы о пище меньше заботимся, то о духовном начинаем больше заботиться. Да, больше мы можем с Богом общаться. На следующий момент, если согрешил, то нужно каяться. Согрешил, кайся. Это все в Библии написано, эти практики мы знаем. Не надо сохранять в себе. Не надо сохранять в себе. Спарта, такой город был древнегреческий, и в нем были очень суровые нравы. На самом деле, говорят, детей там не сбрасывали с обрыва, это были случаи. Но все равно очень суровый был город. И очень суровое такое выражение, даже есть спартанский стиль, да, или спартанское воспитание. Там мальчиков очень строго воспитывали за непослушанием. Девочек тоже, но история про мальчика. И вот один сын у отца украл лисенка и играл с ним в своей комнате. Его позвали есть. Он понимал, что если сейчас оставят лисенка здесь, обнаружится, что он его украл. Тогда его накажут. Он спрятал лисенка под одежду и пошел есть. И пока он ел, лисенок прогрыз ему живот, и он умер. Знаете, когда мы оставляем что-то внутри себя, какой-то грех, и идем еще и в служение, еще и на сцену встаем, да, еще и детей чему-то учим, а сами не освещаемся, не каемся. Может быть у нас такой грех, что даже наказание нужно понести, на замечание встать. Если мы разрешаем себе в это таить, то придет гораздо большее всегда. Всегда будет умножение этого. И мы знаем, что праведник, такое стихотворение, праведник характеризуется не тем, что не падает, а тем, что встает, группируется, кается, извинением радует. Вот нам важно понимать, что праведник характеризуется своим покаянием. Так написано, семь раз упадет и встанет, потому что праведник, потому что кается, потому что его падения, они не с четвертого этажа вниз, он не затягивает процесс, он регулярно подходит к служителю, общается, что-то случилось, не пободрствовал, да, он идет в это покаяние, он не сохраняет в себе что-то такое, ненужное. Был такой человек, может быть, он все еще жив, не знаю, Ник Берчелл, он служил на флоте в Америке и в командировку поехал. Его друзья просили привезти копченой колбасы с его местности. Они тоже так возят копченую колбасу, оказывается, как у нас. И он привез очень много, целый чемодан этой колбасы своим друзьям в другое место, куда в командировку поехал. И оставил эту колбасу в отеле, чтобы она не испортилась, положил ее на окно и открыл окно. Когда он через час вернулся домой, ну, в номер, то в номере было 40 чаек. Чайки залетели в окно и сожрали всю колбасу. Он говорит, что чайки не переваривали нормально колбасу, поэтому вся колбаса оказалась быстро обратно в номере. То есть весь номер был просто похож непонятно на что. И когда чайки его увидели, они яростно пытались вылететь, а окна не могли найти. И все это было в перьях, было просто ужасный крик. Он швырнул в них ботинком, ботинок упал через окно в лужу. Вот, тут все разрушено, он там перевернул весь номер. Он вышел за этим башмаком, начал сушить башмак феном. Уронил фен в ванную, фен замкнул, выключился весь свет. Когда в итоге он отчаянно уже позвал усмотрителя гостиницы, то его просто выгнали оттуда и запретили ему там селиться целые 10 лет. Я к чему это все рассказываю, эту историю, да? О том, что не надо оставлять в сердце запрещенное. Не надо оставлять в сердце то, что будет привлекать зло. Не надо оставлять для себя какие-то лазейки туда. Максимально стараться быть праведным человеком. Потому что человек, который праведен, он везде успеет. Следующий момент укрепляет церковь. Наш успех, он должен быть ориентирован на церковь. Можете записать, что в служении нет успеха личного. Есть успех общий. Это очень важно понимать. Второзаконие, 29 глава, 9 стих говорится. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Простите, здесь очень важный момент, чтобы вам иметь успех. Вам иметь успех. Смотрите, здесь ориентир идет именно вам иметь успех. И нам это очень важно понимать. Пусть это место будет для нас нашим девизом, чтобы нам иметь успех. Мы порой человек, люди, да, и свойственно людям успех личный или общий даже присваивать себе. Брат у меня рассказывал, ну, брат верующий в церкви, у них сварщик был на производстве. И когда они все выполнили задание, он выходил вперед, так скромно говорил, я тут сделал. Вот, на него смотрит, вообще-то мы все сделали. А когда он какой-то шов не проварил или что-то отвалилось у него, он выходил и говорил, ну, мы тут маху дали. Мы, почему мы? Ты же варил, ты же сварщик. И как-то человеку так вот свойственно, он быстро переключается. Успех мой, мне, мне, да. Как у меня дочь молилась раньше в детстве. Господи, благослови маму, папу, бабушку и меня, 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 меня. Много раз меня нравилось ей так это. Она понимала Божье благословение больше сейчас, чем сейчас, наверное, даже. Вот, но знаете, вот такая ситуация. Нам нужно понимать, что наш труд, он должен укреплять церковь. Если мы делаем труд для того, чтобы самим иметь успех, мы будем такими людьми, которые хотят реализовываться, хотят первенствовать и так далее. Я сейчас покажу одну схему небольшую. Меня слышно, да, нормально? Слышно, да? Ну, смотрите, брат нам приезжал, Михаил, через, знаете, наверное, Туа. И вот он просто на вопросах, в вопросах это показал. Наше служение должно соответствовать двум моментам. Я эту схему просто покажу. Ну, значит, раз, два, три. Ух ты ж, даже громче еще. Вот смотрите, в этой схеме что есть? Есть точка ноль, это отсутствие всего, да, или отрицательная сторона. Есть то, что я хочу, то, где я себя вижу, в каком труде, да, и как я себя вижу в этом труде, там, в воскресной школе, в лагере. Мой стиль, мои идеи, да, мои ресурсы, мои какие-то, мой креатив и все остальное, да, что у меня есть, я. А вот здесь вот церковь. Конечно, правильно было бы церковь указать вверху, но не в суде. Сейчас это не так важно, да. И вот смотрите, бывает такое, что ты нигде, ты не реализовываешься, слово реализовывается мы не говорим, да, ты не трудишься сам нормально, ты не по назначению, ты сам не видишь себя в этом деле, и церковь тебя не видит. Или ты вообще не трудишься просто. Это отрицательно, это неправильно. Часто бывает следующим образом. Ты хочешь делать что-то, ты себя видишь в этом, ты видишь свой стиль какой-то, да, я вот так хочу проводить уроки, я вот об этом хочу говорить, я так хочу взаимодействовать с детьми, с подростками и так далее. Но церковь тебя не видит именно так. Братья тебя не видят, ты не синхронизирован с видением твоего служителя. И это тоже неправильное положение. Ты стремишься не для укрепления церкви, а ты стремишься к веревенству, ты стремишься к самореализации. Бывает вот такое положение, когда ты делаешь то, что ты, как ты не сам хочешь, но как видит тебя церковь. И видите, я поставил плюс, да, это уже хорошо, это уже хорошо, когда ты соответствуешь, ты как бы свои желания, ну, уступаешь, смиряешься и делаешь то, что видят братья, как видят братья, да. Ты идешь за советом, не чтобы потом сказать, ладно, пойду еще где-нибудь посоветуюсь, да, неправильно, не понравился мне совет, а принимаешь эти советы, да, где-то подстраиваешься под то, что тебе говорят, вот, но хорошо нам приходить вот в это состояние, плюс такой большой, да, христианский крест, это состояние, когда мы, наше служение, да, наши ресурсы и наше видение, да, оно начинает соответствовать видению церкви, видению церкви, видению служителя в церкви. Вот, нам нужно к этому приходить, по-другому не будет никогда. Вот, Павел говорит о том, что об одолжерных яствах мы знаем, мы, даже знание само по себе, коллективное, в церкви не бывает, я знаю, у меня знание, мы все вместе, мы все вместе, и у нас есть цель определенная, да, чтобы наше служение, оно укрепляло церковь, чтобы оно укрепляло народ Божий. У нас не должно быть в понимании, что наш успех – это для нас, это нам медали навешать, как одному партийному лидеру в свое время, да, дорисовывали плечо в два раза больше, чтобы медали навешать, которые он сам себе дарил. Вот, нам не надо такие медали себе вешать, нам вообще не нужны медали. Господи, помоги исполнить твой труд, дай, чтобы в церкви твоей было хорошо. Будет в церкви хорошо, у нас тоже будет хорошо. Следующий пункт, не будем останавливаться, трудись, трудись. Третий глагол – трудись. Просто начни что-то делать. Если мы просто сидим, ждем, просто, как написано, наблюдает, ветер там унижать, да, не сеять точнее, вот, знаете, попутный ветер, надо, чтобы на поле ложилось хорошо, ждут попутного ветра сеять или некоторые, и не дожидаются. Надо просто начинать работать, просто начинать работать. Розалия Брэдфорд, такая женщина была, она дважды попадала в книгу рекордов Гиннесса. Первый раз, как самая полная женщина, 465 килограммов весила, а второй раз, как рекорд сброса веса. То есть, к концу жизни она весила 80 килограмм. Вот, и когда она была очень полной, то она ничего не могла делать, она просто лежала, ну, наверное, это движение она могла делать, доставать руками до рта, да, она бы, наверное, не была такой полной, если бы не могла вот так делать. Но суть в том, что она, на самом деле, не могла уже в конце даже никак пошевелиться, шевелились только у нее руки практически. И ей диетолог назначил зарядку, издевательство, да, какое-то просто, включает видео ей, ну, видеоленту включает, и давай, делай зарядку, как там. И она единственное, что могла делать, она шевелировала вот так вот руками. И она шевелила руками, потом локтями, потом уже в плечах смогла сгибать руки. И постепенно начала делать зарядку, расшевелилась и поставила рекорд. Ну, нам не надо такие рекорды ставить, Господи, сохрани нас, да, но надо просто что-то делать. Написано, труды праведного к жизни. То есть не просто так у нас праведная жизнь должна быть. Если мы просто не живем праведной жизнью, но мы не отдаем то, что мы собираем, да, в общении с Богом и так далее, то мы будем как мертвое море. Знаете, Мертвое море и Генисарецкое озеро. Два водоема на одной реке находятся. Но они абсолютно разные. Генисарецкое озеро, там рыбачат, там много рыбы, там много растительности, там Иисус Христос проповедовал на нем, да. Вот. В него втекает много рек, и Иордан главное, и истекает много, оно отдает. А в Мертвое море все только втекает. Из него ничего не вытекает. И там ничего живого вокруг, кроме бактерий и туристов, вообще нет. Вот. И там, на этом месте, говорят, были Содом и Гомора города, да. И осталось Мертвое море. Самая низкая точка, ну, земли, по-моему, да, считается. Вот. И важно уметь отдавать, важно уметь делать. Один человек сказал, что нам нужно задавать себе вопрос, кто заплачет, если вы умрете? Кто заплачет, если вас не станет? Вот. Кому вы делали добро? Где вы трудились? Вы начинали что-то делать или только думали об этом? Это очень важно понимать. Следующую картинку покажу. Я хочу, чтобы вы сказали мне. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что общего между вот этой картинкой, между диваном и между вот такими людьми? Моисей, Елисей, Давид, Матфей, Петр, Андрей. Кто скажет, что общее? Что? Не слышу. Вы спите, что ли, все? Удобно, комфортно. Еще варианты? Никто не лежал на диване. Еще варианты? Не ленились? Выполняли свою функцию. Как диван имеешь в виду? Ага, еще вариант. Правильно, ничего общего нет у них с диваном совершенно. У них нет ничего общего с диваном. Я вам скажу, вы можете даже записать это слово. Не бывает диванного избрания. Бог не благоставляет лентяев. Бог избирал помазанников, когда они работали. Моисей пас овец и пришел в Божье присутствие. Елисей пахал на поле и получил милость к себе, в сторону себя бросен была. Давид пас овец и был помазан в царе. Матфей занимался административной работой, собирал налоги. И я думаю, что он делал ее честно, как мог. Вот, Христос его призвал. Петр и Андрей чинили сети, восстанавливали, рыбачили. Они работали. И Бог избирал людей, которые работали. И если мы не будем с вами трудиться, просто прилагать усилия, если мы просто будем как-то приходить, как-то что-то, ну, побыли, вроде как что-то провели, и все. Нет, надо прилагать усилия, надо трудиться, надо убирать лень. Лень, она убьет успех. Мой брат старший, ну, у нас с ним разные отцы и общая мама. Так вот, знаете, старший брат, у кого есть старший брат, поднимите руку. Вот, поднимите руку, кого защищал старший брат. Молодцы, хорошо вам. Когда меня во дворе обижали, я был маленький, я заходил домой, рассказывал старшему брату, и он говорит, скажи, что им будет плохо, только мне выходить лень. Думаете, я это хури рассказал? Это издевательство было просто, да? Но почему-то порой мы так не говорим, но так мыслим. Вот бы сделать хорошо, вот бы подготовить урок хорошо, вот бы внедрить новые технологии, которые получили на семинаре в Томске. Или конференция, как у вас? Конференция, семинар нельзя назвать, потому что это образовательная деятельность, у нас нет лицензии. Но, значит, конференция, да, но мне лень. И все на ноль умножается, лень все умножает на ноль. Знаете, вот слышали выражение, что христианский путь, он тернист? Согласны, да? Оп, напряглись, да, мы же про лень говорим. Знаете, написано при притче 15-19, путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведный, гладкий. Христос шел, и у него тернистый путь был, стерном на голове, потому что он грех мира взял. Книга-притч, читайте книгу-притч, она вся об успехе практически, о христианском успехе. Моя любимая книга, я считаю, это самая молодежная книга Ветхого Завета, самая молодежная. Вот, особенно для постмодерна, там очень короткие притчи, да, читаются легко. И вот в книге-притч, в книге-притч, ленивый человек приравнен грешному человеку. И везде, где в Библии, именно в книге-притч будете читать о ленивом человеке, это равно грешный человек. И когда однажды в детском заезде спросил у нас проповедник детей, а что может быть лень, но не грех? И один сказал, лень грешить. Молодец, лень грешить. А грешить-то почему-то не лень всегда, да? Потому что лень тоже грех. Лень тоже грех. Лень будет разрушать. Лень, она проникает очень сильно и глубоко, да? В одном китайском городе проходило совещание по борьбе с ленью. И пять чиновников на нем уснули в этот момент. Ленивые были, потому что. И так бывает, она прям проникает. Важно быть бодрыми, да? Важно вовремя ложиться спать и вставать, я об этом скажу, да? Важно всегда направлять мысли о том, что ты еще не все сделал. И не надо лениться. Лень, она может убивать весь успех. Лень, она не благословляется Богом. Надо трудиться. Надо начинать делать, что мы можем. Может быть малое, но делать это хорошо и стараться. Следующий глагол, будь верен в малом. Малое, оно умножится. У Бога в отношении тружеников вот такая математика. Он не приплюсовывает, он умножает. Он умножает. И именно умножает. И мы знаем историю, однако я ее все-таки прочитаю. Конец. Иоанн говорит Матфея 25, 20, 21. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне. Вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, но многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Войди в радость господина твоего. Пять талантов получивший. Так сказал. Получивший один талант. Один талант. Он сказал, я закопал этот талант. Вот тебе твое. Не подумал, что инфляция и все. Но Божья воля умножать. Мы видим, остальные все умножали. Никто просто не приплюсовал. Пять талантов принес один талант. Мы видим, потому что Бог умножает те ресурсы и тот труд, который мы делаем. Если мы верны в малом. Елисей получил милость от Илии. И что, стал пророком сразу же? Исполнял функцию пророка? Нет. Но он был верен в малом. Что он делал? Написано, что он осуществлял, так сказать, санитарно-бытовое обслуживание пророка. Да, воду на руки подавал. Я думаю, организовывал питание ему, чтобы все было устроено. Место, где он был. Возможно, прибирался даже. Возможно, делал просто какой-то маленький труд. И вот такой, казалось бы, незначительный. Но, когда Илия шел для того, чтобы вознестись, то многие пророки к нему, которые не ходили, которые не подавали воду на руки Илии, они Елисею говорят, они же думают, что он просто слуга. Слушай, тебя сегодня, твоего слуга, Господина, Бог вознесет. Он говорит, молчите, знаю. А знал, оказывается, благословение-то было у него. И потом он имел дерзновение, будучи верным в малом, имел дерзновение просить, чтобы дух Илии пребывал на нем вдвойне. И кто-то подсчитывал, по крайней мере, в Библии, чудес, которые совершил Елисей, в два раза больше, чем чудес, которые Бог совершил через Илию. В два раза дух пребывал, потому что он был верен в малом. Потому что он был верен в малом. Мы порой не хотим быть верными в малом. Нам надо сразу же много. Нам надо быть верными в малом. Я вам сейчас покажу небольшую историю. Так, а где картинка сама? Вот, да. Это река Арвари. Вы видите здесь реку? Видите какую-то дорогу, да? Это фотография реки, которой не было 60 лет. Это индийский штат такой, Радапстан. Вот. И в этом штате была река, которая оставалась только руслом 60 лет. Она полностью была высохшая. И там из-за эрозии почвы, да, была очень слабая растительность, для тех мест слабая. Почва разрушалась, минералы выдувала ветром все, да. В сезон дождей не могли нормально наполнять эту реку. Вот. И так длилась целых 60 лет. Она была сухой. Там почти никто не жил в этих местах. Люди, кто жил, болели. Но появился вот такой вот человек. Его звали... Так, а что у нас? Не листается дальше? Вот. Раджендер Сингх. Вот такой вот человек. Он уже не молод, но был он достаточно еще молодым. Закончил вуз. И пришел в ту местность. И он увидел, и он решил делать следующее. Он решил восстанавливать плотины. Я сейчас покажу эту плотину одну. А, вот сюда, наверное, надо нажимать. Да. Вот эта плотина. Вот эта плотина, она называлась джохад. Не джихад, священная война, а джохад. Вот. Она состояла из заграждения, как пруда такого, запруды, и скважин рядом пробуренных. Вот. Его сильно за это пытались избить несколько раз шахтеры, потому что он натопил шахты случайно их, которые бурил. Вот. Но что он делал? Чтобы в сезон дождей вода собиралась, а сезон дождей очень обильный в Индии, да, он укреплял эти джохады, очищал их от мусора рядом лежащего, углублял. И на самом деле результата сильно видно не было. Сначала, по результатам первого года, они буквально небольшое улучшение получили. Вода практически не продержалась и месяца. После сезона дождей все высохло, ушло в воду. Ой, в землю точнее, да. Но постепенно что происходило? То есть у них вода там стояла примерно, ну сезон дождей начинался где-то примерно с июня месяца. Примерно с июня месяца. И смотрите, если в первые годы, в 90-м году, она продержалась, эта вода, и река вся была рекой, прям полноценно, до октября. До октября, ну что такое, 3 месяца, все остальное. Там жара постоянно в Индии. То в 91-м году, уже до января, они дальше продолжали работать, бурили новые скважины, ставили эти запруды, очищали старые заброшенные, да, постоянно обновляли, чтобы дно было хорошее, чтобы все не уходило максимально, вода держалась. И смотрите, в 92-м году до февраля, в 93-м году до марта, в 94-м до апреля. И после 9 лет, после 9 лет, в 95-м году, знаете, как красительность сразу же изменилась вокруг, после 9 лет расчистки вот этих джихадов, плотин старых, река, которая сохшая, стояла просто пустыней 60 лет, не высыхала боли, и она все еще не высыхает. Человек по-малому, небольшими шагами, равно бы в первый год сразу же что-нибудь взорвать, так любили у нас, да, делать, говорят, в советское время, надо было водоем где-то сделать, просто ядерную бомбу взорвали, и водоем получился. Ну, реальная история. Вот. А тут нет, тут все спокойно делалось, и что произошло после этой работы, после этого мелкого, кропотливого труда, такого рутинного, он глобальный, но результаты от него не сильные, как бы вроде бы малое что-то. Целых 9 лет он работал, и смотрите, во-первых, площадь сельхозземель увеличилась втрое, втрое пригодные для земледелия площади увеличились. Урожай возрос в 10 раз, люди перестали болеть, а стоимость этой земли увеличилась в 150 раз. В 150 раз. Делайте малое, делайте понемногу. Бог будет умножать. Вы будете думать, почему ничего не получается, почему я делаю одно и то же, а ничего не выходит. И, может быть, вы будете только сеять. Но я расскажу, что мной, в свое время и нами, подростками, когда мы были подростками, а я был подростком, секрет, да, открыл, и нами занималась сестра. Не было тогда так поставлено служение подростковое, и нами занималась сестра одна. Она проводила с нами время, она нас терпела, она нас куда-то водила, там какие-то делала собрания, служителей подтягивала. И прошло время, она вышла замуж, уже уехала в другой город жить, и в какое-то время уже достаточно много времени прошло, где-то, ну, с 2003 года по 2015, и мы с подростками, уже с моими, так скажем, подростками, приехали в ее город посетить город, там в горы сходить тоже, рядом горы. Я ей говорю, спасибо тебе, что ты нами занималась. Она говорит, я не понимал вообще, я думал, это не мое. Думала я вообще, как бы, чем я занимаюсь, что я делаю? А я помнил все это время, когда я ее обидел словом, а она мне не ответила, она мне ответила добром. Когда я вроде бы, как бы, ну, колючие же эти все подростки, это ведь злые, противные, честно сказать, бывают, да? Подростки, тихо, кто здесь сидят. Вот. Но с ними надо работать. И вот она просто делала свое дело, она увидела результат через годы. Вот. Но здесь, кстати, к слову скажу, если вы помните, что вам оказано было добро и в служении какое-то на вас благотворно посодействовало, здесь очень много мы говорим о том, что, ну, не надо хвалить, потому что, не дай бог, возгордимся. Мы такие русские. Вот. Вообще хорошо, если мы можем отблагодарить человека, где он нам помог. Это его ободрит, это будет определенным свидетельством. Это так отступление от дела. Будь верный в малом. Следующий важный аспект – это работа над дисциплиной. Работа над дисциплиной. Есть два вещества, два материала – это графит и алмаз. Вот. Это обратимые материалы, говорят. И под разными состояниями графит может превращаться в алмаз и, наоборот, алмаз в графит. И вот я знаю, что алмаз из расплавленной породы, из графита, может при больших давлениях 30 тысяч атмосфер, 60 тысяч атмосфер, грифель, да, карандаша, графит, мягкий материал, превращается в твердый блестящий алмаз. И знаете, когда дисциплина в нашей жизни есть, то это мы сами соглашаемся на ограничения, на давление и даже на стресс определенный. Потому что очень легко, вчера один брат другому здесь говорит, не буду говорить кто кому, один говорит, я сладкого отказался, так пока тяжеловато, а другой – это мне легко, я взял да съел. Вот. Знаете, ну, они дисциплинированы оба. Вот. Знаете, очень важный момент нам понимать, что такое дисциплина. Это не будет легко, это будет тяжело. Когда мы проводили марафон с подростками, мы его назвали «Сторож-брату», вот, в пандемии он был с участием в Зума очень сильно, то мы заставляли их вставать в 6 утра каждый день. Это пандемия, они не учатся, никуда не ходят, и им вставать в 6 утра. Вот. И как мы это делали? Они должны были выйти в Зум в 6 утра, в 6.05. Встали и пошли в Зум первым делом. Да, Зум не чистить, что ты же с людьми разговариваешь на расстоянии, через интернет запахи не передаются твои. Вот. Вышли, пить 5 минут буквально поговорили. Некоторые по Уралу это называли «5 минут ненависти». Вот. Потому что они ненавидели вставать с утра в 6.05. Вот. Возможно, кто-то уходил спать потом, но самое интересное, они должны были ложиться вовремя. И мы включали очень много дисциплины в эти моменты. Ложиться вовремя спать. Потому что подросток, который не ложится вовремя спать, он зачастую грешит. Он просто грешит. Многие грехи делаются вечером. И мы их учили вовремя ложиться спать, чтобы вовремя вставать. Чтобы с утра были не 5 минутки ненависти, а радости. И когда? А? В 10 часов. Вообще, в идеале ложиться в 10. Но конференция есть конференция, да? Вообще, Господи, помоги нам ложиться в 10 часов. Но, собственно говоря, тогда у нас и мелатонин будет в норме, и все остальное. И будем радоваться, и будем умнее, чем мы есть. Что я хотел сказать? Они очень много еще других заданий выполняли у нас. Регулярно читали Библию, молились, отчитывались за это, писали эссе, конспектировали наши лекции, которые мы им говорим, и отдавали их на оценку. Выполняли еще какие-то задания, такие текущие на каждую неделю. Мы их потом спросили, какое самое сложное задание было? Самое сложное. Как вы думаете, какое? Вовремя лечь. Вовремя лечь. Вставать еще на слабо, как бы, и тут зум есть, а мы зум вечером не проводим, после сна как, это же не подтвердишь. Это надо такой зум, в который никто не выйдет, да? Типа уснули. Но понимаете, самое тяжелое было. Дисциплина это тяжелое, это стресс. И знаете, стресс, мы часто слышим о стрессе, что стресс это плохо. Оказывается, ученые, исследовали и стресс, наша нагрузка, и дисциплина, она вырабатывает стресс в человеке. Она способствует выработке гормона, такого окситоцин называется, который отвечает за социальную активность. Человек на стрессе, он как бы нуждается в поддержке других больше. И на самом деле, Бог у нас не ведет в расслабленность. Бог нас ведет в труд и в стресс в том числе, чтобы мы больше нуждались в нем, больше нуждались в церкви. Это очень важный момент. И вот я некоторые моменты дисциплины хотел бы сказать, некоторые они будут касаться коллективной дисциплины. Первое, первое правило дисциплины, не опаздывай, не опаздывай. Ложись спать вовремя, вставай вовремя и не опаздывай. Вот научитесь просто не опаздывать. Если вы будете опаздывать на служение, а некоторые труженики Божьи помазанные, они очень опаздывают. Такое бывает. У него же мир спасать надо, к уроку готовиться. Он до 4 утра урок делал, чтобы лучше всех провести. И потом опоздал. Или, например, человек прообщался со всеми очень допоздна. На хор опоздал. У нас одна сестра бедная, так ее жалеют все всегда. Жалели. Сейчас это прошло. Она бедная спала прямо на собрании в хоре. И вот так вот, знаете, это когда человек резко просыпается, бедняжки. Вот. Но, в общем-то, как бы надо просто соблюдать время. Я скажу, что время – это первая святыня. О времени я могу говорить целую проповедь, потому что Бог благословляет того, кто наблюдает за временем. Бог благословляет того, кто наблюдает за временем. Если мы будем читать книгу «Бытие», то мы увидим, что не было солнца и луны, а была уже день и ночь. Были день и ночь. Это первое время. Первые часы составляли две единицы всего лишь. День и ночь. День и ночь. Вот. И уже было время. Бог создал время раньше всего, раньше солнца и луны. Раньше небо уже было. Да. Раньше звезд и так далее. И Бог очень смотрит. У Бога все вовремя. У Него киты по расписанию плавают. Понимаете, да? У Него все происходит вовремя. Нужный человек оказывается в нужном месте вовремя. И когда он оказывается вовремя в нужном месте, то план Божий совершается. Посмотрите, с Иосифом пришел, братья его куда-то ушли. Случайным образом оказался там человек рядом или нет, которому подсказал, куда братья ушли? Нет, он вовремя оказался в нужном месте. А у человека порой все не вовремя. Все не вовремя. Он не знает. Соломон писал, да, что человеку великое зло от того, что он не знает двух вещей. Помните каких? Время и устав. Дисциплина по-другому. Потому что правила и правила в разрезе времени это и есть дисциплина. Друзья, нам очень важно дорожить своим временем, управлять своим временем, наблюдать время, понимать, насколько оно дорого и как оно легко очень вылетает. Время лукаво. Ты думаешь, оно такое еще длительное, еще час целый впереди, да? Как говорят, люди на пять минут заходят в интернет. Знаете как? Без пяти час зашел, без пяти два закончил. Пять минут. Вот. Без пяти же. Вот. Собственно говоря. Это дочери своей говорила. Она просила из садика ее забирать ровно в пять. Я говорил, я забрал тебя ровно в пять. В пять пятьдесят пять. Вот. Смотрите, следующий момент. Это просто правила дисциплины, друзья. Это очень важно. Поймите, особенно те, кто работает под руководством других, да? Вы будете помогать своему руководителю. Выполняйте задачу без напоминаний и заранее. Это дисциплина. Порой бывает, человек хороший, творческий, но он все делает только, да? Со стимулом. Стимул, знаете, как переводится? Палка. Только из-под палки. Стимул. Дают ему хороший, задают вперед, да? Но погоняют им. И это очень трудно. Это очень обременительно. Постоянно как-то через силу человеку вот так наклонять, напоминать, напоминать, напоминать. Приходят так руководителями. Я однажды удивился, как это так сложилось, что несколько человек рядом работали со мной, которым приходилось напоминать. И они уже так вздыхают. Женя, да я знаю, что ты звонишь. Вот. Я звоню все равно, как бы у меня где-то здесь отсутствует на генном уровне тормоз. Я все равно звоню и напоминаю, напоминаю. И тут одному человеку, молодому брату нашему, дал задание подготовить игру настольную для нашей поездки. Знаете, этот ассоциации, где много картинок. Мы библейскую игру такую сделали. Я ему сказал, это за месяц до поездки. Через две недели до поездки он говорит, я сделал. Я говорю, что? Игру? Какую игру? Да ты поручал. Знаете, мне так было приятно. Мне так было легко. Я понял, что я хочу с этим человеком работать. Потому что он без напоминаний все понял и сделал. И он сделал заранее, и было время на корректировку. Бывает такое, что человек делает до последнего. А знаете, почему делает до последнего? Знаете, почему? Знаете, знаете же вы. Тянет до последнего, потому что. Потому что в последний день я такой уставший, все, в последний день сделал свой проект, родил это дитя, приношу, а его надо править. Да как так? Да я правильно все сделал. И начинается все. Хочешь быть... Настоящий студент. На импульсе. Резкий импульс. Все сделал. Задача. Он хочет, как супермен, вызовы какие-то решать постоянно. Спасать мир. Да ты сделай просто все спокойно, постепенно. И все. Поступательными движениями двигайся, а не прыжками. Быстрыми перебежками. И получается, что из этого возникает в том числе конфликт в коллективе. Потому что мы не хотим корректировать то, что мы сделали. Принесите заранее с пониманием, что вам нужно будет откорректировать. Готовите проект. Здесь есть люди, которые готовят проекты, лагеря, семейный отдых и так далее. Они меня сейчас очень понимают и поддерживают, я уверен. Вот. Следующий момент. Терпи. Терпи и не бросай труд. Так бывает, когда сделаю замечание или что-то не получилось. Хочется сказать, да-да-да-да, все, и уйти, да, куда-нибудь подальше. Все это. Все уже не нравится. Тут все плохие. Картинки нет. Про это нет картинки. Но это все про дисциплину. Это все про дисциплину. Это дисциплина. Что дисциплина – это устойчивость. Это готовность меняться, подчиняться правилам и терпеть. Одного успешного человека, бизнесмена, спросили, какое самое главное качество, благодаря которому можно сделать все. И он говорит, терпение. Они знали, что он ответит, терпение. Он так отвечал всегда. И его решили подловить. Что даже воду в сити принести сможешь? Он говорит, да, потерплю, до зимы и принесу. Потерпи. Просто терпи. Многие вещи, знаете, так происходят. Тебе что-то сказали, и тебе плохо. Но знаете так, душа томится. Одного брата, он говорит, мой дух страдает. Ему брат служитель говорит, да ты обиделся, брат. Мой дух страдает. Чарльз Спержин рассказывал про одного такого тоже. Говорит, мой дух страдает. Он говорит, ты елся в обед, ты переел, теперь у тебя на собрании дух у тебя страдает. Вот. Наша плоть какая-то, она такая страдучая, постоянно что-то ей плохо, да. Терпите, не бросайте труд. Терпением вашим спасайте души ваши. Души спасаем терпением, а тем более служение, тем более мы делаем. И когда вы делаете одно и то же, когда вы делаете, в одном труде, пребываете в постоянстве, нужно терпение. Порой хочется креативного, новенького чего-нибудь, попробовать еще что-нибудь. Нет, нельзя. Следующий пункт, научись говорить нет. Научись говорить нет. И я в этом следующее вижу. Я вижу такую проблему, что люди хотят много служения охватить. Они хотят быть жрец, жнец и надудей и грец. Они хотят быть везде. И знаете, талантливые люди, у них и получается быть везде. И такое, к сожалению, бывает, в некоторых местах, что кто едет, на том и погоняют. Но проблема еще в другом. Бывает такое, что когда человек разделяется, действительно так приходится в церкви нести разные служения. Но я хочу сказать, что если ты уже служишь, ты уже в труде, и тебе предлагают то-то еще что-то, посоветуйся со своим служителем. Не просто посоветуйся, а чтобы он тебя благословил на еще какое-то дело. У меня есть друг, у него папа епископ. Другу 33 года, четверо детей. Он ни одно серьезное дело не начинает без благословения папы. А об отношениях с родителями тоже я могу говорить, целую проповедь, это отдельная история. Но я хочу сказать, научись говорить нет вот такому разбросу. У меня был друг, и когда он был помоложе, то он очень любил всем помогать. Но мы всегда боялись, что после того, как он согласится помочь нам, кто-то еще его попросит на этот день. Он помогал последнему, кто его просил. Потому что он был безотказный. Но он как бы был безотказный, с одной стороны, а с другой стороны, остальным отказывал. Ты будешь всегда о чем-то не родить, твои ресурсы ограничены. Вы не бойтесь, что что-то в церкви не будет сделано. Бог все устроит, Иго ваире. Вы не пытаетесь охватить все, вы не пытаетесь ковчег поддержать. Братья все видят. Вы молитесь об этом, может быть. Если братья вас не благословляют на дело, не рвитесь туда. Один человек мне говорит, так это же, Женя, важно. Кто спорит, что важно? Но важно тебя оставлять на твоем месте, и ты делаешь. Просто покажи на своей дистанции правильный результат. Ты уйдешь отсюда, будет плохо. Важно в коллективе для дисциплины использовать техники. Использовать техники. Я одну технику хотел показать, сейчас очень важную. Она помогала нам и помогает проводить заезды подростковые. Эта дисциплина уже такая коллективная. Дисциплина коллективная. Я как говорил, что успех у нас тоже коллективный. Это называется матрица ответственности. Смотрите, мы стараемся все процессы, и это не трудно на самом деле. У вас, я думаю, у большинства такое же представление. Вчера брат Саша, он проводил организаторский мастер-класс. Вы все поняли, что за все отвечают деньги, бюджет и так далее. И еще очень важный момент. Служение, вот такое, воскресная школа, что-то еще. Делить на процессы, что это такое. Я сейчас просто нарисую таблицу. Мне нужно немножко времени. Вот такую вот. Здесь у нас будут такие роли определенные. Вы даже сейчас будете немножко мне помогать. Я буквально оставлю немножко ролей. Что такое роли? То есть, например, Света. Вот Света, да? Хороший человек, поющая, да? А вожатым ездишь в лагеря? Ездит. То есть, смотрите, она и вожатый, и поющий. То есть, соответственно, у нее две роли. Ну, может быть, и больше ролей, конечно, она играет. Да, она играет много ролей. Такое для христиан. Ну, собственно говоря. То есть, смотрите. Кто у нас главный в лагере? Как его называют? Пожалейте этого человека. Не называйте его директором, ладно? Вот. У меня, когда роли расписываются, у нас главным едет брат Иван Климов. У него главная роль, он брат Иван Климов. Вот. Не называйте его директором. Ну, зачем ему потом сидеть за вас, за всех, если что-то произойдет? Ну, почему мы так хотим центра слова? Почему мы так хотим директора обязательно? Ну, ладно, пишем директор, раз у вас директор, да? Вот. Президент МИСИ, да? Председатель совхоза или еще чего-нибудь. Вот. Кто еще у нас есть? Кто еще у нас есть? Методист или методолог? Методист. Это же конфессия такая. Ладно. Методист. Ну, мы напишем мед слово. Вы поймете, да? Кто еще есть? Мед. Мед, да? Пишем мед. Вожатые есть, да? Вожь не будем писать. Напишем вожатые, да? Все-таки. Могут неправильно понять. Так. Кто еще есть? Повары. Это самая духовная профессия в заезде. Повар. Действительно. Давайте так напишем. Смотрите, во-первых, начальник столовой. Но у нас есть отдельный, главный, ответственный у них. Еще, кстати, запишите очень важный момент. Не бывает ответственных за один процесс. Не бывает. Если у вас ответственный Е за один процесс, у вас никто за этот процесс не отвечает. Он неуправляемый. Я вас уверяю, сто процентов говорю. У вас все будет АБК. Это как в волейболе, когда друг на друга надеются, что отобьют мячик, да? Мячик падает. Мячик падает, да. Это я знаю в волейболе, как выигрывать не знаю. Значит, начальник столовой и повар. Ну, это чтобы тоже мы понимали, да? Повар. Их может быть много. Давайте еще музыкант просто напишем. Музыкант. Теперь смотрите. Когда вы поняли, кто у вас в штатном расписании, так скажем, да, в штатной расстановке, это может быть воскресная школа, и там тоже есть ответственный за воскресную школу, да, служители и так далее. А, служители. Ну, например, служители еще, да, здесь есть. Как мы про него забыли? Служители должны быть. Служители? Служители должны быть в заезде обязательно, братья и сестры. Обязательно. Максимально привлекайте служителей к этому. Просите. Умоляйте их, чтобы они были. Умоляйте прямо. Вот. И есть, смотрите, у каждого этого человека, ну и, например, есть процессы. Какие процессы идут? Пение. Поем, да? Пение. Хорошо. Пение. 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 Ну и игра. Ну все, как бы, да, вот есть пение. Еще что есть? А? Футбол? Урок. А, урок. Урок. Хорошо. Еще? Футбол. Футбол. А? Зарядка. Зарядка мероприятия. Ну, хорошо, давайте зарядкой напишем. Знаете, однажды после одной молодежной конференции два братика стоят, а один другого спрашивает, у чего на конференции понравилось, а второй говорит, картошка. Вот. Духовное, понимаете, понимают. Духовное с духовным, да, соображают. Вот, поэтому питание, конечно же, приемы пищи, да, питание, питание. Давайте, что еще? Последнее запишем, нам надо просто накидать примеры. Молитва, да? Молитва сказали? Ну давайте напишем молитва, все. Этого достаточно, вы поймете. Вот, это сейчас, вот подобное делает методист, вот это вот, и вот это вот заранее. Распечатывает такую табличку, то есть это просто, чтобы вы понимали, это вот такие вот клеточки, да? Ну, в общем, вы поняли, да? Сейчас я другой маркер возьму. Из меня плохой маркетолог, маркеры плохие покупаю. Это не перманет, whiteboard, все, отлично. И смотрите, есть несколько отношений к определенному процессу. То есть директор к определенному процессу относится по-своему, да? Методолог, методист, медики и так далее. Смотрите, можете их записать прямо. Первое, это утверждающий. Утверждающий процесс. То есть он говорит, так будет, хорошо. Кто зачастую у нас утверждающий? А? Директор. Директор. Ну, или если директор управляет только как бы административной частью, есть служитель ответственный, старший. Ну, может быть он, да? Допустим, момент, что директор равно служитель, который с вами едет. Следующее, это ответственный. О или отв. Ну, я пишу отв, будем в клеточке проставлять другое. Он отвечает за процесс. Это шея процесса. Поняли, да, почему? Что он ей крутит, и он по ней получает, если что. Вот, если что не так. Ответственный может быть только один. Дальше. Есть исполнитель. Исполнитель. Исполнителей может быть несколько. Ответственный тоже равно исполнитель, да? Но у него есть конкретно исполнители, которые не отвечают за процесс, но они вовлечены в этот процесс. Например, у нас, когда готовится программа, у нас есть блок. Например, блок тимбилдинг. И у нас отдельная группа, несколько человек готовят этот блок. Не вся группа, не весь коллектив, а конкретные люди. Например, отдельно конкретные люди занимаются буфетом у нас. Буфет проходит, там ребятишки свои баллы меняют на пряники и кофе и так далее, и чаек. Вот. Какие-то сладости. И есть еще, смотрите, кто? Информируемый. Кто такой информируемый? Это человек, который никак к этому процессу не относится. Он не исполнитель, не ответственный, не утверждающий. Он просто должен знать, что такой процесс есть, и ему туда лезть не надо. Это очень важный момент. И смотрите, что вы делаете. Собираете весь персонал, кто едет с вами в заезд. Желательно прям вообще весь. Клининг, уборку, если это где-то в корпусах происходит, медика. Всех максимально. Каждому даете по такому листочку. И вместе говорите. Так, смотрите, пошли по процессам. За пение. Утверждающий кто? Что это означает? Это означает, что репертуар, скорее всего, нужно будет директору посмотреть, чтобы харизматии не было. Да, к примеру, правильно я говорю? Вот. Чтобы репетиции вовремя проводились, понять план, когда мы готовиться к этому будем. Пение – это очень духовный процесс, к нему надо готовиться заранее. Готовиться заранее, репетировать и так далее. Чтобы пацаны были хорошие, бодрые, с христианами молодыми. Харизматии не допускать никакой. Мы не должны образ мира нести. Вот. Директор утверждающий. Хорошо. Давайте, помогайте. Методолог, методист. Кто в этом вопросе? Методист, у вас и методист. Он информируемый. Методист не влезает, не влезает. Он информируемый. Что такое информируемый? Он знает этот процесс, но как методист, он может в нем частично повлиять, но все-таки через утверждающего. В чем? Ну, надо понять, когда будет пение, он же ведь расписание составляет и так далее. Но все равно, он не в процессе внутри. Вот. Дальше. Медик. Информируемый. Информируемый. Так. Вожатые. Исполнители. То есть они тоже могут петь или вовлекать детей в это. Дальше. Кто это такой? Начальник столовой. Информируемый. Да. Получатель услуги. Поварать им более информируемый. Да. Музыкант? Ответственный. Ответственный. Вот. Ну, служитель тут в зависимости от того. Бывает такое у нас служитель в церкви в нашем заезде, он еще и музыкант одновременно. Поэтому он тоже может быть ответственным или нет. Но как служитель, он как не главный служитель, да, он информируемый. То есть у нас, мы сейчас говорим, что директор он этот. Давайте еще попробуем. Давайте выберем что-нибудь еще. Давайте питание. Директор кто в этом вопросе? Вот смотрите, сейчас пошло, да, разное мнение. Здесь самое главное, вам нужно договориться, кто будет директор в этом вопросе. Вот мы поняли, что у нас на нашем заезде, именно 16-17, директор будет утверждающим. Почему? Потому что нужно было решать вопросы в последний раз с какими-то порциями, с чем-то еще. Потому что подростки, дети, громовки были немножко на другое возрасте, мы постарше. И подростки у нас просто как под молотилки там все ложится. И под пилы там ничего не остается. Вот, все улетает. Когда мы просто 7 точек коров пришли, 7 точек поглотили, и даже незаметно было, что они пообедали. Вот, приходилось увеличивать и прочее, и управлять именно этим вопросом. Все-таки он утверждающий. Кто? Давайте найдем ответственного здесь. Ух ты ж. Ну, урок тоже он утверждающий, так что это правильно. Но за лучшее, он потому и директор. Утверждающий. Если у вас директор, это тот, кто несет хозчасть, с иронией вы его директором назвали, то, конечно, это другой вопрос. Я знаю, где директора, это просто люди, которые ездят, что-то закупают. Снабженцы, да, то есть по-другому. Бывает такое. Давайте утверждающего тогда. Кто у нас утверждающий? А, директор, питание. Хорошо. Ответственный кто? Начальник столовой ответственный. Хорошо. Так. А повар кто? Исполнители. Повар исполнитель. А, ответственный, да. О, надо просто вот так вот ставить и все. А он исполнитель, просто буква И. Вот, буква И. Исполнитель. Хорошо. А медик, он кто? А отбор проб? Он исполнитель. Он исполнитель. Он же, он должен соблюдать, он должен, он может зайти, медик может зайти в столовую, но у нас, по крайней мере, так, санитария, да, отбор проб, вдруг что-то случилось плохо. У нас есть, как бракераж называется, по-другому. Он исполнитель в этом вопросе. А методолог? Информируемый. Информируемый методолог. Да, вожатые тоже информируемые. Что часто происходило у нас, почему мы начали это делать? Мы начали вот это все делать как раз потому, что часто возникало так. Все же сестры думают, что умеют готовить, да, и умеют готовить, да, никого не обидел, вот, постарался, по крайней мере. И все думают, что они готовят лучше поваров. И видят, детям не так. А дети просто, они порой не едят, они не любят еду, она их тоже не любит. Вот. И они все идут в столовую и что-то говорят. Мало соли, много соли, мало молока в каше, много молока в каше, мало каши в молоке и так далее. И все, у них какие-то советы. И люди огорчались, и столовая вся из этого вздыхает, потому что уже устали это слушать. Никто нормально не работает. Когда в твой процесс, за который ты отвечаешь, начинает влезать тот, кто не отвечает за этот процесс, и он не исполнитель. Или исполнитель, но он пытается изменить процесс. Вы уже договорились, будет неправильно. И знаете, что мы смогли преодолеть, когда мы прописывали? Я честно признаюсь, не каждый год мы это прописывали. Я понял, что нужно каждый год это делать. Если ты это не пропишешь, новые люди приедут. Какой-нибудь один исполнитель поймет, но он не знает такого слова, что он утверждающий. И он везде. Он везде, да? А бывает такое, что просто процесс какой-то провалился, потому что нет ответственного человека. И когда мы это пишем, мы договариваемся о правилах. Мы договариваемся о некой дисциплине как раз таки. Мы все еще работаем на дисциплине, я напоминаю. Это нас дисциплинирует. И у нас было очень мало конфликтов, очень, ну практически я даже скажу, ну ноль конфликтов, когда мы ездили в заезд и мы прописывали так правила. Последний раз мы не прописали, я думал, все уже все выучили. Ну и были нюансы, когда были вот эти несостыковки и так далее. Кто-то делал не свое, пытался влиять. Приходилось прямо на месте вспоминать о том, что каждый за процесс отвечает. Вот, когда этот человек написал сам, он уже согласился. Мы эту матрицу ответственности потом распечатали, уже заполненную, и повесили на видном месте. Вот, это дисциплина, это работа на дисциплине. Это техника, это один из методов. Вы можете по-другому, вы можете просто за определенный процесс поставить ответственность и договориться. И сказать, что другие, пожалуйста, не влезайте в этот процесс. Даже если вы, можно отключить, да, даже если вы знаете, как сделать лучше. Предложите здесь на берегу, все предложения на берегу до заезда. Вот, но это просто, так сказать, отвлечение, да, немножко. Не отвлечение, точнее, а конкретный момент. Вот, давайте пойдем дальше. Шестой пункт. Ищи совета. Ищи совета. Притча 24.6. «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Наш взгляд, он очень узок, мы очень субъективны. Мы для решения задач должны применять максимально широкий совет, да, искать советы у нужных людей. И вот с кем советоваться? Я буду дублировать сейчас какие-то тему вчерашнюю. Потому что, не потому что забыла, потому что я считаю это важным. Нам нужно искать совета с пастором. Обязательно. Ищите совета со служителями. Молите, чтобы служители ездили с вами в заезды. Если такое есть, то еще нет служителей где-то. Да, просто просите прямо, пожалуйста, приедьте с нами. Поедьте с нами. Там очень много для него работы. Когда я, будучи даже уже служителем, остался в 2021 году, коронавирусом заболел у нас брат Иван, который к вам приезжает иногда, да, он отвечает за заезд. Брат Игорь, который отвечает за всю хозчасть, он просто несет, он незаменимый человек, незамененный, да, точнее, но пока еще он долго будет незамененным, я чувствую. Никто так, как он, не может это сделать и организовать, и дисциплинировать, и все. Заболел еще один служитель, который должен был ехать, все коронавирусом. И я вдруг остался в меньшинстве, я еще один брат служитель. И он просто мне говорит, Жень, если накосячим, то это вместе, не переживай. Очень утешил, знаете ли. А мне было тяжело, потому что советоваться было с кем, но мало. Много служителей, я могу посоветоваться. Я сам служитель, братья и сестры. Да, дьякон, но служитель. И я все равно хочу, чтобы рядом были декана, и лучше, чтобы были старшие мне так спокойно, когда старшие рядом. Хотя, эй, я же реализоваться сейчас могу. Успех, я старший, главный. Не хочу быть главным больше, если честно, в заездах. Вот, так радовался в этом году, когда со мной уже поехали все мои возлюбленные братья, были здоровы. Они даже не представляют, как я был рад. Вот, апостол Павел, благословенный человек. В Антиохии, в Антиохии церковь, да, во многом была благословенной благодаря ему. Пришли мессианствующие евреи, иудеи, да, христиане иудеи. И говорят, вы тут не обрезанные, вы тут такие, такие, такие. Павел видел, как эти язычники поменялись. Да, Антиохия, это современная Антакия, город такой из Турции. Вот, то есть, не на побережье, но в Турции, короче, находится. Вот, он такой многонациональный всегда был, и многорелигиозный. Там очень тоже язычество процветало сильно в разных формах. Там он до сих пор такой, в Турции вообще и мусульманская страна, а там все еще есть и синагога, и православная церковь, и католическая, собственно говоря. И вот, там был апостол Павел. И пришли люди, которые сказали, надо делать так, так и так. Он с ними начал говорить. Получается, он видит, все просто в споры уходит. Помните, что он сделал? У него что, ума не было? Ну, как единственные способности доказать. И объяснить, раз с вами разговора нет, до свидания. Нет. Что он сделал? Это прям, знаете, не зря в книге Деяния Апостолов эта история расписана так подробно. Он пошел вместе с ними в Иерусалим на совет. Там братья мудрые на совете по долгому рассуждению решили, написано. Выслушав внимательно. Почитайте, это очень важно. Прямо почитайте и запомните, как нужно вести совет. Как нужно советоваться, как нужно искать советы. Приняли определенное решение, которое, судя по всему, устроило всех. Понимаете? Это для нас большой пример, братья и сестры. Мы находимся в таком братстве, где совет, где совет. Это очень важный духовный процесс. Очень важный. Я знаю другие церкви, к сожалению, они тоже где-то за дисциплину. Но там реализоваться и реализация, это такие тезисы очень главные. У нас братья в церкви всегда говорят, все в совете. Есть солистские группы, которые поют отдельно. У нас брат и епископ есть, он требует от них всегда. Если ты поешь в группе какой-то, поешь сольно, ты обязан быть в хоре. Обязан в том числе быть в количестве, в общем. То есть и для смирения, и там потому что с тобой работают, тебя видят. Это тоже тебе приходится и совет держать с кем-то и так далее. Значит, следующий момент. С кем нужно советоваться? Советуйтесь с родителями детей в воскресной школе. Мы провели недавно такой хороший опыт, получили от родительского собрания. Как мы его проводили? Кто проводит родительские собрания? Поднимите, пожалуйста, руки. У кого приходит на родительские собрания очень мало родителей? Поднимите руки. Плюс-минус те же самые. Где много количества народу приходит очень мало. И мы поняли, что нужно просто каждого обзвонить. Когда мы позвонили и убедили прийти, как в Библии написано, убеди прийти. Даже от поля, от жены, от машины, жены с собой тоже бери. Максимально. Мы договорились, что это будет постсобрание. Их даже покормят перед родительским собранием. Шашлыки будут. Нет, суп. Жидкий шашлык. Значит, со вкусом майонеза шашлык. Но, собственно говоря, покормят. Голодные меня останутся. И мы помолились с ними. И были доклады определенные на темы. Такие болезненные темы, связанные с использованием телефонов. Мы договорились, что родители забирают телефоны на время собрания у детей. Любые телефоны. Смартфоны, телефоны. Рекомендовали забрать смартфоны у детей, если они не умеют управлять этим телефоном. На расстоянии. Да, есть функции определенные. Если не умеют, заберите. Потому что очень много греха от этого идет. Рассказали, как прошли заезды. Положительные стороны. Негативные стороны. Наши переживания. О том, как мир развращается. Поговорили. Призвали их к сотрудничеству. Пригласили их. Записали обязательно. Те, кто согласился. Чтобы помнили, что они подписались. Участие в праздниках, которые мы проводим. Участие в летнем отдыхе. Участие в течение года. Мы сейчас запускаем марафон. Тоже новый. С подростками. И максимально удовольствием включаем родителей в этот процесс. Вот. То есть они согласились на это все. Вот. Это очень важный момент. Очень важный момент. Значит. И взаимодействие с родителями регулярное. Общайтесь. Выстраивайте. Как дела? Подойдите, спросите. Вот. Если. Извините насморк. Значит. Если у вас есть служитель кто-то. Да. Хорошо, чтобы. Ну. Или вы. Кто-то из вас служитель. Кто в этом деле. Идите к ним в дома. Приглашать. Никогда плохо. Мы порой тушим пожары. Да. Ходим как служители. Уже что-то произошло. Идем спасать ситуацию. Когда и хорошо тоже. Очень хорошо помогает. Мы просто говорим. Мы хотим пообщаться с ребятишками. Посмотреть, как учатся. Помочь вам. Родителям говорим. Ну. Один только человек нам в свое время сказал. Зачем? И не пустил. Как бы к себе остальные. Зовут вполне нормально. Вот. Это такая работа, которую нужно проводить. Нужно проводить. И советоваться нужно друг с другом. В коллективе. Вчера вот записка пришла. Что мы все решили в коллективе. Конфликтную ситуацию. Слава Богу. Значит. Это нужно советоваться сотрудниками. Вот. Я расскажу просто о нашем опыте. Первое, что я скажу. Я вчера на круглом столе говорил. Любое служение, когда готовит один человек, это неправильно. То есть даже когда я проповедую, в этом служении участвую не я один. Потому что после проповеди я понимаю. Мне надо подойти к епископу и спросить. Есть ли ко мне замечание? Или к пресвитеру. Да, я дьякон. Мне нужно подойти и спросить. Есть ли ко мне замечание? Все ли я так сказал? Это не то, чтобы гордость какая-то. Я не за похвалой иду. Это есть подотчетность элементарная. Но это один момент. Но когда делает человек заезд, например, это один человек, методолог, методист. Он бедненький, рожает этот заезд. Я по-другому не скажу. Когда ты один рождаешь проект, это твой ребенок. Представляете, вы родили ребенка, ваш сыночек ненаглядный, самый красивый. Его начинают пинать, отрезать что-то от него кусками и так далее. Пришивать другие руки, ноги. Как вам это все будет? Вот так себя чувствует человек, который один что-то создает, а потом это все начинают править. А надо править, потому что один человек субъективен. И мы пришли к такому выводу. И тоже на наших заездах мы используем все-таки командный подход. У нас к заездам, подростковым к заезду, подготовку осуществляют даже уборщики. И охранников тоже зовем, на самом деле, чтобы все были вовлечены в процесс. Во-первых, не занятый солдат хуже врага. А второй момент. У всех есть определенные идеи. И мы проводим такие креативные сессии. Мы это называем. Перед тем, как уже методично работать, планировать работу, распределять. Чтобы разработать идеи. Детишкам хочется новое что-то. Мы используем старое, в том числе, забытое. И мы проводим креативную сессию. Как это происходит? Примерно, как это происходит? Из нескольких частей она состоит. Мы собираемся вместе. Мы стараемся скушать козленка вместе. Ну, иногда действительно шашлык жарим даже, да? А иногда просто чай попьем. Кто-то к чаю принесет. Пообщаемся в свободной форме. Брат-служитель к молитве сначала призовется словом. Коротким словом. Молимся. Можем долго помолиться даже. Посидим, попьем чай, поговорим. Можем на гитаре что-то сыграть и спеть. А затем следующее. То есть, во-первых, нужно немножко подготовить мозг. Мы порой все такие зажатые все, да? К идеям. Хотя у всех есть мышление. Все могут что-то предложить. И я готовлю. Ну, я проводил. Я готовил такие задачи. Скажем, четыре картинки. Нужно понять, какое слово их объединяет, да? Чтобы мозг начинал работать. Потом какие-то задачки на командное решение, да? Там изобразил картинку, нарезал ее всю. И надо собрать ее правильно, да? Вот. Они там собирают. Сложно бывает с подвохами. Такие задачки подготовить, чтобы люди просто начали думать, размышлять. Вот. И дальше следующее. Мы делаем сессии такие короткие. По 25 минут. Они делятся на группы, если их много. Если это, например, человек 15, у вас всего подготовится и меньше. Это одна группа может быть. Вот. И мы делаем такие задачи. Я одну просто как пример расскажу. Можете примеры посмотреть, креативные сессии. Какие-то вам подойдут, какие-то нет. У нас такой метод подошел. Мы использовали. Значит, задача такая. В группе люди. Вообще людям очень, они боятся что-то испортить, да ведь? Мы же боимся испортить. Мы поэтому что-то не предлагаем. Вдруг мы что-нибудь глупое предложим. А нас будут смеяться. И задача следующая. Как испортить летний отдых? Как провести его плохо? И знаете, тут люди не боятся. Они сначала так. Вот так. А вот так. А вот так. И ободрились. Пошли. Накидывают. Не кормить детей вообще. Такое написали. Все. Им весело. Тоже вроде бы так это проходит. Да, они уже злорадствуют немножко. Вот. Но для чего делается? Я объясняю. Это первая часть этой сессии. Записали. А дальше происходит реверс. То есть от самого плохого. А что наоборот будет? И мы думали. А наоборот что, буфетом что ли делать? И мы такие подумали. А почему бы нет? Купить две кофеварки по 500 рублей на Авито. Купить оптом кофе, которое стоит дешево. И себестоимость этого кофе будет чашка там рублей 10. Собрать каких-то вкусняшек. Сделать что-то самостоятельно. Разогреть ЧКП в микроволновке. Знаете, какая вкуснятина получается? Вот. Сделать какую-то палаточку. И за всю активность у них раздавать им баллы. У них не будет подарков там, магнитиков, чего-то еще. Они будут приходить в этот буфет и получать какую-то там чашку кофе свою. И все. Мы там положили настольные игры. Знаете, это пространство получилось. Где служители с ними общались, сидели. И все. И как бы просто получилось от того, что детей не кормить. Наоборот. Что-то не подойдет. 90% на этой креативной сессии мусор. И он выбрасывается. 10% остается для размышлений. 5% от этих 100% идет в жизнь. Но это на самом деле работа 25 минут. Новая идея рождается. Хорошая порой. Мы попробуем ее. Если она подходит и работает, мы дальше это реализуем. Если нет, идем дальше, меняем и так далее. Мы можем рассуждать следующим образом. Чего еще не было на заездах из допустимых моментов. Чего не было. И тоже, чего еще не было. И просто записывать, чего не было. Там разное может быть. Не надо бояться. Потом здравый смысл включается. И уже выбираем, чего не было, и можем сделать. И, например, чего нам не под силу сегодня. Что мы не под силу, не в ресурсах сделать. Пишем, пишем, пишем. А потом, а все-таки что мы можем из этого, что написали? Оказывается, что-то можем. Понимаете, да? И вы просто работаете. Это один из элементов. Вы можете по-другому работать. Но важно советоваться с сотрудниками в воскресной школе. Важно советоваться с сотрудниками при подготовке семейного отдыха. Когда понятно, что концепцию выбирает ответственный служитель. Ну, у нас так заведено. Понятно, зачем это делается. Какие элементы там должны быть обязательными. Питание по графику определенное. Уроки определенные по графику. А другие моменты наполнения мы все равно в совете решаем. Мы каким-то образом подходим так. Потому что мы же едем с ними там и радоваться и так далее. И вот такой совет, он приходит, приводит к чему? К тому, что люди едут. И у них коллективный результат. И когда я, как ответственный за заезд, еду в свой заезд. И все говорят, как здорово прошел заезд. У меня нет такого, какой я молодец. Потому что я ничего из этого не придумывал. А кто придумывал? А все и забыли, а кто придумывал вообще? Мы же не подписываем никакие решения. Все прошло спокойно. Вот. Идем дальше. Последний момент. Мы заканчиваем уже долго. Сохрани результат. Сегриду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Вот есть разные виды войск. Есть десантура. Что делает десант? Он заезжает вперед, десантируется вперед, захватывает какой-то объект и удерживает его до прихода основных войск. Ему важно удержать. И десант, это так сказать, когда мы какого-то результата достигаем, мы как десант. Дальше всего нужно его удерживать. Нужно понимать, что нужно определенный уровень удерживать. Потому что как искра вспыхнуть, провести два хороших мероприятия с подростками, с детьми, а дальше затухнуть. Ну это, ну молодец, здорово, да, да, следующий. Вот, надо все равно стараться, чтобы это было планомерно. Поэтому надо быть готовым к искушениям. Братья и сестры, это духовные вопросы. Когда человек едет на труд, то дети заболеют, то что-то дома произойдет. Обязательно. У нас у одного брата собака перегрызла трубу и затопила весь участок. Вот ему на заезде, он сидит, у него дома жена плачет, потому что все топит. Вот, ну как так вот, ну вроде бы, псы, да, написано, а там псы. Вот, видать, все-таки нечистое животное, оно вот бывает так используется. Но знаете, бывают какие-то моменты. Человек получил благословение. Мы же радуемся, когда там люди получают покаяние, да, обновляются. Дети получают радость, обновляются. Приезжаешь домой, какое-нибудь искушение возникает. Кто-нибудь тебя пытается испытать и так далее, да, что-то происходит. Нам надо понимать, это духовный процесс. Во-первых, это духовный процесс, потому что дьявол очень не любит тех, кто послужил. Он их ненавидит. Он тебя будет вполне себе ненавидеть, как всех других, да, грешников. Когда ты будешь дома на диване сидеть, а когда ты трудишься, он тебя будет ненавидеть. С другой стороны, я понимаю, что Бог управляет всеми процессами на земле, всеми, и дьяволом в том числе. И поэтому то, что дьявол делает, если мы при этом верны Богу, это работает на то, чтобы нас осветить. На то, чтобы мы смирились. Мы поняли, где наши пределы. Что это не все, что там было, надо Богу славу воздать. Это не наше. То есть это нужно просто понимать. Мы, когда едем, делаем дело, надо быть готовым к искушениям, которые придут. Каким-то испытаниям, которые обязательно будут. Следующий момент важно упражняться в скромности. Упражняться в скромности, да, некоторые, я, мне, так не говорит никто, да. Но когда им родители спасибо не сказали за заезд, о, горечь какая, да. А если еще и не спасибо сказали, да. У нас такое бывает, одна сестра подошла к вожатому и требовала, где штаны моего сына? На него аж с таким наездом, извините за выражение. Он бедный стоит, да ты что, не мог следить за его штанами, что ли? Какие штаны, он даже понять не может, о чем речь вообще, да. А парень сам где-то забыл эти штаны, потерял их, даже, по-моему, не привез. Вот, именно те штаны, я имею в виду. Вот, другие были. Но вот понимаете, какая ситуация бывает, да. Но нам важно отдавать славу Богу, отдавать славу Богу. Бывает, мы это делаем немножко некорректно. Например, когда мы говорим, это не я, это Господь. А сколько человеческого в том, что мы делаем, бывает, да. Мы же еще несовершенны, мы же работаем. Это звучит так, это не я, это Господь. Скажи, слава Богу. Тебе сказали, благодарим тебя за труд. Ты говоришь, спасибо большое. Ну, можешь поблагодарить, и все спокойно, да. Вот, но надо понимать, что надо быть скромным, не надо думать о себе много. Надо быть скромным максимально, когда приходит успех. Когда мы думаем, что пришел успех. Надо быть скромными людьми. Вот, Павел пишет следующее, Римлянам 12.3. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Павел был благословеннейшим человеком. У него была чрезвычайность откровений. Он имел такие откровения, которые не сразу же, я думаю, даже мог донести до всех. Он ходил с этим, ему было очень тяжело. Но Бог дал ему жало в плоть. Ангел сатны, утруждающий, да. Ему приходилось быть скромнее. Он пишет, думайте скромно по мере веры. Я раньше, когда читал это место, я понять не мог. Интересно. То есть человек, у которого много веры, он что может? Не так скромно о себе думать? А? Проснитесь, сейчас заканчиваем уже все. Писание говорит о том, что человек, это даже характеристика верующего человека, чем выше твоя вера, тем больше твоя скромность. Когда Христос говорил о вере, Он интересным примером это показал. Мы читаем и думаем. Я раньше не понимал этого, я читал. Мне в другом смысле это место открывалось, а так я не видел. Когда Он говорит, что раб, который приходит с поля домой, он ждет благодарности от Господина. Нет, что Он делает? Он служит Ему. Он служит Ему. Господин говорит, накорми меня, потом сам поешь. Вы делая, говорите, мы рабы, ничего не стоящее. Не только говорите, вот здесь думайте, самое главное. Мы порой так говорим, что мы рабы, ничего не стоящее, что понимаются, что мы что-то стоим. Мы рабы еще какие, да? Один диктатор себя называл раб рабов, вот, древнегреческий, раб рабов. У нас, кстати, должность такая есть в заезде, раб рабов. Но он везде исполнитель. Его могут дернуть в любое дело. Он просто такой человек на подхвате везде абсолютно. Его хоть куда могут. Ведра носить, на кухню бросить, печку топить, все. Раб рабов у нас не диктатор. Но, кстати, это должность, чтобы зайти в команду к нам и работать с нами уже с отрядом. Потом всех сначала в раб рабов. Вот, отправляем и в охрану, и в уборку. Ну, кого куда. Чтобы они посмотрели со стороны. Ладно, значит, смотрите. Христос, когда говорил вот об этой ситуации, Он говорил о росте веры буквально до этого. Это все одна мысль. И Он показывает, что твоя вера растет, когда ты скромный человек. Твой успех сохраняется, когда ты скромный человек. Когда ты думаешь скромно о себе по мере веры. У тебя есть вера? Думай скромно о себе. У тебя больше веры? Еще скромнее о себе думай. Вера дает скромность. Вера в Бога дает осознание, кто вообще мы есть. Кто вообще мы есть. И еще раз возвращаюсь к служителям. Спросите служителя его мнения о служении. Я об этом уже говорил. И даже так, не дожидайтесь, вы можете сами с докладом прийти. Прозакончился заезд, например. Но если там нет служителя, допустим, у вас. Или какой-то проект. Поездка куда-то была. Расскажите служителю самостоятельно. Я раньше понять не мог. Мне старший мой служитель звонил каждый раз после учебного центра, нашей работы с подростками, в воскресенье так называется. И спрашивал, как прошли дела. Интересно. Думаю, так приятно. Звонит и спрашивает каждый раз. Потом мне дошло. Мне надо звонить и говорить ему. Я начал сам звонить, и оказывается, он с удовольствием меня слушает. Это ему надо от меня получать информацию, а мне надо говорить. Это моя подотчетность. Я сохраняю результат. Почему? Потому что я на каждой точке советуюсь. Люди некоторые думают, да так самостоятельности никакой не будет. Да будет как раз таки. Потому что я уже советуюсь, я спрашиваю, как здесь правильно поступить? Вот так? Он говорит, да. Так? Да. Я понимаю. А где-то нет, например. Он говорит, вот так нужно сделать. Я уже усваиваю. Вот так нужно поступать. Служитель, отец, он познает безначального, да. Чем больше он познает безначального, тем больше он знает. И говорю, тут много аргументов не надо. У него решение короткое. Он понимает многое. Надо обязательно контактировать с служителем. Вот. Я хотел бы, чтобы мы были благословением для церкви. И хотел бы в конце помолиться, да. Духовные практики нам нужны. Господи, благослови наше служение. Чтобы наш успех был очевиден. И скромность была известна всем людям. Аминь. Помолимся. Слава Богу. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Благословит нас Господь. Я хочу задать такой вопрос вам. Как вы думаете, когда учитель или проповедник больше радуется? Когда ему не нужно проповедовать и проводить урок? Или когда к нему подходят и говорят, готовься, будешь проповедовать или будешь говорить урок? Как вы думаете, когда он больше радуется? Первое. Так кто-то говорит, первое. То есть, когда не надо. Так. Брат Олег говорит, это от состояния зависит. Еще есть варианты какие-то, нет? Брат Женя говорит, всегда радуйтесь. Слава Богу. Когда мы готовили эту конференцию, значит, мы готовили. Я открыл расписание, посмотрел. Меня нет. Я так обрадовался. Думаю, слава Богу. Сяду, буду сидеть, смотрю, там братья, там кто проповедует, там Василий, Женя, там Олег. Ну, слава Богу. За две недели до конференции я обнаружил, что есть второй листочек. Я понял, что мне надо готовиться, но обрадовался, что тоже будет возможность чем-то поделиться. Слава Богу. Слава Богу. Моя тема – благоговение в труде. Но для того, чтобы немножко порассуждать на эту тему, я хочу попросить помочь. Мне нужен будет помощник. Наверное, брат Саша. Иди сюда, пожалуйста. На него надо будет возложить определенную помощь. Так, нам надо будет... Сейчас, секундочку, мы кое-что не успели с ним сделать. Нам надо будет выбрать, давай, четыре города. Допустим, какой вот, просто вот список я у Саши взял. Какой, давай, наших брать не будем, то подумать, что подслуживаем. Новосибирск. Так, Новосибирск. Много вас здесь, нет? Поднимите руку, пожалуйста. Нормально. Ага, так, да. Ну, я смотрю, чтобы хватило, да. Ага, так. Новосибирск. Где-то у меня ручка. Давай обведем. Так, еще кто? Так. Давай Иркутскую область. Иркутскую область. Кто из Иркутска есть? Иркутск. А, ну, тоже. Ага, неплохо, хватит. Так, Иркутск. Еще. Томск. Не, ну, можно мы... Мы сами выигрим. Да, Кемерово. Кемерово. Так, Кемерово сколько? Один, два, три. Ага, так, трое. А есть кого побольше? Новокузнецк много? Ну-ка, поднимите руку, Новокузнецк. Много. Так. Один, два, три, три, пять, шесть, семь. Так, ну, наверное, должно хватить. Ты не против, если Новокузнецк? Так, давай Новокузнецк. Где Новокузнецк? Не вижу. А у вас списки нет? А, нет, есть. Все, нашли. Хорошо. Новокузнецк. И еще. Еще один. Еще один. Ну, а что, тамичей много, нет? Ну-ка, поднимите руку, тамичей. Ой. Ну, не, вас сильно много не хватит. Не огорчайтесь, но чуть-чуть надо поменьше. Кто? Ленинск, Кузнецк. Алтайский хозяин. Давай Барнаул, да. Новокузнецк и Ленинск-Кузнецк рядом. Барнаул. Барнаул вчера были. Сколько Барнаул? Поднимите, пожалуйста, руку. Так. Хорошо, замечательно. Барнаул, а где он есть? Нет у нас? А, вот, Барнаул. Все так. Теперь вопрос, как распределить. Кому первое, второе, третье, четвертое. Как лучше сделать? Так, ну, по удаленности не пойдет. По численности тоже. Так. Давай так. Кто будет тише сидеть, лучше слушать и активнее отвечать? Смогут. Ну, посмотрим. Ты тогда вот здесь садись. Здесь садись. И мы. И наблюдай. Ручка нужна? Дай заметки. Хорошо. А? Ну, я не скажу. Ну, что-то будет. Хорошо, дорогие. Хорошо. Значит, мы выбрали четыре города. Потом уже первый, второй, третий, четвертый распределим. Значит, благоговение в труде. Вчера брат Женя. Ну, и не только он. Я так слушал братьев. Смотрю, один часть из моей проповеди и темы зацепил. Другой тоже об этом сказал. Думаю, слава Богу, почву готовят. Я хочу вас спросить. Вы замечали, как люди смотрят сериалы? Браджени вчера говорил за сериалы. Замечали, как люди смотрят сериалы? Компрометирующий вопрос. Компрометирующий? Не замечали, значит, тоже смотрение получается. Вы замечали, что когда начинается сериал, он захватывает взгляд человека в первой серии и удерживает до последней. И когда заканчивается последняя серия, человек остается с таким чувством, а продолжение будет. Какой самый популярный сериал был в России? Скажите, пожалуйста. Еще раз. Санта-Барбара. Слушайте, ну вы как будто сами смотрели, а? Знаете, я здесь заинтересовался, когда готовил проповедь, думаю, от первой серии и до, думаю, и до какой сказать-то, думаю, 275, там 300, потом пришла цифра, думаю, ну 1375, скажу, думаю, нет, что-то сильно много. Дай-ка зайду, посмотрю. Сколько серий в Санта-Барбаре? 2137. И я задумался, какой метод используют люди, чтобы захватить в первой серии, удержать внимание до 2137 серии и оставить в состоянии, а продолжение будет? И может, знаете, как бы такой возникнуть вопрос. Вот бы на воскресной школе это так, а? В самом первом уроке занятий захватить их внимание, довести до конца года, и чтоб они еще подходили и сказали, слушайте, может, мы на каникулы не пойдем, а? Ну давайте, ну пожалуйста, мы собираемся всего лишь один раз в неделю, всего лишь на два часа. Ну давайте, мы готовы, ну пожалуйста, но мы очень просим. Но знаете, следом может возникнуть вопрос. Все-таки, что же за метод? Я вам немножко скажу. Я его, знаете, так условно назвал, это метод недоеденного пирожка. Ну или если, может быть, кто-то не любит пирожки, то метод недоеденного вкусного пирожного. Вы обращали, допустим, внимание, как заканчиваются обычно серии в сериалах? Ну примерно так. Прекрасная такая картинка. Два любящих, так скажем, человека, но еще не знающих об этом, да? И вдруг он спрашивает там, такая обстановка, Мария, я хочу тебя попросить об одной просьбе, не откажи мне. И такой все там, камеры, звук, все так настраивают, обстановка такая, значит, чувства такие. Что? Ты выйдешь за меня замуж? И тут такой подъем, и человек начинает же, что она скажет? И здесь раз, продолжение следует. И все, и человек остается в чувстве, ну что же она скажет? Ну что она скажет? Что она ответит? И он ходит так, а у нее уже, ведь она же там учится, а ей еще пять лет там надо учебу, а там родители то, а на что жить будут, она еще там это, а у нее квартиры нет там, и все, и там уже за них уже решают и думают, что же она ответит? Ждут следующего дня, включают телевизор, а серии нет, оказывается, через неделю следующая, да? К примеру, и он еще всю неделю ходит и думает, что же она ответит? Представляете, то есть насколько вот эти методы, которые используют в этом мире, они действенны. Санта-Барбара шла 9 лет, и люди все время ждали, 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 когда следующая серия. Но знаете, при всем этом методе возникает вопрос, а могу ли я взять вот этот метод и применить его у себя на уроке? Кстати, это совпадает с вопросом нашей темы. «Благоговение в труде, как не перейти границу дозволенного в попытке сделать урок лучше? Какие мирские методы можно использовать, а какие нет? Какие есть критерии, где граница?» И вот мы с вами постараемся на эти вопросы ответить, где вот эти критерии, какие методы мы можем использовать или не можем использовать? Можем ли вообще мы использовать какие-то мирские методы? Ну, или нет? Но это чуть позже. Для того, чтобы порассуждать о том, какие методы мы можем использовать, а какие нет, а какие нет, для начала нам нужно с вами положить основание. Апостол Павел писал такие слова. 1 Коринфянам, 3 глава, 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». То есть, перед тем, как нам с вами о чем-то рассуждать или строить, нам нужно, как мудрым строителям, сначала положить основание, духовное основание для рассуждения на эту тему. Пусть Бог нас с вами в этом благословит. И духовным основанием для этой темы это будет благоговение. и поверьте, что вот когда мы положим это основание, то оно впоследствии поможет нам увидеть критерии и увидеть границы, что мы можем использовать, а что мы не можем использовать. Итак, ну, первый, может быть, такой, знаете, вопрос будет, что такое благоговение? Что такое благоговение? Вообще благоговение это глубокое уважение или почтение кому-либо или преклонение перед кем или перед чем-либо. То есть это вот определенное такое состояние благоговение. благоговение. И мы с вами читаем значит в книге пророка Малахии, да, Господь, сам Господь говорит такие слова, сын чтит отца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной? То есть смотрите, сам Бог обращает наше внимание на то, что у нас должно быть благоговение перед Ним. То есть вот это особая форма уважения, глубокое уважение, почтение и преклонение перед Ним. В некоторой степени трепет перед Богом. Почему это очень важно? Или я так скажу, что благоговение несет в себе или из чего оно состоит? Это очень важный момент. И смотрите, я хочу отметить три таких момента, что благоговение включает в себя или из чего состоит. И вот первое, первое, что книга пророка Малахи, первая глава, шестой стих, то, что мы с вами читали. «Если я Господь, то где благоговение предо мною?» То есть самое первое, из чего состоит благоговение или то, перед кем мы должны благоговеть, кому у нас с вами должно быть вот это глубокое почтение и трепет? Это перед Ним, перед Богом, перед Творцом всего видимого и невидимого. То есть вот это самое первое, с чего начинается. Если у меня есть благоговение, то оно должно выражаться по отношению к Нему, к Богу. Это первое. Второе, то есть первое, это благоговение перед Ним. Второе, второе, что несет в себе благоговение, благоговение несет или проявляется перед Ним, наше благоговение проявляется перед Ним, перед Богом через наше отношение к тому, что Он нам дал. Ну, например, что дал нам Бог? Закон, заповеди, родители, дети, Писание. Вчера брат Олег приводил местописание Псалом 118 97 стих. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. То есть вот это отношение наше к тому, что дал Бог, тоже является таким, знаете, трепетным. Я помню, когда был еще в подростковом возрасте, то меня оставляли значит с моими младшими сестрами, ну, как они, у нас отец один, матери разные. Вот бывало, я приезжал к отцу, они уезжали выходные, выходные, там, суббота, воскресенье на работу, потому что рынок, там, все такие дела, там, вещи, тряпки продавали, там, и прочее. А я с ними сидел, с маленькими. И вот я замечал, знаете, такую картину, когда эти маленькие мои сестры начинали грустить или скучать, они брали халат мамы, вот так вот его обнимали, прижимались к нему, где-то, может быть, плакали, где-то, может быть, разговаривали, говорит, мама, мамочка, я так скучаю, я так вот тебя жду, так, то есть, что я заметил? То есть, вот эта вещь, казалось бы, но это просто вещь, но эта вещь была связана с матерью. И ребенок, когда берет, у него определенное отношение к этой вещи, некоторый трепет, и как бы в подсознании, когда он берет эту вещь, он как бы соединяется, что ли, с матерью, да, как бы вот внутренне, как-то старается ощутить, пережить. И вот, знаете, когда мы с вами, может быть, уже в более взрослом возрасте, ну, тогда не было телефонов там и прочее, для того, чтобы связаться, основным, наверное, было это письма, да, кто писал письма, кто получал письма, прекрасное время, да, когда напишешь, особенно если там два-три листа, и вдруг тебе приходит конверт от дорогого человека. Как мы берем это письмо? Все, вот это письмо, оно уже, как бы внутренне нас соединяет через сотни, а может быть, тысячи километров с тем, кто для нас дорог. И мы открываем, и когда начинаем читать, для нас это, это какое-то вот такое неописуемое ощущение, правда же, да? То есть мы как будто соединяемся за тысячи километров с тем, кого не видим. И вот так же, смотрите, Писание, Бог дал нам Писание, Он дал нам закон, Он дал нам заповеди, и когда мы с вами берем вот это Писание, если у меня есть благоговение перед Ним, то когда я беру вот эту книгу, это не просто книга для меня, это нечто большее, это намного больше, потому что внутренне я что-то начинаю переживать, и это начинает как бы соединять меня, что, Господи, это то, что Ты однажды дал. Знаете, я помню, когда уверовал, когда уверовал, то вот я просто сам замечал вот внутренние какие-то переживания, я читал, Бог избрал Авраама, произвел от Него народ, они стали евреями называться, там, да, там все, и вот Божьи отношения к евреям, и если я вдруг где-то встречал человека, и он говорил, я еврей, у меня внутри как будто, знаете, все взрывался, еврей, все у меня, знаете, такое вообще, это еврей, это человек, которого Бог любит, которого Бог избрал, это очень дорогой человек в глазах Бога, все у меня, знаете, такой вот внутри трепет определенный, так и вот смотрите, когда у нас есть благоговение перед Ним, у нас есть, так скажем, особое отношение к тому, что Он нам дал, это второе, и третье, смотрите, дорогие братья, сестры, когда у человека, есть благоговение перед Богом, то это благоговение ведет человека к исполнению того, что Бог дал. Мы с вами можем прочитать место Писания, это очень хорошее место Писания, евреям 11 глава, евреям 11 глава, седьмой стих написано так, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего, то есть смотрите, у Ноя было глубокое почтение и уважение к Богу, он благоговел перед Ним, и когда Бог дал ему откровение, он принял его с трепетом, и что сделал? И он поспешил его исполнить. Скажите, вот просто давайте наши с вами переживания, когда мы с вами переживаем вдруг какое-то откровение, братья вчера говорили, брат Олег много рассказывал, что когда мы бывает читаем, или когда рассуждаем за словом, и вдруг Бог раз нам что-то открыл, и у нас появилась какая-то тема, братья скажите, какое у нас первое желание? Когда Бог нам что-то открыл, дал какую-то тему, что мы хотим? Поделиться. Совершенно правильно, мы хотим этим поделиться с другим, все, то есть нам нужно это взять и кому-то передать, нам нужно научить, нам нужно что-то исполнить. Я помню, когда Бог дал мне одну тему, прямо так вообще это было здорово, я просто не мог удержаться. Господи, у меня такое было желание поделиться, мы ездили на Братское в Новосибирск, потом ехали назад, жена лежит в роддоме, родила, мне ее в этот день надо забрать, а у меня внутри это откровение, а я хочу им поделиться. Я приезжаю в Ачинскую церковь, она меня ждет в роддоме, а я проповедую, потому что у меня большое желание отдать то, что Бог дал, понимаете? И вот это вот желание, вот это желание исполнить, желание исполнить, то, что Бог открыл, Он открыл. Знаете, как брат один, еще просто может такой небольшой пример, он говорит, я, говорит, покаялся, но, говорит, еще там дружил с девочкой, говорит, там, и вот мы, говорит, идем, и вдруг, говорит, идем по улице, там, не знаю, за ручки, не за ручки держались, но все равно не целомудренно, и вдруг, говорит, на меня приходит такое откровение, это любодеяние, то, что ты делаешь, и все, говорит, я, говорит, просто это как откровение, говорит, я поспешил эти отношения разорвать, то есть привести все в порядок. То есть, когда Бог что-то открывает, и мы имеем перед Ним благоговение, то мы спешим исполнить то, что Он открыл. Поэтому, дорогие, вот это должно стать основанием в нашей жизни, так скажем, и основанием будет для нашей темы, чтобы нам понять и разобраться, по каким критериям мы можем какие-то выбрать методы, какие-то нет. И вот смотрите, значит, получается, да, что когда человек не имеет благоговения перед Богом, как вы думаете, какое у него отношение к тому, что Бог дал? Те же заповеди. Как он начинает рассуждать? Да это вы придумали. Да зачем это надо? Да ерунда какая-то. И вот все как бы вот в таком, да, отношении. Какое будет отношение к тем, кого Бог дал? Мы с вами, если проводим какие-то занятия, вот эти надоели, те надоели, дети достали. Вот такое будет отношение, если у нас нет благоговения перед Ним. Нарушена, если вот эта связь, эти отношения. Но когда у человека есть благоговение, то, как мы говорили, то, что он дал, это нечто дорогое, это нечто важное, это нечто ценное, да, и когда мы с вами на уроке, то совершенно другое отношение к детям, дети, которых ты дал мне. У нас совершенно как бы по-другому проходят уроки. Отношение, значит, к урокам совершенно другое. Мы уже начинаем переживать за детей, мы за них молимся, что, Господи, да будут едины, да уверуют, что, да уверуют в Тебя, да, там, значит, сохрани их от зла. То есть, все вот это наше отношение с Ним, вот это благоговение перед Ним, оно приводит в порядок все сферы жизни. И смотрите, я прочитаю одно место Писания евреям, пятая глава. Мы с вами читаем пятая глава, седьмой стих, написано о Христе. Он в однеплоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Смотрите, Ной приготовил ковчег благоговея. Христос получил ответ на свои молитвы, потому что благоговел. То есть, смотрите, насколько важно наше отношение к Нему. Благословит нас с вами Господь. И пусть вот это, этот фундамент, вот это благоговение, как красная нить, пройдет по всей теме, над которой мы будем рассуждать, чтобы нам увидеть вот эти границы. Благословит Господь. Так, Саша, ты наблюдаешь, да? Ты видел, да, где они сидят? Отмечай, пожалуйста. Хорошо, идем дальше. Давайте так. Браджене, тебе доска не нужна? Все записали, да? Саша, ты можешь стереть? А далеко нет маркера. Ага, так все здесь, да? Хорошо. Давайте будем переходить немножко к методам. К методам. Духовные основания мы с вами положили. Теперь первое, что мы с вами сделаем, давайте немножко запишем. Какие методы вы знаете? Преподаватели, кто-то есть здесь? Нет? Поднимите, пожалуйста, руки. О, да. Так, слушайте, я попал. Я попал в серьезную, так сказать, это, потому что я не очень хорошо учился, но, если что, надеюсь, вы будете снисходительны ко мне. Хорошо. Так, давайте, пожалуйста, какие методы, названия методов, какие вы знаете. Саша, ты записывай. Пожалуйста, пожалуйста, варианты, ваши варианты. Наблюдение. Хорошо. Игровые методы. Наблюдение. Пиши побыстрее. Игровые методы. Наблюдение. Игровые. Эксперименты. Исследования. Еще. Анализ. Так, еще есть варианты? Проблемное. Проблемное? Проблемное. Такого не слышал. Какое? Метологическое. А, психологическое. Ага. Как вы думаете, он долго может писать? Пока доска будет. Да, не больше. Я вообще, знаете, понял, что методов очень много. Очень много. Вы, допустим, слышали про метод бездельника? Поднимите руку. Кто слышал метод бездельника? Бездельника. Метод бездельника. Да. Слышали? Нет такой метод? А, пользуясь. Я думал, первый кто это. Ладно, мы потом, если кто не знает, я вам расскажу чуть позже, что это за метод бездельника. Но я понял, что этих методов есть вообще масса, и нам тут доски не хватит. Слава Богу, что вы знаете, и даже пользуетесь некоторыми методами. Хорошо. Критерии, которые помогут нам с вами оценить метод, значит, на пригодность, да? Методы на пригодность, да? То есть, критерии, по которым мы с вами постараемся определять методы. Пригодны они для нашего использования в воскресной школе или, может быть, в церкви даже, да? или непригодны. Буквально четыре метода, я не претендую на какую-то полноту или еще что-то, просто как брожение сказал, немножко делюсь, так скажем, опытом, да? Но первое, первое, что, Саша записывай, с другой стороны. Для того, чтобы нам понять, подойдет нам этот метод в использовании или нет, это христоцентричность. Христоцентричность. То есть, что это значит? Христос в центре и все вокруг Него. Ну, или как написано, да? Все им от Него и к Нему, да? То есть, если в центре Христос, то это метод хороший. То есть, когда мы с вами что-то проводим и это все время указывает, так скажем, на Христа. Это хороший метод. Если в этом методе в центре ставится, не знаю, человек, человеческое я, красота, сила, мудрость, вот вроде слова-то хорошие, да? Мудрость, сила, красота, но если это будет претендовать на то, чтобы стать в центре и сместить Христа с центра, то этот метод уже будет неугодный. Неугодный. То есть, поняли, да? Как бы? То есть, христоцентричность. Второе. Второе. Какая цель вложена в метод или чему учит? Какая цель или чему учит тот или иной метод? Ну, или как бы чем он наполнен, вот этот метод, да? Или с помощью этого метода мы учим лукавству или искренности. ненавидеть или любить, первенствовать или служить и взращивать других, помогать расти другим. То есть, что этот метод в себе несет? Третье. А ты второй не записал? Какая цель или чему учит? Третье. Какие плоды? Познавание слова. То есть, я вот здесь тоже хочу обратить такое вот внимание. Мы порой через какой-то метод стараемся сделать хорошее дело, чтобы дети выучили там местописание или еще что-нибудь. Но как бы какая цель или какие потом после этого будут плоды? Чего мы хотим достигнуть? Или мы хотим детей, знаете, нафаршировать как пирожок или как пельмень, так скажем, вот этими знаниями, и это приведет его только ну так скажем к какому-то надменю, что я вот знаю, а вы не знаете. И представьте, если ну допустим такой ребенок окажется у вас на уроке, у вас вы что-то забыли, он вас будет поправлять, говорит, не так, неправильно, здесь вот так, вам бы подучить, вам бы почитать побольше там, ну понимаете, то есть вот как бы надменность будет, надменность учим детей и нашей целью является применение. Применение. Если мы с помощью какого-то метода доносим какую-то Божью истину или может быть просим детей, чтобы они что-то запомнили, да, то целью должно стать научить их применять это в своей жизни. Вы можете, знаете, записать себе такую формулировку, что-ли, да, что обучение без применения не имеет смысла. Если мы просто учим, чтобы они знали, но они не будут практиковать это в своей жизни или то, чему мы с вами учимся, вот мы сейчас здесь сидим и чему-то учимся, но если мы выйдем и это останется просто на бумаге, все будет умножено на ноль. смысла не будет абсолютно никакого. Но если мы начнем стараться это применять в своей жизни, вот тогда будет хороший результат. Поэтому третье это плоды познания слова, то есть или просто напичкать знаниями, или все-таки научить применять их в жизни. И четвертое, четвертое, да, метод не должен противоречить Писанию. Запиши, Саша, не должен противоречить Писанию. Что это значит? Ну, метод это, это просто метод, с помощью которого мы хотим чего-то достигнуть, какой-то цели. Но представьте, допустим, метод будет. Человек хочет получить, ну, не знаю, там, может быть, выздороветь. Метод. В полнолуние пойди на кладбище, нарви такой-то травы, замочи, пошепчи, там еще там что-нибудь сделай, и все пройдет. Метод, метод, но соответствует Слову Божьему абсолютно не соответствует. Абсолютно не соответствует. Знаете, я помню, когда в церковь пришел молодой, как братья говорили, что младенцы во Христе, да, мы, значит, брату нашему помогаем тяпать картошку, он поехал, значит, на евангелизацию взяли, а у него картошка, он говорит, я не могу ехать, у меня картошка, надо полоть там и все прочее, братья говорят, езжай, все, тебе надо. И он уже собрались, там тяпаем картошку, там что-то речь зашла, и я, знаете, молодой, младенец, и говорю, а знаете, я слышал, там в поезде ехал, сказали, как, чтобы родилась мальчик или девочка, вот там идешь в лес, там какие-то есть растения, корень выкапываешь, там что-то, значит, на огне греешь, вот если там корень, пальчик, который гнется, там, если его срываешь, съешь, мальчик будет, если, значит, который не гнется, девочка, я вот им рассказываю, они на меня так посмотрели, слушай, это, по-моему, что-то из оккультизма уже, я такой, раз, да, из оккультизма, ладно, все, значит, неугодный метод, я его выбросил, все, у меня уже появились, знаете, такие отличительные черты, белого от черного, доброго от худого, понимаете, то есть, я уже начал отличать, поэтому не должно противоречить Писанию, или, допустим, метод, чему, какой метод, если этот метод уничижает или оскорбляет других, ну, допустим, человек хочет, ну, как-то вот, чтобы вот его уважали, чтобы какое-то, вот, знаете, вот в классе, чтобы вот он не за пинашкой был, да, каким-то вот, ну, вот метод, ну, проходишь там, подзатыльник дай там, там, пни там, или еще что-нибудь, метод, метод, соответствует Слову Божьему, не соответствует, не соответствует Слову Божьему, да, вот, а как быть, а есть другие методы, если, ну, допустим, человек нуждается в исцелении, что нужно сделать? А ты пойди к служителю, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его и леем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, если садил грехи, простятся ему? Метод, метод, понимаете, или, допустим, хочет как-то утвердиться, хочет как-то вот, быть не за пинашкой в классе, да, но написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром, да, это более, это тоже метод, может быть, он более долгий, но потом, когда увидят, по-другому будут относиться, потому что человек поступает не так, как все, и вот такие вот методы, да, должны соответствовать Писанию, ну, и еще, может быть, знаете, так скажу, вот брат Евгений сегодня говорил, тоже, как я увидел, такой, как некоторый метод, что ли, хотя у него было название и темы, научись говорить нет, да, то есть, когда мы с вами в труде, и нам еще хотят что-то дать, то есть, где-то мы должны научиться говорить нет, но я, знаете, сразу вспомнил одну такую историю, когда, значит, приезжали к нам, я не помню откуда, финны, шведы или еще кто, и проводили тоже что-то вроде семинара какого-то, и была тоже такая тема, научись говорить нет, ну, подразумевалось греху, и они проводили такой, ну, как сказать, метод преподавали, да, но с помощью чего, с помощью иллюстрации, но иллюстрация была, знаете, какая, яркое солнце, красивая речка, там, значит, природа, там, ну, условная, может быть, немножко в голове, там, в своей, в вашей нарисую, да, там, мангал, шашлыки, там, играют в мячик, там, все, ну, представьте, такая вот, такая яркая, сочная картинка, красочная, теплая, и в углу, в темном углу, стоит такой вот, маленький, зажавшийся мальчик, и тема, научись говорить нет, как вы думаете, соответствует она, или не соответствует, чему мы должны научиться говорить нет, там где-то есть грех, солнце, мангал, мячик, понимаете, то есть, есть такие методы, когда они, так скажем, ну, не соответствуют, то есть, мы должны вот в этом отношении тоже наблюдать, чтобы если мы что-то хотим донести, оно должно соответствовать, должно соответствовать, итак, что мы можем подчеркнуть, да, то есть, когда, значит, где вот эти критерии, хорошо, когда этот метод приходит, вот пришел, вот он нам вот сюда вот от Бога, от Него, от Него, этот метод может оказаться не совсем, ну, каким-то, знаете, таким обычным, может быть, казаться таким, ну, какой-то нестандартный, какой-то вообще, что это за метод, но вот вчера, допустим, брат Олег приводил пример, да, в этом музыкальной школе, там, на этом концерте, раз, вот, и шум, гам, там, и что сделал, так дети все быстренько встали в паровозик, пробежали, там, раз, сели, и все, и все утихло, что это метод, конечно, метод, конечно, метод, уместный он, вполне уместный, ну, у нас где-то называется физминутка, и мы это периодически практикуем на своих уроках, потому что нужно детям немножко пошевелиться, потом мы видим, да, что метод должен подводить ко Христу, к его ценностям, к его воле, к его чувствованию, побуждать к послушанию Божьей воле и применению в жизни, не должно противоречить Писанию, то есть, ну, как бы вот такие критерии, Саша, ты наблюдаешь, да, я за тобой тоже наблюдаю, у тебя оценки там какие-то уже пометочки, ты ставь, ставь. Хорошо, давайте мы попробуем, значит, такой немножко эксперимент провести, да, попробуем оценить метод, подойдет он или не подойдет. Вернусь к методу бездельника. Как понял, всего лишь один брат знает и даже так, говорит, пользовался, но не знаю, тот ли это метод у него или не тот, что это за метод. И скажу сразу, название придумал я сам, метод не мой, просто я дал ему такое название. Одна сестра мне рассказывает, говорит, когда, говорит, у меня дети начинают играть, ну, вы же знаете, как они начинают играть, да, все подоставали, всем поиграли и все оставили, а кто потом убирает? Как-то надо же, чтобы они убирали, да, я, я, говорит, ему говорю, так, дети, надо убирать. Ну, вы же знаете, какая реакция, да, обычно, почему я, ну, ну, вот такое. И у нее такой метод, она говорит, хорошо, тогда садитесь на диванчик и сидите, вы ничего не будете делать, а убирать буду я. Я, говорит, их сажу и перед ними, говорит, начинаю потихоньку эти игрушки убирать. Долго они не высиживают, ведь ничего же не надо делать, метод бездельника же, да, ну, вот, и они начинают, мама, можно мы тебе поможем? Нет, нельзя. Мама, ну, пожалуйста, ну, мы вот больше так не будем, мы вот и будем играть и убирать. Нет, сидите. И вот они вот, значит, вот в таком, ну, ладно, хорошо, если не будете, если будете убирать, давайте помогайте. Встают и раз, чик-чик-чик, быстро все убрали. Вот, скажите, пожалуйста, давайте попробуем оценить, хороший метод или нет? Противоречит он, так скажем, писанию, есть ли в нем что-то, так скажем, не по слову? Название, да? Но, знаете, название я специально такое придумал, думаю, вы сразу запомните, сразу запомните. но в самом методе цель хорошая. Научить детей прибираться, поиграл убери. Замечательный, хороший метод. Понимаете? Слава Богу. А? Подражание, да. Слава Богу. Хорошо. Давайте мы, знаете, с вами, к чему перейдем. Еще одно практическое. Методы в Библии. Давайте подумаем, попробуем посмотреть, какие методы использует Бог в нашей жизни. Я хочу предложить несколько мест Писания, а вы должны будете сами, значит, сказать, можем ли дать мы какое название этому методу. И может ли это являться методом. Так, братья, там текст можете вывести? Из Икиля 4, 1, 3. Из Икиля 4, 4 глава. Из Икиля 4 глава. С 1 по 3 стих я читаю. И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич. Давайте сразу будем представлять, да? Ну, я забыл кирпич приготовить. Я Сашу хотел попросить. Положи себе кирпич. Здесь ложим кирпич, да? Перед собой и начертай на нем город Иерусалим и устрой осаду против него и сделай укрепление против него и насыпь вал вокруг него и расположи стан против него и расставь кругом против него стенобитные машины и возьми себе железную доску и поставь ее как бы железную стеною между тобой и городом и обрати на него лицо твое и он будет в осаде и ты осаждай его это будет знамением Дому Израилю. Представляете, мы кладем здесь кирпич выстраиваем стену подгоняем машинки танчики там бронетехнику, да? И начинаем производить осаду солдатики бегают там, да? возникает вопрос ты что делаешь? Бог что-то желает донести. Скажите, есть какой-то метод это или нет? Какое можем название дать? наглядное пособие. Игровой момент. Наглядный игровой момент. Инсценировка. То есть мы смотрим, как, где, с какой стороны зайти. Я думаю, что в некоторых местах так и делают. Инсценировка. Рассматривают, как, где, с какой стороны. Хорошо, давайте еще. Иеремия, 24 глава. Иеремия, 24 глава. Прочитаю выборочно третий стих и там еще выборочно. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смог вы. Смог вы хорошие, весьма хорошие, а худые, весьма худые. Так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. Так, и сейчас ниже, так, какой стих, пятый, восьмой, да. Так говорит Господь Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую. А худых смоквах, восьмой стих, которые и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, такими я сделаю с Идекию, царя иудейского и князей его и прочих иерусалимлян, оставшихся в земле сей. Скажите, что за метод Бог использует для Иеремии, чтобы он что-то понял? так, еще раз, вы все вместе говорите, сравнение, так еще, наглядность, совершенно верно, то есть, мы с вами как, показываем картинку детям, говорим, что видите, и потом на этом начинаем доносить какую-то мысль. Смотрите, Бог точно так же показывает Иеремии картинку уже своими способами и что-то до него доносит. Хорошо, еще два места, еще два места, мы подходим к концу, Откровение 3 глава, Откровение 3 глава, 19 стих, прочитаю. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. И 21-й, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Скажите, какой метод? Поощрение и метод кнута и пряника, да? Кто грешит, накажу, а кто поступает хорошо, поощрю. Метод? Метод, и Бог говорит об этом. И смотрите, еще одно место, Откровение 4 глава, я из разных мест прочитаю. Все из Откровения 4 глава, 21-й, 22-й. Смотрите, Бог говорит Иоанну, «После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небо, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И дальше, 21-е читаем. «И я, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба». И 22-я глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца». То есть, смотрите, Бог говорит, «Иоанн, иди сюда, я тебе хочу что-то показать. Вот смотри, видишь, вот это новое небо и новая земля, которую я приготовил. Пойдем, я тебе покажу новый город Иерусалим, в котором ты будешь жить». Он проходит по нему, дает описание, а потом говорит, смотри, а пойдем, я тебе еще что-то покажу. Смотри, река жизни, чистая, как кристалл, исходит, значит, от престола. Скажите, что это? Так, получение новых знаний, демонстрация, так, а? Наглядный, ага. У нас, знаете, недавно такая программа есть, я не знаю, может быть, у вас есть, у нас в Красноярском крае, набирается группа детей, и бесплатно за счет государства, значит, их везут по Красноярску, и, значит, показывают основные места, откуда город начался, кем он был основан, какие достопримечательности, там, ночуют в гостинице, устраивают такую, то есть устраивают такую, что? Экскурсию. И вот Бог говорит, Иоанн, иди сюда, я тебе экскурсию покажу, проведу. То есть, смотрите, это все методы, методы, с помощью которых Бог желает для нас с вами что-то донести. Но важно, что эти методы, они исходят от Бога, они доносят волю Божью, они в нас что-то производят, чувствование Христа, вот это стремление, искренность, желание служить Богу. Но все это с помощью определенных методов. Итак, давайте, дорогие, подведем такой итог. Благоговение – это глубокое уважение и почтение к Богу, ко всему, что Он дал. Оно помогает чувствовать критерии и границы. То есть, когда мы с вами имеем это благоговение перед Богом, то все равно мы с вами чувствуем, мы понимаем, что в центре стоит Христос. И если вдруг какой-то метод, он не соответствует, мы внутри сразу это почувствуем. Почувствуем, потому что это принесет славу не Ему, а чему-то другому. И благоговение побуждает нас исполнять Его волю, чтобы мы были похожи на Него и поступали, как Он. Ну, может быть, знаете, такое последнее сравнение. Вот смотрите, Бог сотворил эту землю. Это единственная земля вообще во всей вселенной, где нам с вами комфортно и уютно. Определенно температура, солнце, воздух и много-много разных факторов, параметров, да, то есть для того, чтобы мы могли здесь жить и не просто жить или существовать, чтобы нам было хорошо. Ведь Бог, когда создал, увидел, говорит, все хорошо весьма. Все хорошо весьма. То есть Он это в своей любви для нас с вами сотворил. И мы с вами призваны, чтобы идти по Его следам. И мы с вами точно так же, как Он можем в своей группе, в церкви создать то же условие, где будет хорошо, куда дети будут приходить с удовольствием, где народ Божий будет приходить, потому что там созданы вот эти условия. И это мы с вами можем делать, это определенные методы. Пусть Бог нас с вами благословит. Хорошо, ну, наверное, Саша, ты как? Выбрал кого, нет? Все хороши, да? Слава Богу, и что, и слушали, да? Хорошо. Всем плюсики. Всем плюсики. Так, а какие города-то были? Новосибирск, так, Барнаул, так, кто? Новокузнецк, о, хорошо, громко надо отвечать. Кто еще? Иркутск. По одному представителю выйдите, пожалуйста, а? Ну, посмелее. Закрой глаза. Выбирай. Все хорошо. Разделишь со всеми. Слава Богу, вы хорошо себя вели, тихо, участвовали, слава Богу. Ну, и, наверное, последнее перед молитвой, я хочу применить, наверное, метод, о котором сам сегодня говорил, да, что обучение без применения не имеет смысла. Так же, да? Мы говорили. Сегодня братья очень много говорили, вчера говорили. И мне понравилось вчера такое слово, которое сказал брат Женя. говорит, вы, говорит, не бойтесь подойти к братьям и спросить. Братья, ко мне нет никаких претензий. Я вот хочу спросить. Братья, я ничего лишнего не сказал? Может быть, если что-то где-то поправить, я готов выслушать и... Все поправлено. Здесь мы поправляем. Ну, слава Богу. Хорошо, дорогие, давайте вставши помолимся, поблагодарим. Такая тема из серии ожидания и реальность. Многие учителя, когда приезжают к конференции, все по полочкам им разложили, каждый возраст, как надо вот с этими детками, как надо с этими. Ты приезжаешь в свою церковь и смотришь, а как надо вот со всеми этим возрастом, если, допустим, у тебя два учителя и одно помещение. Ну, в лучшем случае два помещения. И первое, вот, как показала практика, ну, это я рассказываю лично свой опыт. Ну, так будет упор на книжки, которые издавали и томичи пособия, и много еще таких трудов их было. Я сначала хочу отметить такие полярные возраста, на которые прям очень нужно обратить внимание. это три года, десять и двенадцать. если мы, то есть, только начинается у вас воскресная школа, да, и вы молодой учитель, и вам поручил служитель детей, вот дети, вот тебе время, помещение, работай, то критично, конечно, их так вот всех собирать, но вот что делать? Будем давать такую команду себе, как мне это сделать? для начала я бы их поделила вот так, то есть, с четырех до девяти и с десяти до четырнадцати, потому что дальше это уже молодежь идет, там уже должны, наверное, братья подключиться, подростковое служение. Почему три года я обвела в кружок? Потому что, во-первых, не все дети в три года уже оторвались от мамы, не все пойдут на урок. Конечно, родители очень хотят их, возьмите, пожалуйста, я послушаю проповедь спокойно, да, или псалом, но это такой возраст сложный, поэтому вы не просите, давайте, чтобы мне для количества побольше детей, всех заберу. Следующий возраст это десять и двенадцать, десять лет, потому что он все, вышел, он уже себя считает, я уже не малыши, и не начальная школа, да, заканчивается четвертый класс, и двенадцать, это когда он уже и не десятилетка, да, но еще не подросток, еще не все у него сформировалось, да, он еще сильно опирается на мнение общества, то есть как его воспринимают, если человек веселый, да, ребенок, меня так вообще, как бы я иду на ура, да, и он будет это время отвлекать, чтобы показать свое я, им еще важно, чтобы общество их приняло, как общество их принимает, уже к четырнадцати годам, уже ближе такой возраст к выбору личности, каким путем я пойду, и там уже совсем такой процесс другой идет, и вот этот год, ну кажется, ну двенадцать и четырнадцать, да, между ними там год разница, но как в три года, вот до четырех, очень важный такой процесс, то есть ребенок за это время осваивает колоссальный опыт, у него развивается очень много нейронных связей, которые дают такой толчок, если сравнить вот эти два возраста, кажется год, двенадцать месяцев, но за это время Бог так сотворил, что происходит очень большая работа, так же вот и в этом возрасте, десять и двенадцать, четырнадцать. Почему вот это еще так важно, я отметила, потому что, когда сейчас буду рассказывать, что нельзя применять, учитывая вот эти вот критические возраста. Когда вот вы разделили, допустим, ну вот возьмем два класса, да, вот так вот я поделила условно, там уже подстраивайтесь под свои обстоятельства, мы определяем какой возраст и вспоминаем возрастные особенности. Вообще возрастные особенности это как вот правило дорожного движения для автомобилиста, для водителя, то есть это прям вот железно надо знать, и иногда себе их повторять, обновлять. Не зря же права пересдают, да, вот дают время. Вот сейчас возьмем, больше я поговорю, больше сложностей вызывает первая категория, которая младше детки. Почему? Потому что они более эмоциональны и подвижны. Поэтому как бы я начну с них. Три-шесть лет. Его мир очень сжат, очень сжат. То есть он мыслит. Он знаком с вещами только с теми, которые видит дома. Если он еще не ходит, ну как обычно, да, у нас дети растут в семье, у большинства, он видит предметы и знает новые слова, вообще изучает дома. Вот какими дома пользуются словами, они для него понятны. Дальше он изучает постепенно новые слова. Его запас слов очень маленький, но он как бы, он это уже понимает к четырем годам и начинает хватать все подряд, да. Бывает, он принесет со двора слова, он его произносит, он выучил новое слово, а значения его не понимают. Родители краснеют, даже не хотят пытаться объяснить, что это значит. Просто забудь его, да. Не понимают значения абстрактных слов. То есть он мыслит конкретно. Если говорят, учитель, ангел пришел, для него это ангел пришел ногами, в ботинках. Он не может отличить действительного от воображаемого. То есть для него все чудеса, которые мы рассказываем, для него нормально. То есть так и должно, значит, быть. Поэтому вот здесь как бы мы так удивляемся. Представляете, дети, перешли через море. Перешли, пошли ногами и пошли. Ну, море. То есть для него нету такого как бы эффекта, вау, да. Не может сосредоточиться на многом, и он очень сильно нуждается в движении. Не потому, что он такой неспокойный ребенок, просто для него движение – это норма. Когда у нас, допустим, ребенок долго лежит на диване, мы сразу берем градусник и хотим померить температуру. Все ли с ним нормально? Поэтому, когда у нас дети в движении, это нормально. И плохо было бы, если бы они не шевелились бы, да. И мы как бы… Ты с нами, ты здесь. Трогали бы его постоянно, да. И вот, зная вот эти возрастные особенности, как же тогда обучать вот младшую группу? Когда у тебя еще словарный запас здесь маленький, а 7, 8, 9, которые ребята уже пошли в школу, они уже не то, что хотят получать новые знания, у них уже есть знания, и они очень сильно хотят ими поделиться. Еще, чтобы еще другие узнали, что я тоже что-то знаю. Они быстро запоминают библейские имена, названия рек, гор, да. И вот такая как бы… Нужно выбрать золотую середину. Как обучать такие вот младшую группу? Использовать домашние слова. Но не так, конечно, мы не будем ориентироваться на трехлеток. То есть, излагая библейский урок, мы не ориентируемся на самых-самых маленьких, которым вот прям нужно вот сильно-сильно прям разжевывать. Но мы ориентируемся на средний возраст. И тем самым мы даем малышам немножко потянуться и как раз узнать новые слова. Не говорить слишком длинно. То есть вообще мозг так устроен, что запоминает короткие фразы. Почему вот, например, рекламщики используют баннеры, короткие фразы, если еще это в рифму, это вообще прям глубоко у нас засядет. И брать такие темы, которые не вызывают отрицательных эмоций. Например, второе пришествие Христа, когда придет, заберет Бог церковь свою. То есть это рановата тема для этого возраста. Самое главное, чтобы успешно они перешли во вторую половину, научить их анализировать. Вот как вот брат Максим говорил, прям так хорошо подготовил почву, чтобы они делали вывод. Вот это наша цель. Делать вывод и переменять на себе. Но это вообще анализ, это навык. Мы не рождаемся с анализом, не рождаемся с таким рефлексом, как мы умеем все анализировать. Если бы люди всегда могли анализировать свои действия, многих бы ошибок не было. Этому нужно научиться и выработать просто у себя привычку. И начинаем мы с того, что в младшей группе мы учим их подмечать детали, сравнивать, сопоставлять, потом уже анализировать и делать простой вывод. Например, если мы берем картинку библейскую, показываем им, то сначала спрашиваем самых маленьких. Покажи мне бабочку. Или какого цвета листва на дереве? Ну, такие простые. Или этот человек высокий или низкий? Например, какое у него настроение? Это они могут сказать. Ну, у них слов мало, они могут сказать хорошее настроение или плохое. Более старшие тоже могут спросить у них, а что вы думаете, какое настроение? Просто хорошее. Вообще про эмоции, для них важно, чтобы они их улавливали и знали значение эмоций. Почему? Мы знаем, что дети еще не говорят, но они очень хорошо считывают учителя, какой он заходит в класс. Вы можете не рассказывать, что у вас случилось, но он видит, что вы переживаете. Это не значит, что у вас плохое настроение. Это значит, что у вас есть какая-то проблема, и вы переживаете. И это нормально, мы все переживаем. У них до трех лет делятся категории хорошие и плохие, то есть черное и белое. И как раз в этой группе можно детей подготовить, что эмоции бывают разные. Особенно это указывает на библейский, обращать внимание, когда мы изучаем какого-нибудь библейского героя. Задание, вот еще в уроке использовать простые слова. Вообще, я вот советую, к нам тоже пришла учительница, которая вот хочет стать учителем воскресной школы, и она вот год ходит ко мне на уроки, смотрит. Первое, после трех уроков она говорит, это не урок воскресной школы, это окружающий мир, начальная школа. И как раз я использую метод, который использовал Бог. Это наблюдение за окружающей средой, потому что Бог через нее очень многому нас учит. Я здесь спрашиваю, какая погода сегодня за окном? Как вы узнали, что сегодня ветреная? Посмотрели в окно, какая погода? Хорошая. Я говорю, а какая хорошая? Ветреная или нет? Они смотрят, не знаем. И вот дети у нас даже приезжают с районов, они отвечают односложно. Да, нет, не знаю. Вот их такой короткий набор. И чтобы с ними было классно работать в подростковом возрасте, чтобы они могли давать развернутые ответы, вот с такого мы начинаем. Наверное, у нее было такое ожидание, что сейчас они выучат у меня все 10 заповедей на уроке, и прям ночью разбуди, они их расскажут. Но мы начинаем с листочка. Поверните листочек горизонтально. В центре, кто знает, где центр? Я даю каждому ребенку, покажи, где центр листочка. То есть, во-первых, это и движение, так как они любят движение, и обогащает их опыт. То есть дальше мне будет уже легче. В центре листочка напишите свое имя. В центре. Он уже знает, где этот центр. Еще на картинке всегда есть явный текст, явная информация. Малыши ее могут усвоить. Для них это просто. И сделать простой вывод они тоже могут. Тогда они себя чувствуют нужными на уроке. Допустим, когда мы показываем также детали, все рассмотрели буквально картинки, этот человек, например, что он держит в руке? Нож, да, или меч. А это хорошо вообще держать такую вещь? Они могут сказать хорошо или плохо. А уж деткам постарше я даю подтекстовую информацию, где ты не можешь сказать да или нет. Там уже как трехходовочка, да. А почему это плохо? А к чему это приведет? То есть это уже более сложный вывод. Но малыши, глядя на старших, они подтягиваются, они видят, что можно еще по-другому отвечать. И у них тоже как бы развивается такой мыслительный процесс. Они видят пример на себя. И старше, чуть постарше, да, вот 8-9, они видят, что все участвуют на уроке, что тут они не самые главные, не звезды, как бы, да, что у нас все на уроке важны. Когда к нам пришли на урок, ну вот трехлеточки, четырехлеточки, да, как бы они себя очень скованно чувствовали. И мы сделали так, что когда все дети пришли, мы встали в большой круг, взялись за руки, сделали, говорю, давайте сделаем большой круг, растянемся, да, маленький круг и средний круг, опустим ручки. И просто вот мы, я думаю, сделаем два урока так, чтобы они себя чувствовали комфортно. Кто к нам сегодня пришел? И каждого называем, к нам пришла нам София. Мы все здороваемся, смотрим на Софию. София в это время краснеет по уши. И каждого ребенка называем. Они так выучили всех имена, всех их отметили, как бы внимание получили все. Прошел год. Я говорю, ребят, каникулы прошли, может, уже не будем здороваться? Как не будем? И когда мы называем опять эту Софию, или Ульяну, или Ваню, он опять улыбается, как в первый раз он сюда пришел, и все его видят. Им это так как бы нравится. Не знаю почему, но вот любят эти внимание, особенно как бы с многодетных семей. На уроке моя библейская часть, вообще вот я вот этой учительнице сказала, говорю, печатай текст, что ты будешь говорить, библейскую историю. Например, Гедеон. То есть она приготовила урок, я говорю, ты его напечатала, выбираешь, берешь маркером, текстовыделителем, и выделяешь сложные, абстрактные слова. Вот напали враги. Я говорю, кто такие враги? Они вообще не знают. У них нет врага. У четырехлетнего ребенка нет врагов. Он вообще не понимает, о чем вы. Напали. Откуда напали? Что такое напали? Это тоже абстрактное понятие. Они сидят на уроке, я у них у всех позабирала, что-нибудь у кого, ну таких у стрессоустойчивых детей, там резинку с волос сняла, там все. Я говорю, вам понравилось это? Нет, это вообще-то мое. Я говорю, а если я вообще домой заберу и не отдам вам? Нельзя так делать, вот так делают враги. Они забирают то, что наши, и не отдают назад. Они поняли, что такие враги. И всех их испугались. Они уже поняли, что такое испуг. Один только человек не испугался. Он продолжал работать в гумне. Что такое гумно вообще? И почему у него в руках лопата? У нас лопатой копают картошку, а у него лопата и на фоне зерно. Это как бы вещи несовместимые. Мы взяли с ними колосок, разворотили его весь. Я говорю, трудно доставать зернышко? Ну да, вот так вот, мешок нам набрать зернышко. Трудно. И вот мы тут объяснили профессии. И что сейчас такой профессии нету. То есть, и она говорит, что это же как бы не входит в программу Библии, да? Я говорю, у Библии нет программы. Я говорю, у Бога все создано им. То есть, мы немножко расширяем их словарный запас. Мы поговорили про профессии. Есть сейчас такая профессия или нет? То есть, этим мы расширяем их кругозор. И тогда, вот как брат Олег Шиповал, да, они уже будут знать, что такое копать. И вот у них останется привычка в Библии ковырять каждое слово, что оно обозначает. Или, например, была тема урок, когда Яков обманывал отца, одев одежду брата. Для них первородство, это как бы еще понятие очень далекое вообще. Зачем оно надо? И в многодетных семьях первородство, это как бы не на лучшем месте, да? У них больше ответственности, у них больше скидывать. Это не звездочка тебе сюда, что ты первый родился. Да. Поэтому я беру эту библейскую историю и смотрю, а что они могут взять, что им знакомо, какой опыт уже у них есть. Потому что эти дети учатся только на том, что они сами пережили. Я говорю, он взял одежду брата своего, и у меня трое детей с одной семьи. И я быстренько бегу в гардероб, одеваю куртку их мамы. Один ребеночек у нас с ЗПР, и даже у него вот такие глаза. Он говорит, это не твое. Я говорю, да. А я говорю, что мое. Когда я захожу в класс, не в своей куртке, а в куртке их мамы, они говорят, нельзя брать чужое. Я говорю, конечно, вы сделали прекрасный вывод, чужое брать нельзя. То есть, они пережили эмоцию, которую, как бы, они знают. Вообще, как бы, мне очень нравится, как вот Бог нас учит. Он использует все наши органы чувств. Пойди, возьми, попробуй, намажь, пощупай. То есть, все органы чувств задействованы, особенно наши эмоции. Поэтому их вот, прям вот, если вы их используете, то урок пройдет, они как бы его надолго запомнят, и переменение точно найдут. То есть, в каждой библейской истории мы должны взять, для нас это будет одна истина, а вот ребенок что с этого возьмет? Допустим, когда мы проходили взятие Ерихона, поставила, как бы, коробку в центре, и говорю, наша задача ее сломать. То есть, у меня уже урок, вообще, мы вообще не сидим, мы будем, урок будет в движении. Сломать. Мальчики, даже я еще уже знала, что они сейчас, даже не дождутся команды, я их за руки взяла, говорю, наша задача сейчас его сломать. Я говорю, как мы, как это можно сделать? Ногой пнуть сломать. Я говорю, да, но мы будем делать это необычно. Мы возьмемся за руки, друг за другом в паровозик, и будем молча ходить. Мы сделали там, один круг, второй круг, они уже смотрят. Еще кружим, кружим, кружим по уроку. Я говорю, устали, да, ну давайте отдохнем. Итак, мы сделали 7 подходов. У нас закончился почти урок, но они устали. Они говорят, ну почему молчать надо? Я говорю, а теперь на раз, два, три. Да. Я говорю, что вы испытали? Мы устали, нам было скучно, неинтересно. Я говорю, но вы были послушны. Вы получили радость в конце? Я говорю, и вот быстренько рассказала историю, то есть, ну, как необычно Бог делает. Люди были послушны, получили радость. Насчет поделки, вот еще хотела сказать, что я не даю раскраски готовые, где вот все нарисовано, ничего думать не надо, просто раскрашивай. Ну, трехлетки вообще мимо, как бы, да, если попадут хорошо. Я даю такие задания, где нет лица, чтобы они сами нарисовали настроение героя. Допустим, когда мы проходили 12 братьев, 11 братьев Иосифа, я дала просто им листочки листочки вот с такой картинкой. И так 12 было. Я говорю, у них был один папа, они жили в одной семье, так же, как и вы. Вы живете в одной семье. То есть, я всегда перевожу на их опыт, что Библия, история из Библии, это не сказки. И люди такие же, и дети были такие же, и они испытывали те же чувства. Я говорю, а теперь, вот вы в семье одинаковые, у вас одинаковый цвет волос, размер глаз, цвет глаз. Я говорю, мы сейчас нарисуем всех братьев разными, разные прически, разного цвета волосы. Они на уроке рисовали лица разные, и потом, когда уже вот на следующий урок мы проходили, что Иосиф уже его забрали, он был грустный. Проходили, что такое зависть, и применение мое было, я Иосифа нарисовала тоже с глазами, напечатала, но рот закрасила. Когда был Иосиф в тюрьме, он был грустный, но не злой. То есть, мы рисовали эмоции разные, и в конце урок я тоже спрашивала, допустим, как у тебя вчера день прошел, какая у тебя была эмоция? Ну, показывалось такое наглядное пособие, там, улыбка, удивление, раздражение, там, злость. Я говорю, Иосиф был грустный, да, ему было плохо, но он не злился, у него только эти эмоции на лице, руки у него никуда не пошли, никого не ударили, потому что он так переживал, да, ну, вот у братьев мы нарисовали, конечно, они сердитые нарисовали лица, да, я говорю, разные, внешность они себе не выбирали, да, никто не может себе внешность выбрать, но какие испытывать эмоции, как поступать, дальше они пойдут в руки, в ноги наши эмоции, это мы можем уже решать, выбирать. Еще хотела отметить такой момент, что когда вот мама ко мне приходит, а как мой ребенок сегодня себя вел, мы говорим, хорошо, а как мы оцениваем, по каким критериям, что он вел себя хорошо. Есть пассивные дети на уроке, да, есть активные, такие активные, что вот они занимают вообще весь эфир, даже учителя смещают, можно вообще уйти, как бы он будет держать внимание, ну, такой дар у него, да, кем он вырастет, дай Бог, как бы, чтобы он это все в Божью славу употребил. И важно обратить внимание на тихого ребенка, вот потому что внутри у него идет колоссальный мыслительный процесс, мы не знаем, что там, мы не можем спросить, вернее мы можем, но он не может обосновать. Вот на уроке мы как раз учимся обосновывать свое поведение, то, что свои переживания, и как это вот, какой выход в Библии есть, что герой сделал, а что он не сделал, хотя можно было, и шанс был, да, сделать и время, и место. И в силу своего возраста или темперамента, еще важно, конечно, на всех возрастных особенностях ложится след, какой ребенок, первый или последний в семье, да, это как бы уже все, наверное, отмечают. Он молчит, как бы, ну, молчит и хорошо, мы говорим, что хорошо, потому что нам с ним комфортно, а вот этот ребенок активный, и нам с ним комфортно, и говорим, ну, он себя вообще плохо ведет. И таким детям, которые активны, забирают весь эфир, я даю три билетика. То есть ты можешь использовать три раза, когда я не спрашиваю, когда я спрашиваю, у нас поднимают руки, они уже привыкли, когда я не спрашиваю, ты хочешь сказать, у тебя есть три билетика, вот он говорит, я его рву с доски, все, у тебя два шанса осталось, все, дальше ты молчишь, ну, пока работает. То есть у Господа такой метод, иди, делай и бери, как бы я его тоже активно использую, то есть у меня на уроке, я готова, ничего им не даю. То есть если мы рисуем, банки у нас далеко, кисточки в другой стороне, они сами себе берут. То есть они сделали работу А4, допустим, даже если что-то распечатано, допустим, Голиаф, я распечатаю Голиафа, но горы, деревья, солнце, я ничего не делаю, то есть это его работа. Я не даю образец, вот так должно быть. Я рисую вместе с ними, то есть я беру к доске, я говорю, вот у нас Голиаф, рисуем горы, горы какие, низкие или высокие, мы все показываем руками, жестикулируем активно, они сами рисуют. А где будешь горы рисовать, наверху или внизу? То есть он учится ориентироваться в пространстве, даже листа. потом они берут дырокол, который тоже лежит на полке, чуть-чуть повыше, чем младшие детки, я специально вот туда ложу, чтобы они просили помощи у старших. Они идут со стола, берут дырокол, продырявливают, внизу на полу у нас стоит такой ящик, где лежат вот их расшиватели, с их работами. У каждого ребенка своя наклеечка, то есть понятно, что не все еще умеют читать, и они знают свою работу, сами вкладывают и кладут. Я за ними не слежу. Аккуратно они слушаны или неаккуратно. Это их работа, это их ответственность уже. То есть мне все равно, порвут они ее, ничего они не сделают. Я пустой лист вкладываю в этот скоросшиватель. Еще мы все подписываем свои имена. Старшим очень нравится, и у нас уже 4 года старшие научили их хотя бы первую букву имени писать. Но я за них ничего не делаю. Я вот так взяла. Алена. То есть за них делать минимум, делегировать. Пусть они работают на уроке, пусть устанут от урока. И не требую, как у всех. Допустим, ну когда старший начинает, уже сравнивают. А у меня хорошо, а у меня нет. Я беру ребенка, работу самого младшего, где там две точки, он попал глазами, ну в круг лицо, да, две точки. Я говорю, где глаза? Вот глаза. Я не делаю эмоции там. Для него это глаза. Он уже научился рисовать нос. Я говорю, вот наш Иосиф, который не сердится. Он просто грустный. Ему жалко братьев, да. Я беру его работу, как будто это образец для подражания. Как бы они не чувствуют себя там. Я не умею рисовать. У меня все. Мир вам. Ну я маленько обобщу. Хочу повторить слова Максима. Вчера, у меня тут, знаете, так вот есть бумажки, так покажу. Я очень много вычеркнула, что я хотела сказать, потому что вчера прозвучало очень много из того, что я хотела. Спасибо. Вот. Так. Теперь мне немножко нужно будет иногда так это поглядывать. Хотела спросить вас, что проще проводить в группах разновозрастных или в обыкновенных? В обычных. В обычных. Но если в обычных группах проводить лучше, ну легче, то какими мы должны быть, чтобы мы могли проводить в разновозрастных группах? Вот какими мы должны быть? специалистами широкого кожи. Ну это профессионализм, а духовное? сердцем, да. То есть мы должны быть более нуждающимися в Боге. Согласны? Да. Ну, как и в тех группах, мы должны быть нищим духом, чистым сердцем, с протянутой рукой туда, да, и помнить, что все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Согласны? Ну вот с этим настроем мы и пойдем. Ну, для начала еще хотела уяснить такое, прояснить момент. Дети, к которым мы приходим, чьи? Божьи. А еще? Наши. То есть Бог на эту землю дал этих детей вам. Вам. Чтоб вы их кормили, заботились, возили в школу, или к Богу, или кому-то другому дал. Ну тебе да. Тебе дал. А родителям? Вы согласны? Все такая, тишина. Как это не нам Бог дал детей, которых мы учим, да? А вы не согласны, что Бог дал детей родителям? Родителям. Второзаконие говорит конкретно к кому? К учителям воскресных школ или к родителям? К родителям. И там все методы, способы, да, как научить. И мы этим пользуемся, учителя. А родители в наше время пользуются вот этими методами. Многие родители, ну вот ваши дети, дети, у которых вы, родители, обучают детей? Ну вы не знаете, учат детей родители, там вечернее общение, приходят с готовыми стихами библейскими, какие-то истины. Или в основном вы это делаете? Бывает по-разному. Но сейчас, к сожалению, родители, вот так вот сказали, есть воскресная школа, да, и мы отдыхаем. Ну не то, что отдыхаем, они работают. Так вот, я думаю, что нам надо понимать наше положение вот в этой вот структуре. Нас Бог поставил сюда, чтобы подвести ребенка ко Христу, да, то есть это наша цель. Но и не забывать, что Бог верил родителям этого ребенка. И значит, нам вот тут, вот может быть, посмотреть, как наладить взаимоотношения с родителями, чтобы родители могли иметь точку соприкосновения вот наших уроков, этой воскресной школы, например, на вечернем общении с нашими детьми. Ну это так вот, пожелания. А, ну и теперь к разновозрастным. Скажите, в каких возрастных, в каких служениях в церкви могут быть разновозрастные группы? Громче. Пение. Да. Все. Подготовки к праздникам и проведения их, да, то есть сами праздники. Еще. Разновозрастные дети трут на кухне? Не, ну это можно, мы в лагере тоже это использовали, но хорошо, трут на кухне. Чаи пить, ну это праздники. Еще. Ну, в воскресной школе у нас нет разновозрастных групп. Или есть? В воскресной школе ну, я спросила в общем. В воскресной школе есть разновозрастные группы? Есть. Ну и команды в лагере тоже бывают. Хорошо. А теперь поднимите руки, пожалуйста, кто трудится в разновозрастных группах? Повыше. Понятно. Почему-то нам сказали, что это такая большая проблема, что очень много людей и не знают, как это делать. Ну, слава Богу, что людей не так много. А кто знает, что такое разновозрастная группа? Ой. А? Дети разного возраста. Простите. То есть, если мы поместим детей разного возраста в одну группу, это будет уже наша разновозрастная группа. Ну, почти. Да, вот оно, определение. То есть, что здесь еще нужно? Посмотрите внимательно. не просто поместить, а что еще? Громче. Не хочет громче. Да. Должна быть определенная программа с определенным вот уклоном, да, ориентированной на разные возрасты. И тогда мы можем уже назвать эту группу в воскресной школе разновозрастной группой. Что нужно знать для того, чтобы вот корректно, успешно трудиться в этой группе. Ну, кто занимается? Давайте. Громче. Особенности, возрастные особенности, да. Ну, да. хорошо, поговорим об этом. Ну, мне сказали, что возрастные особенности здесь очень хорошо уже изучены, поэтому мы их не будем трогать. Мы посмотрим ведущую деятельность. Вот ведущая деятельность, можно, да. Она вот такая интересная штука, ее не все как бы дают, ну, ученые, скажем так, этой области. Но мне вот она очень понравилась, и мы ее используем у нас. Ведущая деятельность, это деятельность, которая способствует формированию новых качеств. То есть, вот что-то я уже умею, а какая-то деятельность что-то меня побуждает сделать новое, да, и перейти на новую границу какую-то. Значит, ребенок, находясь в этой деятельности, это там, легче воспринимает информацию, усваивает новые знания, а потом он учится переводить эти знания в умения, а умения в навыки, то есть, применения. И когда вот это вот ребенок достигает, ну, наша цель тоже достигнута. То есть, там вот маленький ребенок, да, он, например, там вот завязать шнурок, там сначала вот учится. Вообще маленький, Павел Валентинович рассказывал, у него одна дочка любила играть, когда маленькая совсем была, в служение. Вот она молилась, теперь она молится, поет, служит, уже взрослая. То есть, детки сначала играют, да, а потом эти навыки переходят уже дальше. И вот это вот мы должны в разновозрастных группах помнить. Ну, и существует еще соответствие между возрастом ребенка и определенными видами деятельности. и тут вот выделяют следующие виды деятельности, можно следующий. Вот совсем маленьких, но это у младенцев, там вот младенец есть, у них связь какая, деятельность, общаться с мамочкой, да, пока. Ну, а дальше пошло уже, предметно, ну, деятельность, которая направлена на конкретное действие, то есть завязать, вот научиться завязать шнурок, там еще что-то сделать. Потом идет сюжетно-ролевая игра уже для дошкольного возраста. В садике кто ходил, играли там, ну, во врачей, там еще в кого-то. Так вот, ну, ребятишки наши, да, они играют в служение. То есть очень важно направить как дома, так и в наших разновозрастных группах, вот организовать, если вы что-то будете, во что-то играть, то можно уже смотреть, вот, или мы возьмем какую-то мирскую игру, или мы придумаем, ну, вот, что-то такое, что ближе к, ну, к служению, что может приблизить ребенка ко Христу. Ну, учебная деятельность идет у младших школьников, то есть поэтому, вот, если сидят дошкольники и младшие школьники, у них, смотрите, разная деятельность, да, ведущая, которая способствует им расти, чтобы что-то новое воспринимать, поэтому мы должны вот это учитывать. Ну, вот и подростки, а тут уже совсем, я недавно разговаривала с сестрой, она сказала, что у них группа, вот, от самых маленьких до 15, я говорю, как вы справляетесь, вот они ведут это служение, и мы поговорили, я скажу, оно успешное, но здесь, вот смотрите, ведущая деятельность у подростков, это общение со сверстниками, вот подростки сидят с маленькими, да, а им нужно общение со сверстниками, то есть мы должны так организовать деятельность, чтобы они могли пообщаться, вот в этом промежутке, который мы с ними, со сверстниками, то им еще нужно что-то сделать, представить, да, что-то найти, исследовать, это подростки, это их ведущая деятельность, подростки могут делать все, и сидеть вырезать с малышами, да, и поиграть в машинки, но это их уже развивать не будет, их будет развивать, та деятельность, которая у них является ведущей, вот, ну, это вот про ведущую деятельность. Так, еще хотела бы сказать, что вот, когда мы формируем наши разновозрастные группы, мы все-таки должны делать акцент на таких деточек, которые, ну, здесь уже было сказано, что до пяти лет, да, идет формирование ребенка, то есть что мы, в принципе, вот заложим, то оно и будет. Вот скажите, нам нужно делать, если разновозрастная группка и есть дети до пяти лет, нам нужно делать акцент на них или нет? Или они пускай посидят, посмотрят? Ну, как вы думаете, вот у вас будет группа такая, а? Еще громче? Нужно, нужно. Я вообще думаю, что, ну, я сейчас молча нарисую. Как вы думаете, что это? Да, это сосуды. Сосуды наших детей разновозрастной группы. Если мы направим наш урок на подростков, что будут делать младшие? Они очень быстро наполнятся, переполнятся, им будет неинтересно, они будут мешать. То есть нам нужно, ну, разные дети есть, по физическому возрасту, может быть, он помладше, а интеллектуально, он может быть, и повыше там кого-то, своего физиологического ровесника. То есть нам нужно смотреть конкретную ситуацию, но нам нужно ориентироваться на более младших в разновозрастной группе, давать информацию о старших, привлекать к служению. То есть мы дали какой-то материал, библейскую истину, а старшим потом на применение, закрепление всем остальным что-то поручаем, чтобы они приготовили и дали младшим. Это я вам уже подсказку даю. Так. А, ну и вот смотрите, у нас есть помощники, у нас есть детки, если кто-то из них сделал что-то не так, какая у нас бывает реакция, особенно на помощника? Вот помощник сделал не так, или совсем не так, или вообще совсем ничего не сделал. Да, бывают разные. Ну, бывают. Какие бывают разные? Раздражение. Еще что бывает? Осуждение, негатив. А еще какие? Ну, разные, скажи еще. Ну, я тоже думаю, покрыл, правильно? Покрыл. Закрыл рот свой, ничего не сказал при всех детях. А потом, после служения, посадил, похвалил, что ты смог быть вообще на этом собрании. Ну, вот пока у тебя не получилось, но ты можешь. Давай посмотрим, как, что сделать, чтобы ты был вот в этом вот отрезочке, в которой тебе верили, да, успешно, проанализировали. Ну, благословит тебя Господь, ты все можешь, укрепляющим тебя Иисусе Христе. Все. Дети не слышали негативов, да, сядь туда, сделай то, ты что там стоишь. И он не был униженно, оскорблен в глазах детей, ну, при детях. Так. А, ну, еще такой вот момент. В наших группах мы можем моделировать ту ситуацию, ну, как бы вот ту жизнь среди наших детей, которую хочет видеть... Кто? Директор школы, да? Ну, кто? Родители. Другие мнения есть? Мы можем создавать, моделировать, планировать такую ситуацию, то есть, как бы, ну, спланировать урок, модель такую, которую хочет видеть Бог. Поэтому мы идем к Нему с протянутой рукой для того, чтобы Он наполнил наши сосуды. А для этого наши сосуды должны быть чистыми, да? Ну, и про это вот очень много уже сегодня говорилось, и вчера тоже много говорилось. Так. Я быстро гляну. Ну, и теперь к целям. Можно урок дать? Да. Вот рассмотрим план библейского урока, он же будет потом на круглом столе. Посмотрите, что у нас в начале. Ой, это не мое. Никто не видит, да? Что там? Тема. Тема – это что такое? То, о чем мы говорим. То, о чем мы говорим. Ну, как мы будем выбирать тему? Вы уже кушать хотите? Ну, давайте маленько, потерпите. У нас должен быть план, вообще-то, правильно? Мы берем тему из нашей сетки. Но бывают ситуации, когда мы готовим не по сетке. То есть мы взяли тему. А как мы тему в разновозрастной можем взять? Ну, так же, конечно, все так же. Ничего страшного. А вот цель уже немножко надо подумать. Как мы будем ставить цель? Да, нам нужно поставить цель такую, чтобы в этой цели были просмотрены все наши возраста. Да? Как наполнить вот эти сосуды, чтобы и не докормить, и не перекормить. Да? То есть вот это вот мы ставим цель в начале. И потом уже от нее мы идем. Вообще, какие цели есть на воскресной школе? Ну, для чего мы там? Какие цели? Вообще, вот любые. Громче. Так, достигнуть послушания. То есть я ставлю цель. Послушание в группе, да? Или рассказать о послушании? В группе, да? Цель. Цель, Максим. То есть мы должны научить, показать. Хорошо. Давайте я вот даю вам таких несколько видов, ну, несколько ситуаций, примеров. Рассказать детям про Давида. Да? Вторая. Донести детям о том, что Бог не смотрит на внешность, а смотрит на сердце. И следующее. проанализировать вполне ли наши сердца преданы Богу. Вот давайте. Какая цель здесь, ну, более уместна? Вторая. То есть анализировать на уроках не надо. Надо. Но для того, чтобы вот эту тему проанализировать, вот эту цель, да, нам нужно вот эту тему так переварить, чтобы оно у нас было переварено, разложено по полочкам, чтобы мы могли это сформулировать для каждого возраста, а потом еще какой-то метод найти, чтобы проанализировали. Дети. Но это возможно или нет? Это трудно, но это возможно? Ну, так мы же трудимся, правда? Мы служим им. А цель рассказать о Давиде. Такую цель мы иногда ставим себе рассказать? Ну, да или нет? Поднимите руки, кто такую цель ставит? Рассказать. Бывает. Будем учиться новые цели ставить, потому что цель рассказать это не учебная цель, это цель, направленная на учителя, а цель должна быть направлена на детей. Вот проанализировать это как раз цель, направленная на детей. Но для достижения этой цели учитель должен дома помолиться, попотеть, посмотреть, углубиться, как братья вчера говорили, да? Найти, постоять нищим вот так вот, получить в свой сосуд, чтобы прийти и вылить вот в эти сосуды. А по-другому не получится. А по-другому мы будем приходить и говорить, только говорить. И мы будем достигать свою цель, которую мы поставим. Так. Мы можем для себя ставить цели, удержать внимание группы, чтобы урок был в целостности такой. Но это наши будут цели. Для детей мы должны ставить цели, которые они должны достигнуть, а мы им должны помочь это сделать. Но они не будут знать, что мы им помогаем, они просто это будут делать, с нашей помощью в нашем спланированном уроке. цели должны быть вот такие. Маленько, может быть, посложнее, чем мы привыкли делать, просто рассказать. Так, теперь у нас потом идет, ну, здесь мы пропустим, да? Ну, вообще, давайте библейский, это следующий можно, где ход урока. то есть здесь, смотрите, я задачи не ставлю, да? Если бы у меня были вот здесь в подготовке задачи, тогда было бы нормально рассказать такое-то и задачами как я это достигала. Но у меня здесь просто цель, да, без задач, поэтому я вот так вот это вот, ну, то есть мы так практикуем. Вы можете по-другому, с задачами, это я говорю, как бы, ну, тоже делюсь своим опытом. Смотрите, вот здесь вот, приветствие, встреча детей, организационные моменты, и вот третий пункт, вот тут будет четыре пункта выделены большими буквами. это то, что у нас дети делают сами на подростковой группе. Мы это практиковали практически вот, ну, с разными возрастами. Вот помолились, пропели, дети могут сами там петь, предлагать, но вот потом мы по кругу или по очереди, как у вас дети сидят, у нас молитва благодарения, за что мы можем поблагодарить Бога. Мы не заставляем по желанию закрытыми глазками, если кто-то не хочет, у нас договоренность, коснулся следующего, и тот пошел молиться. Ну, у нас вот редко бывает, когда там вот кто-то отказывается, в основном вот дети молятся, благодарят, они прям выискивают, за что поблагодарить Бога, и мы их учим. Благодарность пришедет свою чуду, да, ты хочешь чудо в своей жизни, ищи за что благодарить Бога. В твоей жизни много милости от Бога, благодари, ведь, ищи, да, милости Господню собирай, считай. То есть, вот мы благодарим, и ребенок вот здесь, он даже самый маленький уже может участвовать вот в этом, и он не просто помолился, он уже поучаствовал в общем служении, на которое он пришел. Заинтересовка, ведение, мотивация, ну, тут уже вот нужно смотреть по возрастам, какие у вас детки, кого больше, да, вот так вот, ну, понятно, что вот мы не будем что-то показывать такое, что неприемлемо для маленьких, да, но для взрослых, конечно, любая заинтересовка может быть интересным, если мы ее продумаем, да, то есть, вот здесь вот в Омске в 96-м году мы были на семинаре у вас в профилактории Иртыш, и один такой солидный дяденька вышел с друшлаком на голове, и мы так очень удивились, а у него тема была Слово Божие сито, то есть, наши мысли должны фильтроваться, вообще мысли, которые попадают сюда через Слово Божие, ну, очень наглядный такой был пример, то есть, если вот мы попросим, да, и он туда положит, и мы придем туда, то будет интересно всем, и маленьким, и взрослым. Так, следующий пункт у нас, это кто что имеет, у нас служение, ну, большое, у нас 4 возрастных группы, старшая группа приходит от 16 до 40 человек, да, и очень часто бывает, что одна треть, например, бывает на следующее служение от того, что было там, такая вот текучесть у нас, ну, то есть, как служение, у нас не воскресная школа, и вот мы в рамках служения, как бы вот проводим воскресную школу, так вот адаптированно, и поэтому вот пытаемся сделать так, чтобы ребенок, приходя, как вот написано, кто что, идя на служение, кто что имеет, там, и вот мы так же, и у нас дети, вот, раньше вообще, вот, когда основная масса играла на инструментах, учащаясь в музыкальных школах, то есть, приносили инструменты с собой, вставали, читали слово, там, какой-то стих из Библии, свидетельства, но бывало, что тишина, тогда мы просто проводим дальше урок, никто ничего не принес, да, но дети, мы можем их побуждать через родителей, сами вот так вот, да, что мы ждем, вот это вот, кто что, ну, по-другому, что-то думали, думали, не придумали, как это еще назвать, ну, в общем, кто что имеет. Повторение можно проводить, ну, тоже вот уже ориентировалось на разные возраста, можно сформировать разные группки по количеству детей, как оно у вас может быть, да, и вопросы задавать более сложные, более простые. Можно наоборот, ну, то есть по возрасту, можно разновозрастные сформировать, и тогда уже вопросы задавать так, чтобы они могли пообсуждать, ну, и, например, с тем условием, что помладше, если он, как бы, может транслировать, чтобы он сказал ответ, и тогда он присутствовал, но он транслировал, получается, что он проговорил, значит, ну, где-то что-то должно отложиться. Библейская истина. Вот в Библейской истине мы ввели и делаем чтение Библии. Вот прям однажды сестра приехала в Красноярск, Сачинск, в гостях была, но она не в детском, и говорит, а, там такое! А мы такие, а что такое? Да, они попили, сели, Библию в руки взяли и читают. Я говорю, а что дальше было? Ну, там, заинтересовки, там, нет, они почитали, порассуждали, помолились и разошлись. Я говорю, шумно было? Нет. И у меня так, вау, как так? И мы стали пробовать, и вы знаете, вот у нас вот несколько воскресеньев назад у нас арендуемое помещение, и поэтому то пораньше, то попозже приезжает. И, в общем, приехал пораньше, у нее все детки подошли, и те, кто подошел, я им говорю, ну, открываем, садимся, читаем третью главу Иоанна. Они открыли, прочитали, да, тихо все. Подошли остальные, ну, а мне же надо, чтобы они прочитали все. Я говорю, ну, мы как бы подходим уже по уроку, я говорю, ну, открываем, читаем. И такая тишина, они прочитали. То есть они сидят, это реально, ой, а? Ну, да, в тот момент они читали про себя. Мы здесь пользуемся, ну, вот я, разными методами. То есть дети могут, у меня группа 11-16. То есть мы пользуемся так, мы можем, ну, мы каждый раз, вот когда я, ну, по крайней мере, когда я провожу, мы читаем Библию, мы можем прочитать вот так вот, по цепочке, мы можем прочитать про себя, и потом я начинаю задавать или вопросы, или давать задания. У нас детки сидят по столам, потому что это кафе мы арендуем. И, то есть они вот уже формируются в группы. Когда они формируются в группы, были, ну, 16-летние, представляете, приходит дядя такой, и вот 12-летняя, 11-летняя такая девочка вот стоит, и они такие вот, ну, друзья такие, еще за один стол сели, и вот, ну, Господи, ну, что делать? Я могу, конечно, рассадить, там еще как-то сделать, ну, ты, Господи, как? И вот приходит мысль, я говорю, так, друзья, братья благословенные, вот у нас пять столов, и вы в каждый садитесь старше. Они рассеялись. У них были обязанности следить за порядком в группе, там, назначить дежурного, там, ну, и там, что-то там записать. Мы делаем записки, это маленько попозже будет. Они записывают записки сами с именами, потом мы собираем, в конце молимся, и детям, неделю молимся мы друг за друга. Вот. И вот эти вот мои, которые, вот, ну, я думала, все, сейчас будет все время, все силы направлены, чтобы их удержать, да, а Бог раз и вот так вот. И они были помощниками, было тихо, они организовывали работу в группах. И им еще, было бы, я говорю, о, эта команда в данный момент тихая, самая тихая. И все команды такие, тихо, и опять тихо так. Вот. То есть мы вот так вот делаем. И когда, вот они сидят в командах, да, я могу дать, вот, прочитайте про себя такую-то главу. Они прочитали потом обсуждение, в группах, потом они что-то там, у каждого свое задание, они выходят и презентуют то, что они наработали. Бывает такое, что я не, я им не запрещаю пользоваться телефоном. Вчера вот было, не помню, кто сказал, ну, у меня такая как бы вот направленность. Если что-то мешает в служении, и мы не можем его просто вот так вот взять и убрать, вот как телефона, у подростков. Когда их было 2-3 на 15 человек, это ну как бы еще там взял или еще, а когда у них у всех телефоны, и их 20 человек. И вот я молилась и спрашивала, Господи, что нам с этим делать? И знаете, что Господь вот показал, какой выход. У нас есть чат родительский, и у нас есть чат подростковый. В подростковом чате практически каждый день выкладываются главы для чтения, потом вот Эмодзи есть такие, мячик футбольный кидается, попадает в ворота или не попадает в ворота, вот если знаете. Мы это запускаем, например, они каждый там кто-то кидает, но не все участвуют, еще стесняются. Попали в ворота, они, например, пишут библейский стих, который вот в этой главе у них высветился. Ну или когда они читали сегодня Слово Божие, и они выкладывают этот стих в группу. Другие тоже это читают. Если не попал, то они, например, составляют викторину. Ну, кто пришел к Иисусу ночью и спрашивал, как родиться, или что-то такое. И варианты ответов. Никодим, Марк, Лука, Иоанн и так далее. И вот они должны ответить правильно. То есть дети создают викторины. Сначала мы их учили, но вот прямо на уроке, минут 15-10 учила, как создавать викторины. И они у нас вот это вот делают. То есть мы вот не боремся с этим. Иногда я говорю, зайди в своих командах, там в симфонии, ну нет в симфонии, значит в гугл. Найдите притчи Иисуса, если вы не знаете, где открыть в печатной Библии, там или как-то открыть. Они заходят, ищут, находят, читают. Сначала им приходится прочитать про себя, потом они уже обсуждают в командах. Ну то есть с чтением у нас вот так вот. Ну и дальше, вот золотой стих, я думаю, что здесь уже, ну как бы вот по возрастам. Единственное, что можно было бы посоветовать, разновозрастно, если совсем, то сначала, что такое, разучить с маленькими, по-детскому какой-нибудь коротенький стих, а потом им дать что-то, какое-то задание там раскрасить. Или этот золотой стих, например, они могут раскрасить, или отрывая там цветную бумагу, залепить сердечко красненькое, отрывное, да, вот бумажечка приклеивая. То есть это займет какое-то время, пока вы со старшими учитесь что-то более серьезное для подростков. Ну и здесь, в общем, применение, закрепление, практическая часть, это все по возрастам, соответственно, вот этим возрастам. Ну про записку с именами я уже сказала, что дети молятся. И получается, что у нас вот в этом моменте, у меня здесь так вот выделено, у вас там вот четыре этих, дети четыре раза имеют возможность поучаствовать в служении. Они уже не просто слушатели. То есть если ребенок помолился вслух, ну считайте, что он уже часть этого служения, и он не будет относиться к этому служению как в гостевом порядке. Ну в общем у меня вот эти вот, в общем все там. Ну дальше, если можно, что мы потом вот после вот этого всего лучше проанализировать, посмотреть, да. Ну и молимся, думаем, с протянутой рукой Господа. Ну наверное, все. Ну еще я, наверное, быстренько скажу. Вот за ту ситуацию, которую Максим говорил, про метод какой? Бездельника. Я скажу, что один из этого метода вчера сидел здесь на семинаре. То есть этому методу уже лет 15. Ну так очень коротко. То есть когда вот это произошло, да, это была я. Когда это произошло, я увидела, что мы можем формировать ценности у детей. Вот когда мы чего-то хотим, чтобы они сделали что-то хотим, что мы делаем? Мы говорим, вы сделаете, получите, что они получат? Ну давайте, пожалуйста, и мы пойдем кушать. Награду какую? Ну что конкретно? Конфетку. Еще что? Мультик. Еще там кто-то. Да, ну погулять это уже хорошее. Так вот, мы можем формировать формировать вот эти ценности вот этой наградой. То есть мы можем сказать, ты наказан, да? То есть, ну ты не будешь убирать. Ты, ну не заслужил это сейчас сделать. И они реально сидели и ныли. Это было 15 лет назад, да? И вот они все втроем сейчас, слава богу, в труде. То есть мы можем не конфетками их поощрять. Ну сделаешь вот это, помоешь посуду, дам конфетку. Нет. Ну тогда мы сядем и с тобой почитаем. Но это, конечно, надо как бы, ну так вот раньше формировать, да? Или, например, в группах в наших вот, где мы трудимся. Вот давайте тихо сидим. Какая группа тише сидит? Ну или там какие возможности? Что мы можем предложить в награду? Ну те же конфетки можем, да, предложить. Можем, предлагаем. А мы можем сказать, какая группа тише будет сидеть? Или какая группа быстрее сделает? Ну или там что-то, да? Они предлагают псалом. Все, мы не без конфеток. Они псалом. А кто пришел к полдесятому, те репетируют и выходят на общее собрание петь. У них стимул прийти пораньше, вообще не опоздать, да? То есть вот этим вот, вот так вот мы формируем. Ну у меня тоже все. Простите, что долго. Спасибо.